10 мая 55-го. Вечером вчера все получилось неудачно. Анна Андреевна позвонила, когда у меня сидел гость, и просила прийти скорее, потому что она осталась одна в квартире, и ей неуютно. Я же была связана. Когда же гость ушел, и я следом за ним выбежала на улицу и сразу поймала такси, то оказалось салют. Красная площадь отцеплена, надо объезжать через каменный мост. Новая задержка. — Ардовы были уже дома. Зря я неслась, сломя голову. Но не в этом дело. Главная неудача оказалась впереди. Анна Андреевна ввела меня в свою комнату, села на кровать, и я на стул. Вижу письменный столик, сегодня какой-то прибранный, расчищенный. И она чего-то ждет. — Принесли? — спрашивает Анна Андреевна. — Что принесла? — Поэму. Такая досада. Оказывается, я ее не поняла. Она ожидала, что я принесу свой экземпляр, и хотела продиктовать поправки. А я не поняла и не принесла. Анна Андреевна дала мне листы бумаги и свой экземпляр. Я сразу заплуталась в этом экземпляре, но все-таки переписала кое-что с указанием «что куда». Переписала бы я и больше, и толковее. Но Анна Андреевна ждала нервно и меня торопила. Ей хотелось рассказывать. Она была в доме ученых, слушала еврейские песни Шостаковича и говорит о них с ужасом, даже с отчаньем. Не о музыке. Музыка восхищена. О словах. Это предел безвкусицы. Хуже этого я не слышала ничего. И люди слушают, и не замечают. И он. Им не важно, какие слова. Соколова. Такой колыбельный. Бай-бай-бай. В село Тату не поезжай. Привези нам гусочку, чтобы не болеть пузочку. Перевод Глобы. Или с такими наскоро сколоченными виршами, призванными изобразить восторг современных советских евреев. Какими благами окружена еврейского сапожника жена. Однако, несмотря на дурное качество переводов, а иногда и подлинников, еврейские песни Шостаковича, цикл, созданный им в пору лютого антисемитизма последних сталинских лет, звучал и продолжает звучать не только как большое событие в музыке, но и как явление общественной жизни. Отпор черносотенству. Цикл записан на пластинку. Его исполнителями были Дерляк, Долуханова и Масленников. Партию фортепьяно исполнял сам автор. В начале, как мне известно, Маршак вполне разделял возмущение Ахматовой. Он сам виртуоз-переводчик, яростно ненавидел неряшливые антихудожественные переводы. Однако, прослушав цикл Шостаковича, он переменил свое мнение. Не о переводах, конечно, а о праве композитора пользоваться и дурными текстами. 25 сентября 1950 года, вспоминает Гликман, я приехал по приглашению Дмитрия Дмитриевича в Москву на день его рождения. Во время ужина я сидел рядом с Самуилом Яковлевичем Маршаком, и мы с ним в промежутках между тостами обменивались восторженными репликами, адресованными Шостаковичу. Вершиной вечера было исполнение в кабинете Дмитрия Дмитриевича его цикла «Из еврейской народной поэзии». А компонировал Шостакович. Хотя вокалисты не успели отшлифовать свои партии, впечатление было грандиозным. Маршак со слезами на глазах говорил мне, что этот цикл равен Шекспиру, и что он напрасно высказывал недовольство работы переводчиков, так как музыка окрылила и подняла на громадную высоту тексты стихов. Затем, припомнив, что Виктор Ефимович сказал недавно в похвалу кому-то «это настоящий гарун аль-Рашид», Анна Андреевна произнесла целую речь. На свою любимую тему – о бессмысленности маловылюдской. Одни делают всю жизнь только плохое, а говорят о них все хорошо. В памяти людей они сохраняются как добрые. Например, Кузьмин. Он никогда никому ничего хорошего не сделал. О нем все вспоминают с любовью. В исторических случаях никакие поправки не помогают никогда. Вот Виктор Ефимович помянул Гаруна аль-Рашида. Он, видите ли, добрый, он спасал бедных и прочее. Все неправда. Он был на самом деле злодей, вешатель. Это установлено. Но уже ничего нельзя изменить. То же с Лукрецией Борджа. Только наоборот. Я читала книгу, в которой фактами доказано, что она не была ни отравительницей, ни развратницей. Но ведь это не помогло ее памяти. Нисколько. По дороге домой я размышляла о ее словах. Почему так в самом деле? Думаю, потому что художество сильнее всего. У Герцена где-то написано, люди гораздо больше поэты и художники, чем думают. О Гаруне аль-Рашиде, о Лукреции Борджае созданы сказки-легенды. Сказку исследованиями и фактами не переборешь. Она все равно сильнее. Разве что новой сказкой. Ну, а случай с Кузьминым? Тут уж что-то другое. 12 мая 55-го. Анна Андреевна встретила меня сегодня радостным сообщением. Я подумала и уступаю вам. Смутно и зорко. Это я с утра пришла к ней со своим экземпляром поэма, и она достала из чемоданчика свой, и мы уселись рядышком за расчищенный стол. А смирев от этой уступки, я сказала, что питаю вражду еще к одной новой строке. А дурманящую дремоту очень трудно всем превозмочь. То есть ко второй из них. Какая-то она прозаическая. Анна Андреевна кивнула с неожиданной кротостью. Да, я это и сама собиралась исправить. И впоследствии исправила. А дурманящую дремоту мне трудней, чем смерть превозмочь. Показала мне несколько отступов, сдвигов, соединений, и обозначила их своей рукой в моем экземпляре. Я ей заметила, что теперь в новом варианте придется убрать из предисловия строки о самостоятельных безымянных посвящениях. Потому что теперь ведь посвящения перестали быть безымянными. Она указала, кому что. Первое посвящение Всеволоду Князеву. Второе Судейкиной. А из объяснений надо снять. Георг это Байрон. Потому что в тексте теперь не факел Георг держал, а Байрон факел держал. И это она с готовностью пометила у себя. Так беседовали ему поначалу очень мирно, а потом последовал взрыв. Последовал он из-за лирического отступления. Из-за моей любимейшей Камероновой галереи. Отрывок, условно именуемый Камероновой галереей, в том экземпляре поэмы, которым я тогда располагала, читался так. Из-за садом, разве мы не встретимся взглядом наших прежних ясных очей? Разве ты мне не скажешь снова победившее смерть слово и разгадку жизни моей? Анна Андреевна, перелистывая поэму, сказала. — Этот кусок сниму совсем, а то его толкует неверно. Я глянула через плечо, она водила пальцем по Камероновой галереи. — Что снимаете совсем? — А сейчас бы домой скорее Камероновой галереей. Я не поверила. — Камеронову галерею выкинете? — Да. Безумие какое-то. А еще бронит Бориса Леонидовича за то, что он собирается исправлять ранние стихи. — Лучше снимите всю поэму, сказала я, потеряв узду. — Это мое самое любимое место. Вершина вершин. Снимите все остальное, а это оставьте. — Ах так, сказала Анна Андреевна. — А я-то думала, что вы любите поэму. Я ошиблась. Я видела, что она не по-настоящему сердится, и осмелилась говорить. — Конечно, сказала я, вся поэма целиком — классика XX века, как сама она определила недавно стихи Бориса Леонидовича. Но есть в ней особо неприкосновенные строки. Я спросила, что она имеет против своего лирического оступления. Сегодня она добрая и соблаговолела объяснить. Во второй из трех камероновских строф поминается забытая могила. А это нельзя, потому что читатели путают ее с забытой могилой драгуна, героя поэмы. Но я подумаю, подумаю, — закончила она милосердно. Кажется, уже понимаю, как поступлю. Поступила так. Оставила весь кусок, но выкинула строфу вторую. Чтобы могилу «Недоброво», к которому обращены эти строфы, читатели не путали с могилой драгуна, Всеволода Князева, или, например, с могилой Гумилева. Кроме того, внесла в отрывок о Камероновой галерее некоторые мелкие перемены. Когда мой экземпляр был приведен в порядок, и она уложила обратно в чемоданчик свой, я попросил ее почитать мне Пушкина. Не Пушкина, а стихотворения Ахматовой тридцатых-сорковых годов, «Реквием» и другие. Даже после смерти Сталина я еще боялась без зашифровки упоминать о них в дневнике. Она согласилась. Читала много, щедро. Слушая ее голос, произносивший слова, которые я столько раз произносила сама, и про себя, и вслух, и в постели, и в метро, и на улице, и в лесу, и в поезде, я боялась, что громко заплачу. Я опять стояла со всем пережитым лицом к лицу. 21 мая 55-го. Сегодня с утра Канни Андреевне. Она какая-то отсутствующая, смутная. Смотрит, не видит, спрашивает, не слышит ответа. Не причесана, в туфлях на босу ногу, в ситцевом капоте. Думает что-то свое, а может быть продолжает, среди разговора, писать стихи. Это с ней случается, я замечала. Чувствуя ее потусторонность, я хотела поскорее уйти, но она меня не отпустила. Нет, не стихи. Оказывается, а вот что у нее на уме. Она подумывает о поездке к Леве, о свидании с ним. Хорошо бы, но я боюсь, в такое путешествие ее не пустят болезнь. Потом она всплыла на поверхность и стала поразговорчивее. Расспрашивала меня о Дрезденской галерее, где я уже была и куда она собирается. Потом сказала, что в час дня к ней должен прийти редактор. Внезапно позвонила, попросила разрешения прийти. Наверное, что-нибудь дурное случилось с ее корейскими переводами. Хорошего она никогда не ожидает. Потом вынула из сумки письмо и протянула мне. Прочтите. Письмо от поклонницы. «Всю жизнь мечтаю вас увидеть. Узнала, что вы сейчас в одном городе со мной. Я немолода, одинока и феноменально застенчива. Путь мой жертвенный и славный здесь окончу я. Читая, я вся измазалась в пошлости. Оказывается, и у нее тоже славный и жертвенный путь. Экое дурище». «Это письмо я получаю с 1915 года», — сказала Анна Андреевна. «Сорок лет. Вчера получила еще раз. Его же». Я вернула ей письмо с живым отвращением. «И стихи пишет?» — спросила я. «Будьте спокойны. Одно в виде взятки посвящено мне, остальные, как полагается, ему. Но это еще что. Мои современницы я нахожу гораздо хуже. У них уже склероз мозга. И они городят не весь что. Недавно в Ленинграде я получила письмо от одной своей сверстницы. Сначала похвалы мне. Тоже очень много цитат. А потом черным по белому. «Никогда не забуду тот дом на пряжке». Так и стоит он перед моими глазами, где в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем. Это она уже меня прямо в спальню к блоку засовывает. Мне, конечно, все равно, хоть в сундуновской бане, но зачем же врать? Я хотела было позвонить ей по телефону, но мне рассказали, что инсульт. Я представила себе скрюченную ручку, скрюченную ножку и отменила звонок. «Я дала прочесть то письмо Тане Казанской», — продолжала Анна Андреевна. «Она очень острая дама. Прочитала и спрашивает. Значит, это и есть Слава?» Да-да, это и есть, и только это, и ничего другого. Татьяна Борисовна Казанская, год рождения, 1916-й. Дочь литературы веда и лингвиста, специалиста по классической филологии, профессора Бориса Васильевича Казанского, 1889-1962 годы жизни. Сама она — знаток французского языка и французской литературы, переводчица и преподавательница. С 1953 по 1966 год Татьяна Борисовна преподавала в Ленинградском государственном педагогическом институте имени Герцена французский язык, латынь, романскую филологию и общее языкознание. В ее переводах в разное время выходили произведения Жорж Сант и Петриуса Бореля. Однако занималась Татьяна Борисовна не только преподаванием и переводами, всю жизнь она писала стихи. Ее вопрос, обращенный к Ане Андреевне «Значит, это и есть слава», вызван был, по-видимому, тем, что собственные ее стихотворения оставались безвестными. Опубликовано всего одно — «Уж весенний заиграл рожок». Отец Татьяны Борисовны, специалист по классической филологии, был, кроме того, одним из видных пушкинистов. В частности, он первый, как сообщает краткая литературная энциклопедия, высказал предположение о роли придворной интриги в судьбе Пушкина. В начале 50-х годов Анна Андреевна через Томашевского обратилась к Казанскому за каким-то советом, связанным с ее пушкинскими штудиями. Тут и познакомились Анна Андреевна и Таня Казанская. Они начали встречаться. Казанская слушала стихи Ахматовой, читала ей и свои. Примечательно, что две строчки, послужившие эпиграфом к седьмой книге, Ахматова взяла и стихотворение Казанской. «Пала седьмая завеса тумана, та, за которой приходит весна». Стихотворение Казанской я привожу здесь полностью. «Льдины трещали, звенели морозы, С крыш ледяная текла бы хрома. Так опадают махровые розы, Резу за резой роняет зима. Словно еранга под бубен шамана рвется на части, Ускайте сна. Пала седьмая завеса тумана, Та, за которой приходит весна. Фатоморгана и метаморфоза, Мрамор холодный очнулся дыша. Так расцветает махровая роза, Смертью смерть попирает душа». Я напомнила Анне Андреевне, Что существуют ведь и другие читатели. Да, пишут, конечно, худшие. Это известно. Через четверть часа должен был прийти редактор. Я предложила Анне Андреевне переодеться, А сама ушла к Нине Антонне. Спросила у нее, чем, по ее мнению, Вызван внезапно редакторский визит. «А ничем», — весело ответила Нина Антонна. «Он просто хочет посмотреть на старуху». И более ничего, уверяю вас. В лиловом облачении в столовую вышла Анна Андреевна. Она ошеломила меня, сообщив, Что Ленинградский литфонд предоставил ей в Комарове дачу. Чудеса в Решите. Ахматовой, а не Ардаматскому. Сколько там комнаты, Какая она дача, зимняя или летняя, Анна Андреевна забыла узнать. Жить там будут также Ирина Николаевна с дочерью. Когда дочери услышала эту новость, Она спросила у Анны Андреевны. «А кума, а ты будешь к нам приезжать?» 24 мая 55-го. Вчера в десятом часу вечера Позвонила Анна Андреевна И попросила срочно прийти посмотреть корейцев. Голос оживленный, добрый. Нет у ее обычного телефонного лаконизма. Рассказала, что была у Николая Ивановича, И он надписал ей книгу, По-видимому, «Судьбу художника», Повесть о Федотове. Приехав, я застала ее в столовой, Где Нина Антонна укладывала чемоданы, Едет с театром в командировку в Сибирь. Анна Андреевна в сером платье, Очень идущем к ее сидине, Возбужденная, приподнятая, веселая. Рассказала о давешном редакторе. Он предъявил ей несколько требований И внес несколько самостоятельных Стихотворных предложений. «В общем, он был в меру нагл, В меру почтителен, В меру глуп», Сказала Анна Андреевна. «Но кое-где наглость вышла из берегов. Я умоляю вас, Лидия Корнеевна». Она сложила руки у груди. «Прочитайте и переводы, И пометки редактора. Придирайтесь ко всему И посоветуйте, как быть. Вы окажете мне благодеяние». Конечно, мне следовало бы Наотрез отказаться. Но не знаю, вышла ли из берегов Моя наглость, или я привыкла Слушать Анну Андреевну. Но я покорно отправилась К ней в ее комнатушку. Там на столике уже были Приготовлены корейцы И чистые листы бумаги. У меня не помечено, и я не помню, Была ли это машинопись Или уже корректура. Анна Андреевна ушла И оставила меня одну. На полях пометки редактора. «Слабовато», «Следует пересмотреть». В одном месте им предложена Строка собственного изделия. «Вдруг сразу он». Я читала часа два. Сквозь чтение, как будто сквозь сон, Смутно слышал разговоры в столовой. Пришла Наташа Льина, Вернулся с концерта артов. Анна Андреевна что-то рассказывала, И все смеялись. Конечно, работала я не так, как надо. Нельзя такую уйму стихов Читать подряд и без перерыва. Но старалась я изо всех сил, Читала вслух, Возвращалась к уже прочитанному. Кончила, Извлекла Анну Андреевну Соседней комнаты, И мы опять сели рядышком за стол. Мне очень трудна ее быстрота. Она понимает мгновенно И мгновенно решает. Как тогда, Мигом вытащила и выбросила лапу. Кое-что из моих предложений Она сразу отвергла, Кое с чем согласилась, И тут же вписала в текст. И лишь очень немного отложила Для дальнейшего обдумывания. 27 мая 55-го. Сегодня с Анной Андреевной Смешной разговор в машине. По ее просьбе я ее отвозила К кому-то в гости на Арбат. Оказывается, Она была дружна С ленинградской художницей Ниной Коган, Которую я знала слегка, Издали. Она приходила в нашу редакцию К Леведеву. Скромная женщина, Некрасивая и очень талантливая. Я видела портрет Ахматовой работы Коган. Интересный. Самая суть Ахматовской красоты. Нина Иосифовна Коган, 1889-1942 годы жизни. Художница, Ученица Малевича. В каталогах выставок, Осуществленных ленинградскими художниками Между 1935-м И 1941 годами, Упоминаются и ее рисунки, Акварели и несколько пейзажей маслом. Когда и при каких обстоятельствах Нина Иосифовна Познакомилась с Анной Андреевной И создала ее портрет, Мне неизвестно. Подлинник хранится в Ленинграде В собрании Рыбаковой. Репродукция на Западе Опубликована во втором томе сочинений. А у нас, Смотрите, например, В книге Веленкин В 101-м зеркале Москва-советский писатель 1990 год. А также каталог выставки «Образ поэта, образ поэзии К столетию Анны Ахматовой». Статья Молока. Встречала я Нину Иосифовну, Когда она приходила в нашу редакцию К Лебедеву, Потому что Нина Коган Была в частности Иллюстратором книг для детей. О нашей редакции, То есть о ленинградском отделении Дед Гиза, Которую возглавлял Самуэл Яковлевич Маршак, А руководителем иллюстраторов Был живописец и график Лебедев. 1891-1967 годы жизни. Смотрите седьмую главу Моей книги В лаборатории редактора. Среди художников, Привлеченных Лебедевым К работе над иллюстрированием Детских книг, Была и Нина Коган. Для детей рисовала Она главным образом Зверей и птиц. Думаю, что курица, Которую, по словам Анны Андреевны Нины Иосифовны, Укладывала спать, Служила художнице Живой моделью. Так вот, Анна Андреевна Рассказывает. Однажды я собиралась К ней в гости вечером. Была уже в пальто. Вдруг телефонный звонок. Нина. Приходите, пожалуйста, Не сейчас, А немного позднее. Я должна уложить спать Мою курицу. Отсмеявшись, Я спросила у Анны Андреевны, В чем же было дело? Какая оказалась курица? Почему спать? Выяснила ли она Это все у Коган? Ну вот еще, Как можно? Напротив, Я сделала вид, Что сама каждый вечер Укладываю спать По несколько куриц. Редактор будет завтра. Вчера Мария Сергеевна Петровых Помогла ей обосновать Возражения редактору. 30 мая 55-го. В субботу я ездила С Анной Андреевной К Наташей Ильиной. Заехав, Как было условлено, На Ордынку В семь часов. Я думала, Мы отправимся сразу. Но нет. Анна Андреевна Велела мне раздеться И повела к себе В комнату. Я спросила, Чем кончилось Свидание с редактором? Как принял он Ее упреки? И лапзани, И слезы, И заря, Заря. Упреков никаких Я не делала. Я была кротко, Как ангел. Я просто показывала ему, Что здесь будет вот так, А здесь вот этак. И он был в восторге. Я проявила подлинный Гуманизм. О строке Вдруг сразу Ни слова. Она сбросила со стула Охапку платья, Валявшегося на чемодане, И вынула оттуда Знакомую рукопись. Строфа? Обрадовалась я. Нет, Не строфа. Показала мне, Куда сделана вставка. Примечание К предпоследней фразе Предисловия. Не изменять, Не объяснять ее Я не буду. Потом я увидала страницу, Белую большую страницу, Исписанную ее почерком, Строчками ползущими Вверх и направо, Забирающими Все выше и выше, И все правее и правее. Написанная Она прочла мне вслух. Целая страница прозы, Озаглавленная Письмо К.Н.Н. Или Из письма К.Н.Н. Точно не помню. Письмо не письмо, А отрывок, Начинающийся с полуфразы, Замысел Положить предел Кривотолкам. Нападки На нападающих И кое-какие Объяснения. Написано Со странной смесью Беспомощности И надменности. Странное сочетание, Присущее ей вообще. Когда-то Об этом сочетании, Как о главной черте Ее характера, Говорил мне Владимир Георгич. Окончив, Она подняла на меня глаза. В опросительном взгляде Были Доверчивость И беспомощность. Отрывок Восхитительный, Сказала я, Но и совершенно Ненужный. Необходимый, Надменно ответила Анна Андреевна. Мы отправились К Ильиной. Анна Андреевна Весь вечер была Живая, Веселая, Озорная, Очаровательная. Мне было жаль, Что кроме нас Никто не видит Ее такую. Она и на ордынке Была радостно Возбуждена, По-видимому, Тем, Что хорошо Поладила с редактором И написала Эту страницу. А тут еще Выпила с Ильиной Бутылочку Муската И совсем Развеселилась. В такие минуты Она мне Представляется Студентом, Как у Достоевского Подросток Называл генеральшу Ахмакову, Когда она Ненадолго Из важной барыни Превращалась В задорного Мальчика. Анна Андреевна Оттаивала на глазах. Лицо Порозовело, Заблестели глаза И больше Не было Ахматовских Поднятых Скорбных Бровей. Говорила она Безумолку. Сама По собственному Почину Без нашей Просьбы Прочитала нам Стихи И время Прочь И пространство Прочь Нет, Я не Выплакала Их. Затем Сообщила, Смеясь, Что Смирнов Из журнала Нева Заказал ей По телефону Стихи Олете И страницы Три Взволнованной Прозы. Потом Вдруг Знаете, Наталья Иосифовна, Лидия Корнеевна Говорит, Что я могу Писать Прозу. Неужели Это правда? Неужели Я могу? Потом Мне. А вы Догадались, Кому Адресовано Письмо К НН? Кто НН? Догадались? Да, Сказала я. Кто же? Это я, Анна Андреевна, Это мне. Верно, Угадали. Как же вы Угадали? Пятое июня Пятьдесят пятого. Дважды За это время Была у Анны Андреевны. В первый раз Второго Июня Застало Ее В постели Сердце. Лицо Серое, Отекшее. При мне Явилась Районная Врачиха. Анна Андреевна Ей верит, Потому что Когда-то Она вовремя Определила Инфаркт. Тоже Поклонница Таланта. Прописывая Рецепт, Произнесла Когда мне Мне было Восемнадцать лет, Я так Обожала Ваши Стихи. Они Такие Звонкие Звучные Теперь Таких Не Пишут. Звонкие Звучные. После Ее Ухода Разговор Зашел О Герцене. Анна Андреевна С какой-то Нарочитой Грубостью Напустилась На Наталью Александровну. Терпеть Не могу Баб, Которые Вмешивают Мужей В свои Любовные Дела. Сама Завела Любовника. Сама С ним И расправляйся, А не Мужу Поручай. Тем более, Что, Как теперь Известно, Она Прямо Таки Висела На Гервиге. Он От нее Избавиться Не мог. А когда Герцен В былом И думах Пишет О ней, Сразу Страницы Линяют. Какой-то Фальшивый Звук. Все Вокруг Нее Плохие, Она Одна Хорошая. И Тетки, Которые Ее Воспитали, Тоже Плохие. Я Ответила, Что Тетки В самом Деле Были Стервозные. А Наталью Александровну Я Люблю. Если Б Она Была Женщиной Заурядной, Ординарной, Она При Благополучно Осуществляла Бы Жизнь Втроем, Не Страдая И Не Мучаясь. Но Ложь, Двойная Любовь, Двойная Игра Совсем Не Были Свойственны Ее Натуре. И От Этой Двойственности По Природе Е Чуждой. Она И Умерла. Она Сама Не Могла Понять, Что С Ней Твор И Твор Кроме Того Я Ценю В ней Тонкость, Восприимчивость, Ум, Литературность. Она Оказалась В Состоянии Понять, О чем Шла Речь В Кружке Герцена, Быть Участницей Общей Беседы. Не И Систематического Образования, Она Была Интеллигентна. Ну Я Видела Это Тысячу Раз. Но Зачем Женам В данном Случа Следовать Чьему-то Воображению? Ведь Множество Писем Натальи Александровны Герцену И к Его Друзьям Сохранились И Напечатаны. И Ничто Ведь Не Дает Такой Возможности Точно Судить О Духовном Уровне Человека Как Дневники И Письма. Семнадцатилетней Девчонкой Наташа Писала Герцену Восторженные Возвышенные Экзальтированные Письма Которые Сейчас Смешно Читать. Как Прочем И Все Сентиментальные Романы Того Времени. Но И Тогда Уже Сквозь Экзальтацию Проглядывал Природный Ум Твердость Самостоятельность Воля. Когда Девочка Выросла Экзальтация Пошла На убыль А ум Великодушие И твердость Окрепли. Читала Наталья Александровна Очень Много. Так что Была Вполне В состоянии Следить За Возбужденной Умственной Жизнью. Бурлившей Вокруг Нее. Анна Андреевна Прекратила Наш Спор И Чего Не Возразив Но И Не Согласившись. Оказывается Мой Первый Довод Анна Андреевна Приняла. Теперь Мне Нередко Случается Слышать От Общих Знакомых Что Анна Андреевна Порицает Наталья Александровна Герцен Имела Обыкновение Добавлять Но Женщина Она Была Незаурядная Не Всякая Расплачиваться За двойную Любовь Смертью. Затем Я была У Анны Андреевны На бегу Вчера Утром. Она Уже Встала Но Лицо Серое Отекшее. Рассказала О позоре С Дрезденской Галереи. Туда Не верено Пускать Детей До 16 Лет. Наталья Иосифовна Позвонила Администрации И невинным Голосом Осведомилась Почему? Девка Ответила Ясно Почему? Картинки Там Какие? То есть По ее Мнению Непристойные. Новые Перемены В Поэме Первое. Эпиграф Из Хемингуэя Капелогу. Я думаю С нами Случится Все самое Ужасное. Заменен Пушкинским Люблю тебя Петра Творенье. Уж очень К этой части Подходит Пушкин Сказала Анна Андреевна. Второе. Вместо Нечистого Духа Вежлив Прячет Что-то По духу Тот Кто Хром И Кашляет Сухо Я Надеюсь Нечистого Духа Вы Не Смели Ко Мне Ввести Появился Владыка Мрака Это Сделано Потому Что Рифма К Уху Существует Уже В другой Новой Строфе О другом Герое Облоки Плоть Почти Что Ставшая Духом И Античный Локон Над Ухом Все Таинственно В пришлице Третье Какие-то Перемены В Решке Я Дерзнула Покуситься На Решку Сказала Анна Андреевна Столько Лет Ее Не Трогала Показала Мне Две Школьные Зеленые Тетрадки Куда Переписана Поэма В Полу Новом Виде Восьмое Июня 55 Ждала На Снарядное В Сером Платье Я Села Рядом С Геннадием Матвеевичем Шофером Корнея Ивановича А Корнея Иванович И Анна Андреевна Позади И еще Одна Пассажирка Поэма Анна Андреевна Незаметно Сунула Мне В сумку Школьные Зеленые Тетради На Рбате Мы Захватили Женю Это Мой Племянник Едем Духота Нестерпимая Но Терпеть Недолго Сейчас На Шоссе И Вылетим Загород К Деревьям Однако Не тут-то Было Мы Не Предусмотрели Стихийных Бедствий Впереди Толпа Машины Люди Опять Толпа Опять Машины И Какой-то Плакат Через улицу Встречают Неру Я Люблю Неру Но Сразу Встревожилась За Анну Андреевну Зная Как Плохо Она Переносит Всякие Дорожные Осложнения Помню Эвакуацию И Недавно Был Сердечный Приступ И Жара Геннадий В унынии Корней Иванович Смущен Женя Говорит Все Ерунда И Сыплет Проектами Попробовали Мы Вырваться На Можайское Шоссе Через Воробьевы Горы Вид Совершенно Заграничный Берлин Вена Сказала Анна Андреевна Когда Мы Объезжали Университет Стоп Милиционер Вся Можайское Шоссе Забито Народом Сказал Он Проезда Нет Вы Нам Сообщаете Об этом Просто С радостью Рассердился Корней Иванович Милиционер Ответил Внушительно Солидно Назидательно Я Не за Вас Рад Я За Вас Не рад Гражданин Какая Тут Может Быть Для Милиции Радость А радость Народа За Мероприятие Мы Повернули Анна Андреевна Как-то Потускнела Внуш сердился Что по радио Не предваряют В таких случаях Какой путь Будет закрыт Я предложил Отвезти Анну Андреевну Домой Один Женя Не смутился И по-прежнему Сыпал предложениями Благодаря своей Автомобильной страсти Он несомненно Лучше всех И лучше Геннадия Знает здешние дороги Беспокойством же О стариках И больных Он не обременен Он настаивал Что пробиваться Надо по Киевскому шоссе Но там Несколько километров До Переделкина Ямы Подумаешь Решили Пробиваться Сначала Димное Гладкое шоссе Поворот И мы на проселочной дороге И на какой еще Рытвины Колдобины Ухабы Ямы Поваленные сосны Сучья Анна Андреевна Умолкла Хотя Геннадий Матвеевич Вел машину Очень осторожно И искусно Нас трясло И то и дело Подбрасывало Корней Иванович Предложил Назло ямам Каждый раз После встряски Улыбаться Но кажется Это не удавалось Даже ему Может быть Лучше пройти Пешком Спросила Анна Андреевна Конечно Закричал Умный Женя Тут какие-нибудь Пять километров Добежать можно Анна Андреевна Так же в состоянии Пройти пять километров Как поднять На плечи дом Но вот Наконец Последний Бугор Взят Последний Колдобина Объехана И впереди Асфальт Перевели дух А вот и наши Ворота И цветы И лес Мы вышли Другой воздух Другой климат Океан Прохлады Может быть Стоило мучиться Вдвоем С Анной Андреевной Мы пошли По тропинке Вглубь сада Вернее леса И сели на лавочку Под высоченными соснами Птицы поют Тишина Легкий ветер Качает ветви И тени плавают По яркой поляне Анна Андреевна Первая увидела белку Вьющуюся вокруг ствола Вокруг и вверх Вокруг и вверх Ее полет На другую сосну Ртуть Сказала Анна Андреевна Потом Быстрая как тень Потом Здесь преступно Хорошо Корней Иванович Пришел звать С нас обедать Он старше Анны Андреевны Но ходит Гораздо легче Свободнее Чем она Быстро Уверенно Без одышки Когда она Похвалила Лес И сад И кленовую Дорожку Перед домом Он стал Убеждать Ее Поселиться У нас На лето Показал Комнату Внизу С видом На сиреневый Куст Где ей Было бы Хорошо Анна Андреевна Благодарила И обещала Подумать За обедом Когда Корней Иванович Стал расспрашивать Ее о здоровье Она рассказала О своем посещении Литфонтовской Поликлиники Врач Она фамилии Не помнит Глядя в ее карточку Начал с допроса Вы кто? Мать писателя Или Сами пишете? Сами? А почему Вы из Ленинграда Сюда приехали лечиться? В Ленинграде Ведь тоже есть Литфонд После обеда Мы поднялись В кабинет Корней Ивановича Анна Андреевна Села на диван Надела очки И я подала ей Тетрадки Она прочла Поэму Все целиком С новыми строками И строфами А потом Без промежутка Письмо К НН Корней Иванович Бурно хвалил Поэму И новые строфы Сказал Что они С такой естественностью Введены в текст Будто всегда Тут и были Тогда Анна Андреевна Лукаво Поглядев на меня Спросила у Корней Ивановича Как он думает Нужно или не нужно Письмо К НН Необходимо Ответил Корней Иванович К полному Ее удовольствию А я промолчала Анна Андреевна Решила Зайти К Пастернаку Я с ней Корней Иванович Пошел Провожать нас По дороге Корней Иванович Опять заговорил О поэме Он сказал Что вещь эта Проникнута Необыкновенно Острым чувством Истории Что она о главном Что это трагедия Времени Того и нашего Что не любить Ее Невозможно Что она заставила Его дышать Воздухом Тринадцатого Года Мы проходили Мимо длинного Фединского Забора Корней Иванович Предложил Зайти к Федину Посмотреть на Японские чудеса У него в саду Зашли Константин Александрович Поспешил К нам навстречу На нем была Какая-то Великолепная Порчевая Куртка Повел Нас По саду Его молчаливый Зять Перекапывал Клумбу Нина что-то Полола Варенька С косичками И живыми Глазами Увидев Корней Ивановича Взвезднула И бросилась Ему на шею Константин Александрович Вел нас Куда-то Вглубь Как живете Лида Спросил он На ходу Отлично Ответила я Мы сели На скамью Перед нами Было розово-белое Цветущее дерево А за ним Еще И еще Его Белые Японские Сестры Анна Андреевна Смотрела на них В молчаливом Благоговении Когда Варенька Корней Иванович И Константин Александрович Заговорили о чем-то Своем Она сказала мне Показывая на Белое деревце Словно в нем Живет Белая ночь Корней Иванович Вспомнил Что кто-то Должен к нему Приехать из города И заспешил домой А Константин Александрович Пошел проводить Нас до ворот По стернаковской Даче У калитки Откланялся А мы вошли Во двор Пусто Ни цветов Ни деревьев Один огород И в глубине Коричневая Мрачная дача Дом беды Мы пошли По дорожке К дому Анна Андреевна Тяжело Опиралась на мою руку Трудно Она стала двигаться На крыльцо Вышла какая-то Женщина Крикнула нам издали Никого дома нет Передайте Что было Ахматова Громко сказала Анна Андреевна И мы пошли обратно А потом Машина в город На этот раз Без всяких приключений Когда мы переезжали Через пруд Освещенный закатом Анна Андреевна Произнесла Четыре строки Из своего стихотворения Борису Пильнику И по тропинке Я к тебе Иду И ты смеешься Беззаботным Смехом Но хвойный лес И камыши В пруду Ответствуют Каким-то Странным Эхом Так это Тот самый Пруд Пильняк Жил в Переделкине Теперь уж Мне от этих Строчек Не избавиться Я всегда буду Повторять их На этом месте Каждый раз У Анны Андреевны Был вид утомленный И она всю дорогу молчала Только выходя из машины В ордынском дворе Сказала мне Поблагодарите Хорошенько Корнея Ивановича За прекрасную прогулку За его приглашение И слова О поэме Как Отечуковские Умеют говорить О стихах А вы поняли Я надеюсь Что Борис Леонид и Чезина Были дома Когда мы пришли Я мотнула головой С удивлением Но нельзя же Быть такой простодушной Оба дома Уверяю вас Ну конечно же И он И Зина Просто не захотели Принять нас Одиннадцатый июня Пятьдесят пятого Опять за последние дни Самое сильное впечатление Встреча с Анной Андреевной И с поэмой И со стихами Старыми сороковых годов Но для меня новыми Была у нее девятого вечера Скоро на несколько дней Она переезжает К Большинцовой То есть К Любочке Стенич В Сокольнике Там хорошо Большая квартира И деревья под окнами Но пятый этаж И нет лифта Значит поднимется Раз И окажется в заперти Безвыходно А сюда на время Приезжает Алеша Баталов Сноска Любовь Давыдовна Большинцова 1908-1983 годы жизни Переводчица В первом браке Жена Валентина Осиповича Стенича 1898-1938 годы жизни Которая в моем И не только в моем сознании Осталась навсегда Вдовой Стенича Хотя впоследствии Вышла замуж За кинодраматурга Большинцова Стенич Стиховед Страстный стихолюб Герой статьи Александра Блока Русские Дэнди Познакомился с Ахматовой Еще в 20-е годы Стенич прославился переводами Главным образом Американских И немецких писателей Именно в его переводах Русский читатель Впервые прочел Джойса Дос Пассоса Фолкнера Шервуда Андерсона А из немцев Франка Брехта И других В 1937 году Он был арестован И в 1938 Расстрелян Любовь Давыдовна Познакомилась и подружилась С Анной Андреевной В Ленинграде То ли в конце 20-х То ли в начале 30-х годов Ахматова не раз Пользовалась Заботами Большинцовой Случалось Любовь Давыдовна Дежурила возле нее В Комарове В будке Или оказывала ей Гостеприимство У себя в Сокольниках В Москве Конец сноски Начали мы не со стихов А с Дрезденской галереи Пришла Наталья Иосифовна Элегантная Моложавая Молодая Рассказала о своем визите К Заславскому По неопытности своей Она не поняла сразу Как сразу поняли все мы Что запрещение посещать галерею Детям до 16 лет Исходит не от администрации А от вышестоящих организаций И пошла к Заславскому Объясняться Воображая Будто этого холуя Можно переубедить Старый лицемер Немедленно Вскарабкался На высокие моральные позиции У меня сын 14 лет Очень чистый мальчик И я не уверен Что ему следует Показывать Дрезденскую Давид Иосифович Заславский 1880-1965 годы жизни Автор нескольких Историко-литературных работ О Салтыкове-Щедрине И Достоевском Как специалист Литературовед Он прославился Своей иступленной ненавистью К роману Бесы Роман Бесы Писал он В правде В 1935 году Возмущаясь Намерением издательства Академии Его переиздать Это грязнейший пасквиль Направленный против революции Как общественный деятель Заславский приобрел Известность Ренегатства Во-первых И угодничеством Перед властью Во-вторых До революции Заславский был Одно время Меньшевиком Потом перешел К бундовцам После революции Некоторое время Выступал против большевиков Вызывая Неудовольствие Ленина Но уже в 1919 году Признал свои ошибки И по официальным заданиям Начал писать в газетах Политические фильетоны На внутренние И главным образом Международные темы С 1928 года Заславский Один из главных Фильетонистов Правды Беседуя о нем С Анной Андреевной В 1955 Мы еще не предвидели Что в 1958 В период Травле Пастернака Заславский Выступит в правде Со статьей Шумиха Реакционной пропаганды Вокруг Литературного Сорняка Так вот Старый лицемер Немедленно Вскарабкался На высокие моральные позиции И сказал У меня сын 14 лет Очень чистый мальчик И я не уверен Что ему следует Показывать Дрезденскую Таково отношение К искусству Воинствующего И правительствующего Мещанства У правдома И инструкторы ЦК Комсомола Наверное Думают Так же Пригородные Молошницы Мед И культоработники Тоже не отстают Венера Джорджони В их восприятии Непристойное Зрелище Я ждала Гнева Анны Андреевны И гнев Разразился Заговорила Она негромко И раздельно Как всегда Когда ей Увладеет Негодование Голос Тихий Медленный И чем сильнее Бешенство Тем тише Голос Я уверена Что этот чистый Мальчик С пятилетнего Возраста Слышит Один только мат Сказала она А что же нам делать С Эрмитажем Римбрандт Рубенс С Цициан Она перевела Дыхание Ведь туда На экскурсии Толпами Водят Этих чистых Мальчиков С утра До вечера А русский Музей Фрина Семиратского А греки Которые Богов Своих Изображали Нагими Считать Наготу Непристойной Вот это И есть Похабство Она С брезгливостью Повела плечами Скоро Наталья Иосифовна Ушла Чуть только мы остались одни Я вынула из портфеля И разложила на столе поэму Анна Андреевна Нисколько Не удивившись Вынула из чемоданчика Свой экземпляр Она сидела На краю постели Я на стуле Продиктовала мне Новую строфу В примечании Всех наряднее И всех выше Хоть не видит Она И не слышит Голова Мадам Деламбаль И добавление Крешки Строфа Амадам Деламбаль Впоследствии Из примечаний Была перенесена Анной Андреевной В первую часть поэмы В интермедиу Через площадку Добавления же Крешки Были, судя по рукописи Сделаны ею Не к строфам А вставлены В прозаическую Ремарку Диктуя строфу Амадам Деламбаль Сказала Я отлично знаю Французский Но писать не умею И ни на одном языке Не умею Только мама И папа Дала мне поручение Узнать точно Как пишется по-французски Фамилия Ламбаль Можно ли Рифмовать Гарнаваль И подробнее Что такое Баута За окном Полил дождь Он шумел в листьях И барабанил по стеклу Меня поразило Что Анна Андреевна Его не услышала У нее так же плохо Со слухом Как у меня Со зрением Машина Дождя Работала За окном Гулка И бесперебойно Уже минут двадцать Когда Анна Андреевна Увидев на стекле Струйку воды Проговорила Смотрите Оказывается дождь У вас зонтик с собою К письму Она продиктовала мне Большие новые поправки Попросила Чтобы я отдала Письмо машинистке Поправки диктовала Каким-то беспомощным голосом Все время Перебивая себя вопросом Это лучше Это понятно В прозе движется Она неуверенно Как будто Под ногами плот А не квадратики паркета Обаяние чувствуется То же Что и в стихах Но силы Непреложности Нет Синтаксис Какой-то неуверенный Прилагаю текст Письма К НН Который Анна Андреевна Дала мне в тот день Для перепечатки Из письма К НН И вы Зная Обстановку Моей тогдашней жизни Можете судить Об этом Лучше других Осенью 1940 года Разбирая Мои старые Впоследствии Погибшей Во время Осады Бумаги Я наткнулась Надо мной Бывшие у меня Письма И стихи Прежде не читанные Мной Бес попутал В укладке Рыца Они относились К трагическому Событию 1913 года О котором Повествуются В поэме Без героя Тогда я написала Стихотворный Отрывок Ты в Россию Пришла Неоткуда Второй Из женских Портретов Моих Современец Первый Назывался Современец Вы даже Может быть Еще помните Как я читала Вам Оба эти Стихотворения В фонтанном Доме В присутствии Старого Шренетевского Клена А свидетель Всего на Свете В бессонную Ночь 26-27 Декабря Этот Стихотворный Отрывок Стал неожиданно Расти И превращаться В первый Набросок Поэмы Без героя История Дальнейшего Роста Поэмы Кое-как Изложена В Бармотании Под заглавием Вместо Предисловия Набросок Этот Я читала На моем Вечере В Союзе Писателей В марте 1941 Года Вы не можете Себе представить Сколько диких Нелепых И смешных Толков Это петербургская Повесть Строже всего Как это ни странно Ее судили Мои современники И их обвинение Сформулировал Может быть точнее Других В Ташкенте Икс Когда он сказал Что я свожу Какие-то старые Счеты С эпохой Десятые годы И с людьми Которых Или уже нет Или которые Не могут Мне ответить Тем же Кто не знает Этих Счетов Поэма Будет непонятно И неинтересно Другие В особенности Женщины Считали Что поэма Безгероя Измена Какому-то Прежнему Идеалу И что еще Хуже Разоблачение Моих давних Стихов Которые Они так Любят Так Так В первый раз В жизни Я встретила Вместо Потока Патоки Иногда Превращающего Поэта В идиота Искреннее Негодование Читателей И это Естественно Вдохновило Меня В течение Пятнадцати лет Эта поэма Неожиданно Как припадке Какой-то Неизлечимой Болезни Вновь Настигала Меня И я не могла От нее Оторваться Дополняя И исправляя По-видимому Оконченную Вещь Я пила Ее В капли Каждой И бесовскую Черной Жаждой Одержимо Не знала Как Не разделаться С бесноватой И неудивительно Что Зет Как вам известно Сказала мне Ну вы пропали Она вас Никогда Не отпустит Но я замечаю Что письмо Мое длиннее Чем ему следует Быть А мне еще Надо 27 мая 1955 Москва Наивно Было Думать Что письмо К Н.Н. Это Реальное Письмо Посланное Мне Или Кому Нибудь Иному Впрочем Адресованное Все-таки Мне Это Одна Из Игр Автора С читателем Которыми Столь богата Поэма Без героя Письмо К Н.Н. Недолго Удержалось Поэме Сначала Оно Было Введено В текст А затем Через Несколько Лет При очередной Переработки Изъято Навсегда Начиная С 1960 Года В машинописанных Экземплярах Поэмы Исходящих Непосредственно От Анны Андреевны Письмо К Н.Н. Более Не Встречается Досадно Видит Письмо Письмо К Н.Н. Он помещается Абрама 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 Эфроса По письму Абрама 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 Они тут и Абрама 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 Ташкентских Времен Слышала Эту просьбу Приглядите Обещайте Дайте Мне Слово Та же Просьба Хоть и в иной Форме Выражена Ею В предсмертной Тетради Несколько Страниц Поручений О заглавленных Для Лиды Обращалась Она С подобными Просьбами В разное Время К разным Людям Ни ко мне Одной Но Моей Будущей Невозможности Приглядеть Она Не Пречувствовала Хотя После ее Кончины Я Была Введена В состав Комиссии По Литературному Наследию Анны Ахматовой 9 Января 1974 Года Меня Исключили Союза Писателей Лишив Тем Самым Возможности Какого Либо Участия В Литературной Жизни Так Завершился Процесс Моего Исключения Фактически Начатый Гораздо Раньше Об этом Подробно Рассказано В автобиографической Книге Которой Так и Называется Процесс Исключения Ни одна Моя строка Не могла Более Прорваться В печать Однако Просьба Анны Андреевны Относительно Стихотворения И ты ко мне Вернулась Знаменитой Была Мною По недосмотру Цензуры Все-таки Исполнена С моей Разъяснительной Водкой Оно Напечатано В 1967 Году В номере Пятом Журнала Литературная Грузия Приглядите Дайте мне Слово Обещайте Говорила мне Не раз Анна Андреевна Она не предвидела Что случится С жизнью Моей Как могу я Приглядеть За чем-нибудь Ахматовским Если мне Не только Запрещено Опубликовать Воспоминания Родном отце Но из чужих Воспоминаний О Корнее Чуковском Вычеркивается Мое имя А принимая К печати Фотографии Корней Ивановича Среди детей Цензоры И редакторы В лупы Рассматривают Детские лица Чтобы на снимке Не дай бог Не появилось Мое семилетнее лицо Из моих записок Об Анне Ахматовой Да не только записок Каждый Желающий Беспрепятственно И не ссылаясь На источник Берет Что ему Вздумается Он сознает Полноту Своей безнаказанности Мои протесты Не будут Опубликованы Написано В 1980 В настоящее время Положение изменилось С 1988 Года Я снова Член комиссии По литературному Наследию Анны Ахматовой А в 1989 Союз писателей Без просьбы С моей стороны Отменил Решение 1974 Года Книга же Процесс исключения В 1990 Году Вышла В Москве Продолжена В 1991 Году Анна Андреевна Произнесла Короткое стихотворение Горестное Открытое Будто Дала Мне Потрогать Рукою Свою Беззащитность И боль И ты Ко мне Вернулась Знаменитой Темно-зеленой Веточкой Повитой Изящна, равнодушна и горда. Я не такой тебя когда-то знала, И я не для того тебя спасала Из месива кровавого тогда. Не буду я делить с тобой удачу, Я не ликую над тобой, а плачу. И ты прекрасно знаешь, почему. И ночь идет, и сил осталось мало. Спасишь меня, как я тебя спасала, И не пускай в колокочущую тьму. Я думаю, это впервые за все существование поэзии. Поэт обращается с мольбой о помощи не к другу, Не к людям вообще, не к природе, не к Богу, А к собственному своему творению. Поэт просит помощи у созданной им поэмы. Спасишь меня, как я тебя спасала. В этих стихах, что редкостно в поэзии Ахматовой, Нет никакой опоры на реальный мир, Никаких внешних конкретностей, Ни облаков, ни бессмертника, ни муфты, Ни хлыстика, ни сада, ни дома, Ни набережной, ни птиц, Ни Петропавловской крепости, Ни мостов, ни закатов. Одно раздумье, Оканчивающийся мольбой «Спасишь меня, как я тебя спасала». Хотелось бы мне когда-нибудь понять, догадаться, Чем преображена фраза, воспроизводящая интонацию совершенно обыденную, Домашнюю даже, Словно выговор ребенку, И ты прекрасно знаешь, почему. Что превращает ее из прозаического упрека В торжественную жалобу, В какую-то музыку стона, То место, на котором строка эта поставлена в стихе. Анна Андреевна сказала мне, Что оно было написано в сорок четвертом году, В сочельник. Я запомнила все стихотворение мгновенно, От слова до слова, Будто оно всегда жило во мне, Записала его на чистом листке И дала Анне Андреевне проверить и подписать. Пока она боролась с моим пером, Жалуясь, что не умеет писать им, Я с новым чувством умиления Смотрела на эти старческие руки в перстнях, На эту склоненную над столом седую голову, На эти выцветшие пронзительно умные глаза. Седое чудо! О, мое седовласое чудо! Она написала под стихами 9 июня 55 год. По моей просьбе она продиктовала мне И стихотворение Пельнику. Я помнила пруд и конец, Но позабыла начало. А теперь оно у меня целиком. Все это разгадаешь ты один, Когда бессонный мрак вокруг клокочет, Тот солнечный, тот ландышевый клин Врывается во тьму декабрьской ночи, И по тропинке я к тебе иду, и так далее. Совсем не помню, когда оно было написано, Сказала Анна Андреевна, окончив диктовать. А вот что помню, Незадолго до той поездки в Переделкино, О которой тут речь, Я написала стихотворение Пастернаку. Пельняк тоже сказал, А мне и вам напишу. И вот когда довелось написать. То есть после ареста Пельняка, Когда уже разнесся слух о его гибели. Дважды звонила Анна Андреевна, Которая уже снова у Ардовых, А я не могла откликнуться на ее зов. Я больше на даче, чем в городе. Наверное, там накопились уже новые строки, И она хотела вместе понянчить поэму. 16 июня 55-го. Из Нового мира, куда ходила за своей версткой, Канни Андреевне. Она тревожная, Грустная, бродит по ардовским комнатам. Приняла меня в столовой. У нее в комнате спит Ирина Николаевна, Приехавшая из Ленинграда, Вместе с Аней и мужем. В столовой с ногами и на диване Сидит Аня и читает Викторию. Анна Андреевна находит эту девочку красивой, А, на мой взгляд, она несколько простовата. Скоро пришел Ирин муж, Уж совсем непонятный. Анна Андреевна увела меня в комнату мальчиков, И там я вынула из портфеля поэму, Которую на всякий случай всегда таскаю с собой. Она внесла поправку в одну из троф решки. Сделала теперь так. У шкатулки ж двойное дно. Было. И смущение свое не прячу Под укромный противогаз. Потом вместо противогаза стало, Чем как будто смущаю вас. Затем Анна Андреевна посередине страфы сделала, Впрочем, это мне все равно, Вместо это в последний раз. Тогда стала возможна новая рифма, И Анна Андреевна закончила страфу по-новому. У шкатулки ж двойное дно. Но и это еще не окончательно. Затем на обороте моего экземпляра, Где было написано ею окончательный текст 9 июня 55-го, Она перед девяткой поставила единицу, И получилось 19 июня, Хотя сегодня только 16-е. Но дело не в этом, А в том, что и 19-го текст не станет окончательным. И не скоро еще, я убеждена. Пересказала мнение Шервинского о поэме, По-моему, совершенно ошибочное. Это якобы не поэма, А цепь отдельных лирических стихотворений. Неверно, никаких отдельных стихотворений тут нет. Второе, это старомодно, десятые годы. Неверно, тут только по материалу десятые годы, А сама поэма оглушительно нова, В такой степени нова, Что неизвестно, поэма ли это, И нова не для одной лишь поэзии Анны Ахматовой, А для русской поэзии вообще. Может быть, и для мировой. Я судить не могу, я слишком невежественна. Тут все впервые. И композиция, создающая некую новую форму, И строфа, и самое отношение к слову, Акмеистическим, точным, конкретным, Вечным словом Ахматова воспроизводит Потустороннее, духовное, отвлеченное, таинственное. Конечно, это свойство всегда было присуще поэзии Ахматовой, Но в поэме оно приобрело новое качество. Острое чувство истории, Тоже всегда присущее поэзии Ахматовой, Тут празднует свое торжество. Это праздник памяти, пир памяти. А что память человека нашей эпохи, набитой мертвецами, Вполне естественно. Поколение Ахматовой пережило 1914-й, 17-й, 37-й, 41-й и прочее, и тому подобное. История пережита автором интимно, лично. Вот в чем главная сила поэмы. Тут и те, кто погиб в предчувствии гибели, Самоубийца Князев, например. Сколько гибелей шло к поэту. Глупый мальчик он выбрал эту. Ни в проклятых мазурских болотах, Ни на синих карпатских высотах. В поэме не вообще мертвые, Убитые, замученные, расстрелянные, А ее мертвые, Те, что когда-то делали живой ее жизнь. Герои ее лирических стихов. Но это вовсе не превращает поэму в цепь лирических стихотворений, Как полагает Шервинский. Это только пропитывает эпос лирикой, Делает поэму лирико-эпической, Бездонно-глубокой, Хватающей за душу. У шкатулки ж двойное дно. А какое дно у памяти? Четвертое, семерное? Не знаю, память бездонна. Поглядишь, голова закружится. Напишите мне то, что вы сейчас сказали, Попросила Анна Андреевна. Написать? Я обещала. Но вряд ли сдержу обещание. Поэма слишком сложна. Тут, как Анна Андреевна говорит о пиковой даме, Слой на слое. Слой на слое. 30 июня 1955-го. Получила от Анны Андреевны подарок. Недавно она спросила, Каких ее книг у меня нет. Я ответила без всяких задних мыслей. И вот теперь она купила у Крученыха И сама привезла мне Белую стаю. Берлинское издание 1923 года. С надписью. Признаться, я никогда не чувствовала В этой книге особой нужды. Потому что почти всю ее знаю наизусть с детства. Но так приятно держать ее в руках И перечитывать добрую надпись И заново узнавать знакомые стихи. Надпись. Милой Лидии Корнеевне Чуковской. Давнюю книгу. На память о ее авторе. С любовью Ахматова. 28 июня 1955 год. Москва. За это время Анна Андреевна была у меня дважды. Первый раз я не записала вовремя, Да и ничего особенно интересного не говорилось. А второй раз — это третьего дня. 28 июня. Она позвонила мне перед вечером И попросила увезти ее к себе, Потому что Ардовы празднуют день рождения Евгении Михайловны, Матери Виктора Ефимовича. У них шумно, а у нее голова болит. И вот преподнесла мне белую стаю. Села за большой письменный стол Корнееванча, И я положила перед ней все ее книги. Она начала перелистывать из шести книг И проставлять под стихами даты. Потом зачеркнула над стихотворением «Как мог ты, сильный и свободный?» Имя Шелейка. И объяснила мне. Никакого отношения к Владимиру Казимировичу Эти стихи не имели. Пришлось в ту пору так пометить, Чтоб прекратить сплетни. Над стихами зажженных рано фонарей Вместо встречи поставила призрак. Книга Ива, оказывается, должна называться «Тростник». Она объяснила, почему. И первое стихотворение там не Ива, А Лозинскому. «Почти что от литейской тени». Впоследствии Анна Андреевна Первую строку переделала так. «Почти от залитейской». Анна Андреевна своей рукой Зачеркнула название Ива И написала «Тростник». Объясняя мне, почему она дала Этому циклу такое заглавие, Анна Андреевна пересказала Одну восточную легенду. Старшие сестры убили меньшую На берегу реки. Убийство удалось скрыть. Но на месте пролитой крови Вырос тростник. Весной пастух срезал дудочку, Дунул в нее, И тростник запел песню О тайном злодействе. Не знаю, помнила ли Анна Андреевна Стихотворение Лермонтова «Тростник». Это тоже стихи о тайном убийстве. Рыбак срезал тростник на берегу реки, Сделал дудочку и дунул в нее. И будто оживленный, Тростник заговорил, То голос человека и голос ветра был. Голос убитого человека. После того, как Анна Андреевна Пересказала мне легенду, Я поняла первоначальный И несостоявшийся Замысел всего тростникового цикла. По-видимому, именно в этот цикл Должны были войти Такие стихотворения тридцатых годов, Как «Привольем пахнет дикий мед», «С Новым годом, с новым горем», «Немного географии» И вот наперекур тому, И, безусловно, стихи из цикла «Венок мертвым». Осуществить этот замысел в печати тогда Нечего было и думать, И весь цикл в книге сорокового года Мирно назывался «Ива». В первой половине шестидесятых Анна Андреевна попыталась было Включить некоторые из перечисленных Выше стихов в бег времени, Но редакция их оттуда выкинула. Большинство из этих стихотворений Впервые напечатаны посмертно, И при том за границей. Я спросила у Анны Андреевны, Что она сейчас читает. «Мистерии» Я обрадовалась. Изо всех гамсоновских романов Этот мой самый любимый. «Я читала его лет тридцать назад», Сказала Анна Андреевна. «Конечно, в смысле чувств Я его и тогда понимала вполне, А в смысле литературном — нет. Я только сейчас до конца поняла, Какая это смелая вещь. В ней и Джойс, И вся современная литература. И какая она русская, Как виден в ней Достоевский. Я спросила, За что она не любит Станиславского? Однажды мимоходом призналась. «Не люблю. Он многое и многих загубил в театре. Он нашел способ ставить чеховские пьесы. Что-то в них открыл. Но потом пытался применить тот же метод К другим пьесам. Пауза и прочее. И это оказалось губительно. Мы видим, что вышло. Не говорите, пожалуйста, как все. Плохо, мол, сделалось без него. Бездарные люди не умеют применять его систему. И при нем было точно то же. Не обольщайтесь. Когда в других театрах смотришь, например, Федру, Думаешь о страстях человеческих, О любви, о судьбе, о смерти. Это и есть театр. А когда смотришь спектакль, поставленный Станиславским, Все так уж реально, так уж точь-в-точь, Что думаешь, а есть ли в этой квартире комната Для домашней работницы? А не пора ли им уже обедать? Они что-то давно не ели. А не пора ли уж и в уборную? Я спросила, Видела ли она Станиславского на сцене? Я видела в Вишневом саде, И никогда не забуду. Великий актер. На сцене не случалось, Ответила Анна Андреевна, А лично видела в санатории. Там все демонстративно его обожали. А был ли он в самом деле такой красивый, Как на фотографии? Спросила я. Что вы, нисколько. Напротив, обезьянье лицо, обезьянье руки. Но вот чем он мне привлекателен. Настоящей одержимостью и искусством. Ему, конечно, на все и всегда было наплевать. Только бы ставить и ставить спектакли, Только бы торжествовал театр. Жизнь помимо театра его просто не занимала. Такая ли, иная ли. Я пошла ее проводить. По дороге заговорили о Фрейде. Я призналась в своей нелюбви. Все мне кажется неправдивым, придуманным в его теориях, Кроме развитой огромной роли, Какую он приписывает раннему детству. «Фрейд — мой личный враг», — С торжественной медлительностью произнесла Анна Андреевна. «Ненавижу все, и все ложь». Любовь для мальчика или девочки Начинается за порогом дома, А он возвращает ее назад, в дом, К какому-то кровосмешению. А насчет раннего детства догадывались и без него. Анна Андреевна шла трудно, с одышкой. Я остановила такси. В машине случился смешной эпизод. Она прочитала мне одно свое давнее стихотворение, Которого я никогда не слыхала. Кажется так. Я знаю, с места не сдвинуться Под тяжестью веевых век. Ой, если бы вдруг откинуться В какой-то семнадцатый век, И дальше с бояренью Морозовой Сладимый медок попивать. Жалуюсь, что безнадежно забыла Какие-то первые четыре строки, Анна Андреевна потребовала, Чтобы я их вспомнила. Я и толкую это стихотворение, Вы мне сейчас прочитали в первый раз. А она повторяет. Ну, постарайтесь, пожалуйста, Припомните, я вас прошу. Тут не хватает всего только четырех строк. Для вас это пустяки. Вы — моя последняя надежда. Я опять объясняю, Что стихов этих до сего дня Никогда не слыхала. Она словно поняла, поверила. И мы заговорили о другом. Но когда я помогала ей выйти из машины Во дворе ее дома, Она повторила опять. Пожалуйста, вспомните первые четыре строки. Остальное известно. Я знаю, С места не сдвинуться Под тяжестью веевых век. О, если бы вдруг откинуться В какой-то семнадцатый век, С душистой веткой березовой Под троицу в церкви стоять, С боярой нее морозовой Сладимый медок попивать, А после надровняк в сумерки В навозном снегу тонуть. Какой сумасшедший Суриков Мой последний напишет путь. Одиннадцатое июля пятьдесят пятого Вчера днем я забегала ненадолго к Ане Андреевне. Она собиралась в гости. Мы посидели за столом в столовой Вместе с Мишей и Виктором Ефимовичем. Ели молодую картошку и огурцы. Виктор Ефимович во главе стола В сапожницком фартуке Мастерит какой-то короб. Орудует шилом, прошивает крышку Толщеными нитками, как заправский сапожник. Миша хозяйничает. С первого взгляда он разительно похож на отца. Со второго видишь в нем Нину. Смуглое белозубое лицо, Бархатные темные глаза, Что-то мягкое сквозь решительность. Анна Андреевна недавно сказала мне, «Миша у нас добрый, как девочка». Она собиралась к Фаине Георгиевне. Переодевалась, долго говорила по телефону. Фаина Георгиевна Раневская. 1896-1984 годы жизни. Актриса, прославившаяся комедийным, иногда и гротескным исполнением характерных ролей, главным образом в русских классических пьесах и в инсценировках русской классики. Островский, Чехов, Достоевский, Тургенев. С огромным успехом снималась она и в кино. Например, в 1940 году сыграла Лелю в «Подкидыше» в фильме, созданном «Лукашевич». Раневская была столь знаменита, что ее постоянно узнавали на улицах. Во время войны она была эвакуирована в Ташкент. Однажды я шла по длинной Ташкентской улице, и все, кто шел мне навстречу, смеясь и подталкивая друг друга, повторяли одну и ту же фразу «Муля, не нервируй меня» из «Подкидыша». Я догадалась, только что передо мной прошла Раневская. Ахматова и Раневская подружились в Ташкенте. Анна Андреевна называла ее «Чарли», подразумевая Чаплина, а Раневская ее «Рабби». Воспоминания об Ахматовой Раневская так и не написала. Только после кончины Фаины Георгиевны у нее в архиве были обнаружены отрывочные наброски предполагаемых мемуаров. Среди другого материала они были напечатаны Гольденбергом 16 сентября 1989 года в газете «Советская культура». В 1988 году издательство «Искусство» выпустило сборник воспоминаний и статей о Раневской. Видела я Анну Андреевну сегодня лишь мельком и на людях. За столом я начала цитировать идиотическую рецензию ложечка, внутреннюю, начито стихи. Ритм обыкновенный, рифма нормальная, поэтика на среднем уровне. И не могла продолжать, потому что у Анны Андреевны исказилось лицо, и она ударила кулаком по столу. Это бандит, это бандитизм. Меня порадовало ее возмущение. Братья-литераторы давно разучились возмущаться такими вещами, и принимают невежество и наглость ложечка как нечто неизбежное. Я это много раз наблюдала, а ведь ложечка надо лишить права рецензировать рукописи за эту одну единственную фразу. И бороться против ложечка обязаны мы. Я пыталась бороться. Внутренняя рецензия ложечка потому и попала мне в руки, что я в ту пору уже собирала материал для статьи «Рабочий разговор». Миша вызвал машину и проводил нас через двор. Анна Андреевна велела шоферу ехать по улице Горького. В машине я ей рассказала, что, перечитывая блоковские записные книжки, с удивлением слежу за черновиками. Оказывается, стихи его лились потоком, сплошным, общим. И только потом, постепенно, из этого общего потока выкристаллизовывались отдельные стихотворения, посвященные разным людям и на разные темы. А поначалу они были едины. Словно широкая река у нас на глазах распадается на речки, ручейки, озера. Это очень интересное наблюдение, сказала Анна Андреевна. Вам непременно следует написать статью, ведь обычно-то бывает наоборот. А вы не заметили там черновика стихотворения, посвященного мне? Нет? В окончательном виде это мадригал. Все как полагается. А в черновике чего только нет. Тут и демон, тут и не весь что. Читая записные книжки и беседу с Анной Андреевной, я позабыла, что наблюдение это было сделано не мною, и при том значительно ранее. Корней Иванович Чуковский в статье «Последние годы Блока» писал, «В сущности не было отдельных стихотворений Блока, а было одно сплошное неделимое стихотворение всей его жизни, которое и лилось непрерывно с 1898 по 1918 год». С черновыми набросками Блока к стихотворению Анне Ахматовой Анна Андреевна имела возможность ознакомиться впервые в издании Александр Блок, полное собрание стихотворений в двух томах, вступительная статья редакции примечания Орлова. Там, в частности, переведены такие черновые наброски. «Знаю, многие люди твердить вам должны, что вы странно красивы и странно нежны, а также кругом твердят, вы демон, вы красивы, и вы покорная молве, шаль желтую накинете лениво, цветок на голове». В цитируемом издании под редакцией Орлова, не в первом томе, где напечатаны самые стихи Блока Ахматовой, не во втором, где приводятся черновики к нему, имя Ахматовой не упомянуто. Стихотворение обращено неизвестно к кому. Объясняется это, не суразится, годом издания, 1946. Впервые черновики к этому стихотворению с указанием, кому оно обращено, опубликованы в книге «Александр Блок. Собрание сочинений в восьми томах. 1960 год». 18 июля 1955. Событие. Анна Андреевна на днях читала мне новые стихи. И какие? Начала она с переводов вьетнамцев, а потом прочитала свою. Не сороковых годов стихотворения, а теперешние. Первое теперешнее со времен нашего московского знакомства. Набросок новой ленинградской элегии. Всех их, по ее словам, будет пять. На самом деле семь. Я мало что запомнила, к сожалению. Кончается так. И длилась пытка счастья. Где-то в начале приятели средь камешков речных. И еще. Уже я знала список преступлений, которые должна я совершить. Сразу не охватишь и не ухватишь. Родственно эпическим мотивом. Но бемолизировано до такой степени, что мороз по коже. И никакого розового детства. Веснушечек и мишек и кудряшек. И добрых теть, и страшных дядь, и даже приятелей средь камешков речных. Себе само я с самого начала то чьим-то сном казалась или бредом, или отражением в зеркале чужом, без имени, без плоти, без причины. Уже я знала список преступлений, которые должна я совершить. И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь и испугала жизнь. Она передо мной устлалась лугом, где некогда гуляла прозерпина. Передо мной безродной, неумелой. Открылись неожиданные двери, и выходили люди и кричали «Она пришла, она пришла сама». А я на них глядела с изумлением и думала «Они с ума сошли». И чем сильнее они меня хвалили, чем мной сильнее люди восхищались, тем мне страшнее было в мире жить. И тем сильнее хотелось пробудиться. И знала я, что заплачу старицей в тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме, везде, где просыпаться надлежит, таким, как я. Но длилась пытка счастья. Москва, 4 июля 1955 года. Анна Андреевна спросила «Что это, как?» Я попробовала найти слова. «Страшное», — сказала я. «Страшнее, чем Гафманиана в поэме. Не жизнь, не эпизоды жизни, а один все победивший звук, главный звук прожитого, над всем торжествующий». Анна Андреевна слушала внимательно и в то же время как будто рассеяно. «Может быть, может быть», — приговаривала она. «Пожалуй, а еще...» «Сильная», — сказала я, особенно ко второй половине, к концу. «Но мне не нравится, они с ума сошли, очень уж по-обывательски для этого высокого звука, и потом где-то к концу какой-то неуместный намек на рифму». «Не только это, тут еще много будет перемен», — сказала она. Работу над своей второй северной элегией Анна Андреевна так и не завершила. «Вьетнамцы искусны». «Хочу попытаться стихотворение мальчики пристроить пионерскую правду. Я была поражена тем, как Анна Андреевна обрадовалась моему намеренью. Деньги вряд ли. Что-то могут заплатить за одно маленькое стихотворение. Или необходимость прочно утвердить себя на материке переводов». В 1955 году с предисловием Сафронова Госледиздат срочно выпустил стихи поэтов Вьетнама, где на странице 207 напечатано и стихотворение «То Хио» о вьетнамском мальчике в переводе Ахматовой. В газете же этот перевод опубликован не был. Причин отказа не помню. Опубликованы ли другие ахматовские переводы из вьетнамцев, мне неизвестно. Анна Андреевна с удовольствием дала мне прочесть в литературной газете заметку Романенко, где упоминаются в числе удачных ее переводы из Попова. Леонид Попов, 1919-1990 годы жизни, якутский поэт. «Я зашла домой, негодуя на свою утраченную память. Мне уже тяжело жить в разлуке с этой последней элегией. И когда еще она, Андреевна, кончит на дни работать и позволит переписать?» Вспомнила первую строку. «И никакого розового детства». Я давно уже подозревала по многим признакам, да и по ее ленинградским рассказам, что детство у Ахматовой было страшноватое, пустынное, заброшенное, нечто вроде фонтанного дома. «Только на какой-то другой манер. А почему, не решаю спросить. Если бы не это, откуда взялось бы в ней чувство беспомощности при таком твердом сознании своего превосходства и своей великой миссии?» Раны детства неизлечимы, и они были. И никакого розового детства. Сейчас ночью, зацепившись за «Чем сильней», я восстановила в памяти весь конец. И чем сильней они меня хвалили, чем мной сильнее люди восхищались, тем мне страшнее было в мире жить, и тем сильней хотелось пробудиться. «И знала я, что заплачу старицей в тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме, везде, где просыпаться надлежит таким, как я. Но длилась пытка счастья. Кусок необыкновенный. Но вот она где, неуместная полурифма. Пробудиться старицей». 19 июня 55-го. Вчера забыла записать. Я рассказала Ане Андреевне о письме, полученном Лидии Николаевны Кавериной от жены Зощенко. Это письмо Лидия Николаевна принесла Каню Ивановичу. Жена Зощенко пишет, что Михаил Михайлович тяжело болен, отекают ноги, отсутствие работы сводит его с ума. Из октября ему вернули рассказ. В Союзе, в Ленинграде, разъяснили, что печатать его не будут. Корней Иванович поехал в Союз к Поликарпову, но тот в отпуске. Корней Иванович пошел с этим письмом к Смирнову, потом к Суркову. У Корней Ивановича впечатление такое, что спасать Зощенко они не станут, хотя разговоры велись корректные. Привожу отрывки из письма Веры Владимировны Зощенко от 4 июля 55-го к Лидии Николаевне Кавериной, того письма, с которым Корней Иванович ездил к руководителям Союза писателей. «По-моему, все сейчас настолько скверно, как никогда еще не было». Октябрь вернул Михаил Михайловичу рукопись с крайне вежливой телеграммой, извещающей, что, к большому сожалению, рассказы для журнала не подошли. Это было для него таким страшным ударом, что я боюсь, ему от него не оправиться. В последний свой приезд в Сестрорецк он прямо говорил, что, кажется, его, наконец, уморят, что он не рассчитывает пережить этот год. Особенно потрясло Михаил Михайловича сообщение ленинградского начальства, что будто бы его вообще запретили печатать, независимо от качества работы. По правде сказать, я отказываюсь в это поверить. Но Михаил Михайлович утверждает, что именно так ему было сказано в Ленинградском Союзе. Он считает, что его лишают профессии, лишают возможности работать, а этого ему не пережить. Выглядит он просто страшно, худой, изможденный. Сердце сдаёт до того, что по утрам страшно опухают ноги, ходят еле-еле, медленно, с трудом. Из Москвы передали через Проковьево, что там ждут от Михаила Михайловича какого-то письма в Союз с копией в ЦК о том, что написать нужно. Михаил Михайлович сам давно думал и не написал до сих пор, во-первых, потому, что вначале мешало ужасное физическое и моральное состояние, в котором он находился. Во-вторых, когда здоровье немножко поправилось, он решил, что должен ответить своей работой, и все силы, все нервы, весь мозг вложил в свою книгу, которую писал для октября. И вдруг такой ужасный, неожиданный удар. Вообще, всё было бы совершенной катастрофой, если б не одно обстоятельство, за что должно принести глубокую благодарность дорогому Вениамину Александровичу Каверину. Благодаря его хлопотам Михаил Михайлович получил, наконец, предложение от автора, забыло фамилию, на Большой Осетинский перевод. К сожалению, дело затянулось с оформлением договора, и ужаснее всего вся дикая несправедливость, нелепость выдвинутых против него обвинений и невозможность реабилитировать себя. Остальные дела тоже не веселят, но всё меркнет перед страхом за жизнь Михаила Михайловича и перед огромной жалостью к нему, так жестокой и несправедливо обиженному. Загублена человеческая жизнь. Загублен большой своеобразный талант. И это просто трагично. Конец письма. А ведь это лучшее из современных прозаиков. Итак, всё как положено, дьяволом или богом. Художник умрёт, книги его воскреснут, следующее поколение объявят его классиком, дети будут проходить его в учебниках. Всё, Александр Герцевич, заверчено давно. Анна Андреевна сказала, Михаил Михайлович, человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить. Сначала я не понял постановление, потом кое с чем согласился. Кое с чем. Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так. Не повезло нам. Если бы я отвечала первой, а он вторым, он по моему ответу догадался бы, что и ему следовало отвечать так же. Никаких нюансов и психологий. И тогда гибель миновала бы его. Но его спросили первым. Главной причиной, по которой Анна Андреевна ни в коем случае не могла отвечать по правде, была судьба Лёвы. 7 августа 1955-го. На днях была у Анны Андреевны. Так, начерно. Забегала поздороваться после приезда. Я ездила в Ленинград. Сегодня вечером пойду к ней опять. Она какая-то грустная, вялая, хотя и сообщила мне две хорошие новости. Первое. Постановление 1946-го года не будет больше проходиться в школе. Второе. Полковник Ковалев сказал Эмме Григорьевне, что Лёвина дело рассматривается душевно. О, Господи! Хоть бы конец! Полковник Ковалёв – это заведующий приёмной военной прокуратуры СССР. Узнав, что в Ленинграде я побывала у Зощенко, Анна Андреевна потребовала полного отчёта об этом посещении. У Зощенко я побывала 30 июля. Корней Иванович поручил мне передать Михаилу Михайловичу деньги и пригласить его провести лето в Переделкино. Я торопилась, но не могла отказать Анне Андреевне. Она выспрашивала все подробности, какая комната, как он выглядит, как и что говорит. Сноска. В свой дневник Корней Иванович вклеил моё письмо к нему из Ленинграда о том, как я побывала у Зощенко. Он похож на Гоголя перед смертью. И при этом умён, тонок, великолепен. Получил телеграмму от Каверина с сообщением, что его загрузят работы и через два дня ждёт В.А. к себе. Говорит, что приедет, если приедет осенью, а не теперь. Болен, целый месяц ничего не ел, не мог есть. Теперь учится есть. Тебя очень-очень благодарит. Обещает прислать новое издание книги за спичками. Худ страшно, вроде Жени. Мне на всё уже наплевать. Но я должен сам зарабатывать деньги. Не могу привыкнуть к этому унижению. Конец сноски. Я постаралась ответить Анне Андреевне, возможно, точнее. Комната большая, опрятная. Пустоватая. С остатками хорошей красной мебели. Михаил Михайлович неузнаваемый худ. Всё на нём висит. Самое разительное — у него нет возраста. Он — тень самого себя. А у теней возраста не бывает. Таким, вероятно, был перед смертью Гоголь. Старик? На старика не похож. Ни седины, ни морщин, ни сутулости. Но померкший, беззвучный. Замороженный, замедленный. Предсмертный. В молодости он разговаривал со всеми очень тихим голосом, но тогда это воспринималось как крайняя степень деликатности. А теперь в его голосе словно не осталось звука. Звук из голоса выкачан. При этом на здоровье он не жалуется. Напротив, уверяет, будто с помощью открытой им психотехники сам вылечил своё больное сердце. Заботливо расспросив, отчего умерла моя мать, он выразил уверенность, что если бы врачи владели тем методом психотехники, который открыт им Михаил Михайловичем, она, безусловно, до сих пор была бы жива. Мария Борисовна Чуковская скончалась 21 февраля 1955 года от второго инсульта. «Анна Андреевна перебила меня. Бедный Мишенька. Он потерял рассудок. Он не выдержал второго тура». Под словами «второй тур» Ахматова подразумевала травлю, которой подвергся Зощенко после своего ответа английским студентам. Как катастрофу, которая доконала Зощенко, восприняли современники июньское собрание Ленинградского союза писателей, где Михаил Михайлович не только выслушал грубые нападки, но имел смелость и ответить на них. Сохранилось немало воспоминаний об этом собрании, устных и письменных. Суть крамольного ответа Зощенко сводилась к тому, что о литературных трудах своих судить он неволен, но никто не смеет от него требовать, чтобы он признал себя негодяем. В президиуме Кочетов и другие члены правления, а также вызванный на подмогу Константин Михайлович Симонов, докладчик, профессиональный литубийца Друзин, вспоминает Ирина Кичанова-Лившиц. Он клеймит Зощенко, как он посмел не согласиться с постановлением ЦК. Михаил Михайлович выходит на трибуну, маленький, сухонький, прямой и желтобледный. Чего вы от меня хотите? Чтобы я сказал, что я согласен с тем, что я подонок, хулиган, трус? А я русский офицер, награжден георгиевскими крестами. — Моя литературная жизнь окончена. Дайте мне спокойно умереть. Сошел с трибуны, направился к выходу. Все смотрели в пол. В двух концах зала раздались аплодисменты. Аплодировали я и мэттер. Встал Симонов. Тут товарищ Зощенко бьет на жалость. О том же собрании вспоминает Лидия Гинсбург в книге «Человек за письменным столом». Вот подлинная структура события, его костяк. Абсолютная сила сочла нужным применить к такому-то первой попавшейся из своего словарного запаса слова, пригодные в качестве сигналов уничтожения. По заведенному ритуалу такой-то должен был выслушать и покаяться. И тогда непогрешимая сила, которая объявила его подонкам и изменникам, быть может, объявит его человеком, признавшим свои ошибки. Всем участникам этой опасной игры известны ее правила, и они бешеным раздражением встречают любую попытку разбудить значение попутно употребляемых слов. Для них это бестактность и глупость, по меньшей мере. И еще. На вопросы английских туристов Зощенко ответил, что он не может признать правильным сказанное о нем в постановлении. Это сочли криминалам, и местные организации решили возобновить травлю. Зощенко пытался объяснить. Обладающий человеческим достоинством не может согласиться с тем, что он подонок, трус и предатель своего народа, не может. Это было логично и наивно, потому что совсем не о том шла речь. Писатель, зодчий оттенков слова, хотел договориться с теми, для кого слова не имели не только оттенков, но и вообще никаких значений. Слова стали чистым сигналом административного действия. И еще цитата. То, что он говорил, дышало неосуществленным самоубийством. Я продолжала. Был он со мной доверчив, внимателен, ласков, хотя мы и не виделись лет двадцать. Расспрашивал Алюше. О себе сказал. Самое унизительное в моем положении, что не дают работы. Остальное мне уже все равно. Прочитал телеграмму от Вениамина Александровича Каверина. Правление Союза постановило добиваться обеспечения себя работой. Пожаловался, что ничего не ест, что даже с помощью психотехники не может заставить себя есть. Он боится, его отравят. Мне говорили, сказала Анна Андреевна. Вот в этом все дело. Михаил Михайлович поделился со мной своими предположениями о причине причин и о том, почему в 1946 году были сопоставлены такие, в сущности, далекие имена он и Ахматова. Обе версии Анна Андреевна нашла вполне вероятными. Ни то, ни другой версии я вовремя не записала, но первую помню ясно. В одной из новелл Зощенко о Ленине рассказано, как часовой молодой красногвардейец Лобанов, никогда не видавший Владимира Ильича в лицо, отказался однажды пропустить его в Смольной, потому что Ленин в задумчивости не сразу нашел в кармане пропуск. Какой-то человек с усами и бородкой грубо крикнул Лобанову, «Извольте немедленно пропустить, это же Ленин!» Однако Владимир Ильич остановил Грубияна и поблагодарил красногвардейца за отличную службу. Пропуск нашелся, и все кончилось хорошо. Но не для Зощенко. Первоначально рассказ этот был напечатан в журнале «Звезда» в номере 7 за 1940 год. Редактор посоветовал Михаилу Михайловичу лишить человека, который грубо кричит на красногвардейца, бородки, а то с усами и бородой он похож на Калинина. Михаил Михайлович согласился, вычеркнул бородку. Тогда остались усы и грубость. Сталин вообразил, что это о нем. И участь Зощенко была решена. А в последующих изданиях человек с усиками был заменен одним каким-то человеком, должно быть, и служащих, и при том без усом и без бородок. Провожая меня в переднюю, Анна Андреевна снова повторила. Человека убили. Не выдержал второго тура. Я обещала прийти вечером опять. Только что вернулась от Анны Андреевны. Давно я не видела ее такой встревоженной и раздраженной. При мне какой-то мужской голос позвонил ей из Ленинграда с требованием срочно ехать в Комарова, а то лидфонд недоволен. По телефону она говорила спокойно. Но мне, положив трубку, сказала. — Клинический случай идиотизма. Потом легла и попросила дать ей валидол. Лежала несколько минут с закрытыми глазами. Попробовала рассказать что-то о книге сына Лескова, которую сейчас читает, но она полусловие умолкла. — Это все пустяки, — сказала она, помолчав. — Комарова, дача. Это все не то. Сейчас мне предстоят очень тяжелые испытания. Нет-нет, вы ничего про это не знаете. Это совсем другая область, новая. И ничего не объяснила. И после долгого и глубокого молчания снова стала расспрашивать Азощенко. — Скажите правду, — попросила она. — Он на меня в обиде? Мне не хотелось, но я ответила. Некоторый оттенок обиды был в его расспросах о вас, но всего лишь оттенок. И быстро притушенный. Десятое августа, пятьдесят пятого. Вчера я была у Анны Андреевны. Сегодня она едет в Питер и оттуда сразу на дачу. Пунины вызвали ее по срочному делу. Ей необходимо показаться. А то соседи ропщут. Дачу дали Ахматовой, а она там будто бы и не живет. А соседям-то что? Пусть бы Ахматова жила где и когда ей удобнее. Но глупость ветрена и зла. Узнаю вязальщиц. Значит, они и всюду одинаковы, всюду водятся. И в Комарове, как в Ташкенте. Вязальщицы, или иначе фурии гильотины. Прозвище женщин-фанатичек, возникшие в годы Великой Французской революции. Их изобразил Диккенс в романе «Повесть о двух городах». Накануне казней они рассаживались перед гильотиной в первых рядах, на стульях, расставленных как на увеселительном зрелище, и деловито перебирали спицами. Не прерывая работы, вязальщицы подсчитывали отрезанные головы. Ахматова в эвакуации насмешливо называла общежитие на улице Карла Маркса 7 вороньей слободкой, а некоторых своих соседок в минуты гнева — вязальщицами. Это было прозвище, которое на полу в шутку полу всерьез дала злоязычным сплетницам, тем, кто завидовал ей и клеветал на нее. — Вязальщицы полагают, — говорила она иронически, — а иногда и с подлинным гневом, и далее цитировала какую-нибудь очередную грубость или пошлость. Во эвакуации, как и всюду, Ахматова была окружена почетом, восхищением и уважением, но, разумеется, далеко не всеобщим. Находились среди ее соседей преимущественно писательских жен, такие, которых раздражало в ней все, и ее беспомощность, и ее властность. И ее болезнь, и ее слава, и ее независимость, и то, что сама она не таскает ведра с водой и с углем, а делают это за нее с большой охотой другие. Вязальщиц раздражал орел величия, которым была окружена Ахматова. Неудовольствие в перемешку со сплетнями доходило до ушей Анны Андреевны, и чаще всего вызывало в ответ с ее стороны одни лишь остроты и насмешки, но порою гнев, и даже пророчески. К вязальщицам всех мастей Ахматова обратила стихотворение «Какая есть, желаю вам другую, одной из самых своих негодующих». «Какая есть, желаю вам другую, получше, счастьем больше не торгую, как шарлатаны и оптовики. Пока вы мирно отдыхали в Сочи, ко мне уже ползли такие ночи, и я такие слышала звонки. Незнатной путешественницей в кресле я выслушала каторжные песни, но способом узнала их иным. Над Азией весенние туманы и яркие до ужаса тюльпаны ковром заткали много сотен миль. О, что мне делать с этой чистотою природы, с неповинностью святою? О, что мне делать с этими людьми? Мне зрительницей быть не удавалось, и почему-то я всегда вклинялась в запретнейшие зоны естества. Целительница нежного недуга, чужих мужей вернейшая подруга, и многих неутешная вдова. Седой венец достался мне недаром, и щеки опаленные загаром, уже людей пугают с муглотой. Но близится конец моей гордыни, как той другой страдалице Марине, придется мне напиться пустотой. И ты придешь под черной япончою, зеленоватой страшную свечою, и не откроешь предо мной лица. Но мне недолго мучится загадкой, чья там рука под белой перчаткой, и кто прислал ночного пришлица. 14 августа 55-го. Анна Андреевна на днях уехала в Ленинград. 27 сентября 55-го. Была у Анны Андреевны. Она сказала, что переводит «Черенца». Очень нервна. При мне совещалась с Эмой Григорьевной о следующем ходе по Левиному делу. Эмма Григорьевна от нее отправилась за очередной справкой в прокуратуру. Надежды растут. У Анны Андреевны какое-то новое выражение глаз. Тревога, доведенная до физической боли. Что-то похожее на август 39-го года. Хотя тогда был канун разлуки, а сейчас, может быть, канун свидания. Говорили все о том же, о том же. Анна Андреевна, сидя на своей постели и обеими руками, оттягивая вниз, шаль на груди, говорит. Словно у Пушкина. Сон Татьяны, помните? Вот мельница в присядку пляшет, здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, тут Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Лай, хохот, пенье, свист и хлоп. С нами все это случилось не во сне. Наяву слышали и видели и лая, и пенье, и мельницу в присядку, и рака верхом на пауке, и всего пущий длинный нож, с которого каплет кровь. 2 октября 55-го. 30-го вечером я была у Анны Андреевны. Там множество поздравительных звонков. Невестка Нина Антонна родила ей внучку. Анна Андреевна послала Борю за ветчиной, пришла Анна Григорьевна с новыми сообщениями о ходе дела. Мы пили чай в столовой, потом Эмма дала Анне Андреевне подписать какую-то очередную бумагу и ушла. Анна Андреевна вспомнила свое свидание с Шолоховым, насколько я поняла, уже довольно давнишнее, по поводу Левы. Он был совершенно пьян, ничего не понимал и не помнил. Но я должна быть ему благодарна, он твердо помнил две вещи, что я хорошая и что он мне действительно обещал. И обещанное он исполнил, хотя с пьяных глаз перепутал все, что мог. Потом она сказала веселым голосом, а знаете, меня обругали на О. Как это, спросила я, потерявшись. Да-да, уже на все буквы алфавита. И вот теперь на О. Вышел том энциклопедии, где я обругана в статье о журналах. В Большой советской энциклопедии была помещена статья о журналах «Звезда» и «Ленинград», то есть о знаменитом постановлении ЦК от 14 августа 1946 года. Привожу отрывок. Центральный комитет партии указал в этом постановлении на серьезные ошибки, допущенные редакциями журналов «Звезда» и «Ленинград», которые предоставляли свои страницы для чуждых в идейном отношении произведений. Грубой ошибкой явилось опубликование идеологически вредных рассказов Зощенко и стихов о Ахматовой. Боря рассмеялся как-то беззвучно внутрь, а я вслух. Анна Андреевна увела меня к себе. Она вчера сдала черенца и теперь переводит Анатолия Франца. Идет с подозрительной легкостью. Перевела в один день 13 страниц. «Кончится это каким-нибудь скандалом». «А вы любите Франца?» «Нет, что вы! Показная эрудиция — все это выписки. Когда-то мне нравились «Боги жаждут». Посмотрела недавно. Да это сырой материал. Настриженный ножницами и еле соединенный. Прочитала мне вслух свои 13 страниц. В самом деле интересно, я когда-то любила «Книгу моего друга» и «Жизнь в цвету». «Надо будет перечитать». Не могу объяснить, в чем тут дело. Никакие переводы Ахматова из Анатолия Франца, насколько мне известно, в печати не появились. Мы заговорили о стихах. О фете, полонском, случевском. Да, у всех них были дивные стихи. Избранные немногие. Но с самого первого класса. Кажется, только у Мея нельзя разыскать ни единой строчки. Я спросила, как она думает, почему им было так трудно писать, почему у каждого при великолепных стихах рядом провалы в немощь, в бескусицу. Она сказала. Время для поэзии было уж очень тяжелое. Чернышевский и Писарев, а отчасти Белинский, объяснили публике, что поэзия — вздор, пустяки. Они внушали людям, кроме того, еще нечто очень верное. Например, о вреде богатства, о зле социального неравенства. Но этой стороны их проповеди мещане не усвоили. За то, что поэзия — вздор, они усвоили отлично. И на этом основании чувствовали себя передовыми. И техника поэтами была утрачена. Ею никто не занимался. А ведь такая утрата равна катастрофе. Ведь все и без поэзии знают, что надо любить добро. Но чтоб добро потрясало человеческую душу до трепета, нужна поэзия. А поэзия без техники не существует. 10 октября 1955-го. На днях мне звонила Анна Андреевна. Она хотела, чтобы я прочла корректуру корейцев. Но я к стыду своему не могла никак. Столько надо кончить работы до съезда и лютая мигрень. Я собиралась в подмосковный санаторий близ станции Чкаловская. 1 ноября 1955-го на Чкаловской. Последняя неделя до отъезда сюда была суматошная. К тому же я все время болела. Один раз навестила меня Анна Андреевна вместе с Эммой. Она ведет кочевой образ жизни. К Ардамам кто-то приехал. У нее роковые дни. Решается Левина дело. Она какая-то оглушенная, не слышащая чужих речей, тиха и напряжена. Да и какие тут речи? Не знаешь, о чем и говорить с ней. Каждое слово кажется неуместным. Слушивается во что-то свое с таким напряжением, будто, сидя в кресле у меня в комнате, может каждую секунду получить откуда-то долгожданную весть. Даже озирается по сторонам. Расспросила меня о здоровье, об отъезде и умолкла. Выручала присутствие Эммы Григорьевны. Мы тихонько беседовали в стороне. Анна Андреевна, сидя отдельно от нас поудаль, у стола, перелистывала какой-то альбом и тяжело молчала. Иногда мне казалось, что молча она шевелит губами. Может быть, молится? Я, неверующая, готова молиться вместе с ней. Мне это ждать уже некого. И я готова одарить ее ожидания своим неистраченным. 8 ноября 55-го. Со здешней почты я с трудом дозвонилась до Наташи Ильиной. Нет ли новостей у Анны Андреевны? Нет. Новостей нет. Анна Андреевна бездомно кочует от Шенгели к Раневской, от Раневской к Петровых. Часто целые дни проводят у Наташи. Решения нет. 16 ноября 55-го. Чкаловская. Читаю номер 11 «Нового мира». Там новые письма Блока и его пометки на книгах, в частности, на книгах Ахматовой, чье имя упоминается редакцией безбранных определений. 11 декабря 55-го. Москва. Третьего дня вечером была у Анны Андреевны. У нее Эмма Григорьевна смотрит в столовой телевизор. Мы много были одни. Реабилитирован Квитко. Посмертно. Реабилитирован Мейрхольд. Посмертно. Этими известиями встретила меня Анна Андреевна. Я не посмела спросить о Леве. Она сказала сама. С Левой плохо. Потом осведомилась, занимаюсь ли я реабилитацией Матвея Петровича. Я сказала, да, занимаюсь, хотя и безо всякой охоты. В попытке оправдать себя нуждается не он, а его убийцы. В глазах моих, в глазах всех порядочных людей, он ни в чем и не был повинен. Они расстреляли его просто так, для ровного счета, по какой-нибудь из своих рубрик. Я не стала бы добывать бумажку, но, увы, без нее невозможно воскресить его книги. Сама я в приемную не пойду. Она та же. Я не в силах. И поручила хлопоты знакомой юристки. А ей пообещали сообщить номер Митиного дела через полтора месяца. Когда будет известен номер, прокуратура найдет дело и приступит к пересмотру. Через полтора месяца пообещали сообщить номер, повторила Анна Андреевна. Вы понимаете, что это значит? Сколько же там этих номеров, этих карточек, этих дел? Миллионы, десятки миллионов. Если положить их одно на другое, они покроют расстояние от Земли до Луны. Я сказала, что пересматривать каждое дело в отдельности представляется мне идиотской затеей. Ведь никаких индивидуальных частных дел в 37-38 годах не было или почти не было. Тогда истреблялись целые слои, целые круги населения. По национальному, по номенклатурному, по анкетному признаку. То директора всех заводов, то первые и вторые секретари обкомов и райкомов, то пригородные финны, то лица польского происхождения, то все, кто дрался в Испании, то чистильщики сапог, то глухонемые, то все, у кого за границей родственники или кто сам побывал за границей. Но, конечно, в стройную программу врывался некоторый хаос. Та же бездна поглощала и тех, кто не угодил местному начальству или своему соседу по коммунальной квартире. Время для сведения личных счетов было удобнейшим. Арестованным всем без разбора фабрика, изготовлявшая врагов народа, предъявляла вымышленные и при том одинаковые обвинения. Диверсия, шпионаж, террор, вредительство, антисоветская пропаганда. Какой же смысл теперь пересматривать каждое дело в отдельности? В лагеря надо срочно послать спасательные экспедиции врачей, лекарства, еду, теплую одежду и поездами, самолетами, пароходами вывезти оттуда тех, кто еще жив. И общим манифестом реабилитировать всех за раз живых и мертвых, или точнее разоблачить самое заведение, фабрикующее врагов народа. Если станут ясны масштабы и методы фабричного производства, то и изучать каждое дело в отдельности не будет нужды. А то все всерьез. Номера дел, поиски папок. Чушь. Анна Андреевна слушала мою сбивчивую длинную речь терпеливо и спокойно, даже не указывая, как обычно, глазами на потолок. Потом заговорила сама с нарочитым бесстрастием. Ваше рассуждение справедливо, сказала она, но лишены трезвости. Вам угодно воображать, что остальные люди, не менее вас, рады возвращением и реабилитациям, и ждут, не дождутся, когда воротятся все. Вы ошибаетесь. Сообразить легко, что если пострадавших миллионы, то и тех, кто повинен в их гибели, тоже не меньше. Теперь они дрожат за свои имена, должности, квартир, дачи. Весь расчет был. Оттуда возврата нет. А вы говорите, самолеты, поезда, что вы? Оказаться лицом к лицу содеянным никогда в жизни. Она умолкала. Она смотрела на меня снисходительно и даже не без насмешливости, как на маленькую. А то, что случилось, пусть черные сукна покроют и пусть унесут фонари. Ночь. Повторила я про себя. А все-таки, сказала я, фонари зажигаются. Сталин умер. Умер в самом деле. Мы до этого дожили. И Берия расстрелян, и тысячи людей уже воротились домой. И Лева вернется. Анна Андреевна не ответила мне ничего и, помолчав, переменила разговор. Она рассказала, что осыпана милостями, обласкана, читала в Союзе переводы корейцев, а Легер просит у нее стихи для литературной Москвы. И она хотела бы дать стихотворение «Третью весну встречаю вдали» от Ленинграда. Но не помнит, печаталось ли оно. И «Слушайте, слушайте» поговаривают об издании ее однотомника. «Вы верите?» спросила она меня. «Чего не бывает?» ответила я. «Не бывает именно этого. Со мной». Мне недавно рассказала Наташа, плохая, о своем детстве. Наташа плохая — шутливое прозвище, которое Анна Андреевна давала одной из своих знакомых, Наташ, в отличие от Наташи Ильиной, хорошей. Иногда она называла плохую Наташу «бывшая плохая», а Наташу Ильину «бывшая хорошая». эпитеты возле Наташ часто менялись местами. Это была игра. Наташа плохая говорит, «Когда мне было семь лет, я написала письмо отцу. Сегодня я после долгого перерыва каталась на лодке. Мне было трудно грести от долгого не катания на ней». Вот и мне. Трудно поверить, что выйдет моя книга, по-видимому, от долгого не катания на ней. Оставив телевизор, пришла к нам мама Григорина. Заговорили о последних фильмах, а Анна Андреевна хвалила Терезу Ракен. И весьма критически отозвалась о фильме «Красное и черное». Хороша там только семинария. От Наполеона ничего не осталось, кроме сундучка. А это несчастная дама, которая по собственному дому ходит ночью в чулках. И видно, какие у нее старые ноги. Я спросила ему Григорьевну, как поживает А.О. И ответ ее дал повод к примечательной реплике Анны Андреевны. А.О., по словам Эммы, процветает. Ее литературные дела наладились, и у нее три поклонника сразу. Один молодой и двое престарелых. Трое маловато. С деловитой серьезностью перебила ее Анна Андреевна. Когда у меня их заводилось много за раз, Коля Гумилев говорил, Аня, более пяти неприлично. И все молодые. Старые были не приняты. Не шли в счет. 16 декабря 55-го. Вчера вечером ездила в гости к Наташе Ильиной, куда давно обещала, и там неожиданно Анна Андреевна. Говорливая, улыбчивая, радостная. Несколько удач сразу. Известный ученый, я сразу забыла фамилию, написал письмо о Леве. По-видимому, речь идет о Конраде. Снова была Алигер и просила стихи. Корейцы посланы на лондонскую выставку. К тому же, бутылочка муската на столе, и я завистью смотрела, как они вдвоем ее выпили. Разговор перескакивал с одного предмета на другой. Не разговор, а точнее, монолог Анны Андреевны. Мельком она сообщила, что навещала Маршака, и между ними состоялась беседа, как она выразилась, историческая. Впервые я поняла, в чем сила этого человека, в низовой одержимости искусством. Меня радует новая дружба двух старых знакомых в Ленинграде, да и позднее, в Москве. Анна Андреевна нередко отзывалась о Маршаке не без иронии. Беседа же между Ахматовой и Маршаком была о Пушкине. Затем принялась бронить Бунина. Ворон, легкое дыхание, антоновские яблоки, солнечный удар. Я спросила, знает ли она Леопарди, которого так высоко ценил Герцен. Она ответила, это из серии «Века и народы», и к той же серии причислила стихи Брюсова и Бунина. Сообщила слух о предполагаемом издании Цветаевой и Гумилева. Дал бы Бог. Я стала потрунивать над Наташей, вкушающей первую славу. В то время большим успехом пользовались среди читателей две пародии Натальи Ильиной, напечатанные в литературной газете. Одна 22 октября о колхозных очерках «Наставление для очеркиста» и вторая и третьего декабря «Рецепт составления рассказов на воспитательную тему». «Не притворяйте», — сказала я. «Вы, наверное, очень довольны. Поначалу слава, я думаю, похожа на любовь. Приятно чувствовать, что тебя любят. Ничего общего», — сразу перебила меня Анна Андреевна. «Слава?» «Это значит, что вами обладают все, и вы становитесь тряпкой, которой каждый может вытереть пыль». В конце жизни Толстой понял ничтожество славы и в отце Сергея объяснил, что от нее надо отмыться. Я особенно уважаю его за это. В машине на обратном пути Анна Андреевна попросила меня проверить в библиотеке, печаталось ли стихотворение, кто мне посмеет сказать, что здесь я на чужбине. Она хочет отдать его Алигер. Попытаюсь. Речь идет о стихотворении. «Третью весну встречаю вдали от Ленинграда». Я ошибочно сообщила Анне Андреевне, будто оно не печаталось, и она отдала его в первый сборник литературной Москвы. Между тем, это стихотворение в то время было уже напечатано, правда, совсем в ином варианте. Я просто не нашла его. 18 декабря 1955-го. Хожу каждое утро в Ленинскую читать газеты для Шмидта. Я работала тогда над сценарием о лейтенанте Шмидте. От газетного шрифта сразу начинает болеть глаз, и потом болит уже весь день. Вчера перелистывала также журналы в поисках Ахматовской «Третьей весны». Но не нашла, хотя пересмотрела звезду «Ленинград», «Ленинградский альманах» за 1944, 1945, 1946 годы. Теперь осталось знамя. Работа это не зря, потому что общая библиография Анне Андреевне все равно нужна. Третьего дня была у нее. Доложила. Раз не напечатана эта «Ташкентская весна», стало быть, ее можно отдать Алигер. А еще она Андреевна решила предложить литературной Москве и легию «Есть три эпохи у воспоминаний». Ею я была наново изранена, прочтя ее переписанную. Люблю. Но вещь беспощадная, быть может, самое обезнадеживающее стихотворение во всей русской поэзии. Ни грусть, ни печаль, ни трагедия. Мужественная жестокость. Этими стихами поэт отнимает у человека последнее достояние. Уже не любовь, а самую память о любви уже не людей любимых, а самую память о них. Мы сознаем, что не могли бы вместить то прошлое в границы нашей жизни. И нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире. А возвратившись, моют руки мылом. Возвратившись от старых писем. Оскорбительно здесь это мылом. Тетчев о смерти горя говорит гораздо возвышеннее. Минувшее не веет легкой тенью, а под землей, как труп, лежит оно. По крайней мере, без мытья рук мылом и без соседа по квартире. Без изощренной жестокости. Но отвагу и злой правды и сильна, Ахматовская элегия. Отвага чувств и мыслей. Не знаю, почему эта элегия для вас такое страшилище, сказала Анна Андреевна в ответ на мои рассуждения. Никто мне этого не говорил. Элегия как элегия. Имеется в виду, элегия есть три эпохи у воспоминаний. Не говорил. Но она должна знать это сама от себя, а может быть я чего-то не понимаю тут. И все к лучшему в конце сказано не с иронией, а всерьез. Страшнее, чем пытка счастьем, спросила Анна Андреевна. Несравненно, ответила я. Есть три эпохи у воспоминаний. И первая, как бы вчерашний день. Душа под сводом их благословенным, и тело в их блаженствуют тени. Еще не замер смех, струятся слезы, пятно чернил не стерто со стола. И как печать на сердце поцелуй, единственный, прощальный, незабвенный. Но это продолжается недолго, уже не свод над головой, а где-то в глухом предместе дома уединенный, где холодно зимой, а летом жарко, где есть паук, и пыль на всем лежит, где истливают пламенные письма, из-под тишка меняются портреты, куда как на могилу ходят люди, а возвратившись, моют руки мылом и стряхивают беглую слезинку с усталых век и тяжело вздыхают. Но тикают часы, весна сменяет одна другую, розовеет небо, меняются названия городов, и нет уже свидетелей событий, и не с кем плакать, не с кем вспоминать, и медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам. И раз проснувшись, видим, что забыли, мы даже путь в тот дом уединенный, и задыхаясь от стыда и гнева бежим туда, но как во сне бывает, там все другое, люди, вещи, стены, и нас никто не знает, мы чужие. Мы не туда попали, Боже мой. И вот когда горчайшее приходит, мы сознаем, что не могли б вместить то прошлое в границе нашей жизни, и нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире, что тех, кто умер, мы бы не узнали, а те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас, и даже все к лучшему. Анна Андреевна вглядывалась в темноту окна. Утром, когда солнце восходит, здесь так красиво, сказала она, указывая во тьму, видна колокольня Климентовского собора, освещенные деревья в снегу и голуби. Мы отвыкли от голубей, а в царском они были повсюду, и в Венеции. Царское я знаю, хотя и не ее времени, и уже без голубей, а вот в Венецию воображением никак последовать за ней не могу, даже несмотря на Герцена, на охранную грамоту, на ее и мандельштамовские стихи. Венеция? А существует ли в самом деле на свете Венеция? Не уверена я. В столовой кричал телевизор. Брат Нина Антонный смотрел белую гриву. Я спросила у Анны Андреевны, что это за вещь. Не помню, о белой ли гриве или о чем-то другом, но она сказала, существует совершенно непонятный для меня и вредный, на мой взгляд, род американских картин, античеловеческих против человека. Пума хорошая, а человек плохой. Потом вдруг... Сейчас я вас удивлю. Я совсем, совсем распростилась с одним поэтом. Его для меня просто нет больше. С кем же это? С Есениным. Ну уж нашли чем удивить. Вы и раньше его не жаловали. Все-таки, хоть и не жаловала, но признавала. А теперь вчера Боря прочитал мне стихотворение, в котором поэт скорбит, что у него редеют волосы, и как же теперь быть луне, что она бедненькая станет освещать. Подумайте, в какое время это написано. И долго еще потешалась и сердилась по этому поводу. Анна Андреевна имеет в виду стихотворение Есенина, написанное в 1920 году. Привожу начало. По-осеннему кычет сова над раздольем дорожной рани, облетает моя голова, куст волос золотистый вянет, полевое степное кугу, здравствуй, мать голубая осина, скорый месяц, купаясь в снегу, сядет в редкие кудри сына. В числу поэтов, которых Ахматова никак не хотела признать, принадлежал Есенин, свидетельствует Вячеслав Вселочеванов в своих воспоминаниях. «Я начинаю читать и опять наталкиваюсь на очень плохие стихи», говорила Анна Андреевна. Из бесед с Анной Ахматовой в сборнике воспоминания. О нелюбви Ахматовой к Есенину пишет Шервинский в своих мемуарах Анны Ахматовой в ракурсе быта. Пошли в столовую чай пить. Телевизор умолк. За столом о письмах Карамзиных и о том, что Ираклий слишком долго над ними работает, задерживая печатание. Анна Андреевна заговорила о Пушкине и Мицкевиче. «У нас очень радуются легенде, будто Пушкин и Мицкевич были друзья. Складно выходит, а между тем это выдумка. После отъезда из России Мицкевич совсем не интересовался Пушкиным, что видно, например, из его статьи, которую перевел Вяземский. Ничего о Пушкине Мицкевич не знал, не читал его новых стихов, хотя все ездили за границу и могли привезти что угодно, даже и Медного всадника. Пушкин уже в черновиках, он между нами жил, чистил Мицкевича отчаянно, и в египетских ночах импровизатор, это, конечно, Мицкевич, и до чего же он там неприятный. «Как вы думаете?» спросила меня Анна Андреевна, уже простившись со мной у дверей. «Артамонов даст Эмми письмо?» «Конечно, даст», ответила я, не имея об Артамонове ровно никакого понятия. Профессор Михаил Иларионов Артамонов, 1898-1972 годы жизни, историк, археолог, занимался он этногенезом и ранней историей славян. В 30-е годы профессор Артамонов производя раскопки на Дону, брал с собой в экспедиции Льва Николаевича Гумилева. Письмо в его защиту профессор Артамонов действительно написал. 26 декабря 1955-го Вчера днем навещала Анну Андреевну, она в больнице, обострении хронического аппендицита во Второй Градской. Я была недолго, внизу ожидали Мария Сергеевна и Наталья Иосифовна. Палата на шесть человек, душно, и возле грязной стены профиль и руки Ахматовой, а на полу сидит, опираясь на блин подушки. «Сегодня утром просыпаюсь», сказала Анна Андреевна. «Слышу, одна больная спрашивает другую, а что бабка та в углу еще не померла?» Но выглядит она не худо, даже чуть розовая. После того, как я все у нее выведала насчет докторов и анализов, сейчас никаких болей уже нет. И был ли то приступ аппендицита или чего-то другого, еще неизвестно. Она спросила вдруг, «Я давно хочу, чтобы вы мне напомнили, когда я читала поэмы у вас тогда, в Ленинграде, что говорил Тамара Григорьевна. Помню интересное, но я забыла, что...» С точностью и я могла вспомнить только одну мысль. Тамара Григорьевна сказала Анне Андреевне, «Вы будто поднялись на высокую башню и оттуда с высоты другого времени взглянули вниз в прошлое. Потом эти ее слова вошли в вашу поэму строками «Из года сорокового как с башни на все гляжу», добавила я. «Так и вижу свою комнату, как вы сидите, куря на диване, а Тамара Григорьевна стоит, прижавшись спиною к нижним полкам. Знаете, она ведь всегда любит рассуждать стоя». «В лиловом шарфике?» быстро спросила Анна Андреевна. «Да». Она помолчала и, опираясь на руки, поднялась немного повыше. «Странная вещь», сказала она, «очень странная. Всегда я свои стихи писала сама, а вот поэму иначе. Я всю ее написала хором вместе с другими, как по-подсказке. Вот и про башню». Анна Андреевна говорила об этом не мне одной и не единожды. Привожу отрывок из ахматовских записей о поэме. Борьба с читателем продолжалась все время. Помощь читателя, особенно в Ташкенте, тоже. Там мне казалось, что мы пишем ее вместе. 30 декабря 55-го. Вчера отвозила Анне Андреевне в больницу сок черной смородины. Говорят, это лучше витамины. Была у нее недолго, некоторое время вместе с Эмой Григорьиной. Ямочка докладывала о своем походе к Конраду. Сноска Николай Иосифович Конрад 1891-1970 годы жизни филолог Востоковед специалист в области литературы и языка Японии и Китая. Ахматова далеко не случайно обратилась с просьбой заступиться за Льва Николаевича к члену-корреспонденту а с 1958 года и академику Конраду. Анна Андреевна познакомилась с Конрадом пишет Гердштейн когда работала над переводами из корейской и китайской поэзии для Агуслита. В это время началось издание многотомной всеобщей истории и Конрад хотел привлечь к участию в этой работе Льва Николаевича Гумилева не дожидаясь его освобождения с крупными специалистами это иногда делалось. Мемуары и факты Николай Иосифович Конрад в отличие от многих своих коллег врал на себя смелость защищать и продвигать молодых ученых вне зависимости от того как относится к ним власть или официальная наука. Сам он нередко вызывал неудовольствие у партийной власти своеобразием и смелостью научных изысканий и независимостью общественного поведения. В 1938 году Конрада арестовали. В лагере довелось ему быть и путевым обходчиком и дворником побывал он и на общих работах. Но к счастью недолго по ходатайству президента Академии наук СССР Комарова Конрада через полгода переправили из лагеря на шарашку. Тут он продолжал свою научную деятельность, в частности создал свои первые труды по китаистике и написал в черне историю японской литературы. Обращаясь именно к нему, Ахматова имела все основания полагать, что для Конрада, пережившего лагерь, естественно, будет заступиться за ученого в заключении. Она не ошиблась. Особенно горячо, пишет Гернштейн, отнесся Конрад к Гумилеву, когда прочел его рукопись «Двадцать листов по истории Средней Азии», которую Лев написал в лагере и ухитрился переслать мне в октябре 1955 года. Перепечатав на машинке, я отнесла ее к Конраду. С какой нежностью он держал в руках, как будто взвешивал четыре красные папки, в которые я вложила рукопись. Мемуары и факты. По просьбе Ахматовой Конрад начал хлопотать Альве Николаевича Гумилеве. Обратился в частности с письмом к одному из тогдашних руководителей идеологической работы, секретарю ЦК Поспелову. Ответа, однако, не последовало. Конец сноски. Анна Андреевна сказала, что если ее и будут оперировать, то не раньше, чем через две недели, когда живот успокоится. Яма Григорьевна скоро ушла, а я еще побыла немного. Анна Андреевна жалуется, что Алигер очень грубо с Эммой в переговорах о стихах для литературной Москвы. Сама же напишет какие-то новые про Азию. В литературной Москве в сборнике первом опубликованы три стихотворения Ахматовой под названием «Азия». Я спросила, не мешают ли ей тут работать. Нисколько, ответила она. Пронила стихи Бориса Леонидовича. На дереве свистит синица и хмель. Про халат с кистями, как она падает в объятия, про Ольгу и как ложатся в рощи. Терпеть не могу. В 60 лет не следует об этом писать. Первое стихотворение «На дереве свистит синица» было, по-видимому, известно Ахматовой еще до напечатания. Второе «Хмель» опубликовано журналом «Знамя» в 1954 году в четвертом номере. Первое в переработанном виде и под названием «Осень» напечатано лишь после смерти Пастернака. «Когда-то в Ленинграде Анна Андреевна говорила мне, что из пастернаковских любовных стихов возникает обычно образ любви, но не образ женщины, к которой они обращены. А вот в свидании, сказала я, женщина видна очень ясно, тут не только портрет чувств, но и портрет героини». «Научился», согласилась Анна Андреевна, «это ему труднее всего далось, раньше он умел только про природу, про любовь и про искусство, но не про людей. Уйдя, я подумала, что она не права. Разве в Шмидте нету Шмидта речь на суде и, скажем, агитаторши-девицы, а в морском мятеже матросов? Я зачем к тебе, Степа? Каков у нас младший механик? Есть один. Ну и ладно. Ты мне его наверх отправь». Тут по голосам люди так слышны, что даже можно сказать и видны и в стихах годами когда-нибудь в зале концертной разве не видна художница? Художница робкой, как сон крутолобость, с безлобной улыбкой, улыбкой взахлеб, улыбкой огромной и светлой, как глобус, художницы облик, улыбку и лоб. Наверное, говоря о неумении создавать людей, Анна Андреевна имела в виду только первые книги Пастернака. 1956 год. 4 января 56-го. В первый день Нового года я навестила в больнице Анну Андреевну. Ее скоро выпишут. Оперировать, если и будут, то не раньше, чем через полтора месяца. Чувствует она себя хорошо, свободно сидит и спускает ноги с кровати. Я принесла ей в подарок ташкентскую запись Якова Захаровича. 14 июня 1942 года в Ташкенте Анну Андреевну навестил Яков Захарыч Черняк и сделал об этом посещении интересную запись в своем дневнике. После смерти Якова Захарыча мне подарила эту запись вдова его Елизавета Борисовна, а я подарила копию Анне Андреевне. Яков Захарыч Черняк 1898-1955 годы жизни. Историк литературы, знаток 60-х годов, специалист по Герцену и в особенности по Огареву. Я встретилась с ним в редакции литературного наследства в пору создания герценовско-Огаревских томов и подружилась с ним, девясь богатства в глубине и уникальности его позиций. Черняк был на редкость чуток к стихам, знал русскую поэзию от Пушкина до наших дней, одно время Черняк был дружен с Пастернаком, и Пастернак в 1927 году посвятил ему стихотворение «Приближение грозы». Записи Черняка о его посещении Анны Ахматовой летом 1942 года на самом деле не одна, как было мне известно ранее, а две. Первая 14 июня, а вторая 14 июля. Хранятся в Дзгали также и письма Черняка совсем другого времени, мая 1922 года, в которых содержатся его тогдашние суждения об Ахматовской поэзии. Письма обращены к Соколовой, работавшей над статьей об Анне Ахматовой. Итак, я принесла ей в подарок ташкентскую запись Якова Захарыча. Кажется, она была довольна. Потом я рассказала ей, что Корней Иванович получил смешное письмо от Машеньки, в котором та пишет «У вас жара, а у нас холодно». Машенька – это пятилетняя правнучка Корней Ивановича. Маша побывала в Переделкине в июле и думает, что там и теперь жарко. Анна Андреевна сказала «Представления детей о мире статичны. Мир для них весь в статике, твердо установлен раз навсегда». Старость уже знает динамику, знает перемены и ждет их. Детства нет. Она попросила меня навести порядок на подоконнике в тумбочке, выбросить ненужную бумагу, вымыть баночки и прочее. Для этого мне пришлось побегать по коридору. Я смотрела кругом, какая бедность, какое убожество, эти рваные халаты непомерки, эти рубища, эти грязные стены. Вернувшись к Анне о древней и взглянув на нее, я подумала, но грязь обстановки убогой, к ней словно не липнет. Из пакета, принесенного мной, она взяла в руку апельсин, и в ее маленькой властной руке он сразу стал похож на державу. 6 января 56-го. Анна Андреевна уже дома, но я к ней еще не поспела. 8 января 56-го. Была вчера у Анны Андреевны. Она на ногах, осунувшаяся, но бодрая. У нее Эмма. Обсуждают тагильскую находку. Хозяев нету дома. Эмма кормит Анну Андреевну какой-то диетической едой, которую заранее приготовила Нина Антонна. Я чашка за чашкой хлебаю чай. Мороз лютый, никак не отогреешься. Анна Андреевна, прервав свою беседу с Эммой, потребовала, чтобы я немедленно высказалась о новой публикации. Сноска Ираклий Андроников «Тагильская находка» из писем Карамзиных Публикация Баташова Пояснительный текст Ираклия Андроникова Новый мир 1956 год номер первый После опубликования отрывков из писем в Новом мире знаменитая переписка в мае 1956 года поступила из Нижнетагильского краеведческого музея в рукописный отдел Пушкинского дома а еще через 4 года была опубликована почти полностью Конец сноски Меня раздражает, что напечатаны только обрывки писем Письма Карамзиных мне хочется читать подряд целиком и судить о них самой без подсказки Конферанс Ираклия не сносен Это какое-то занимательное литературоведение под стать дому занимательной науки которую я всегда не терпела Речь идет о великом несчастье быть может о величайшем на протяжении всей русской истории Заставь нас снова расслышать стон Пушкина сквозь злословие и сплетни Вознегодовать вместе с Лермонтовым заново пережить случившееся как трагедию Пусть снова дрогнет сердце А не развлекай нас усиками и глазками инженера Баташова Эмма согласилась со мной Анна Андреевна отпустила несколько привычно гневных реплик по адресу Ираклия и принялась излагать собственную концепцию гибели Пушкина Над книгой о его гибели она по ее словам работала целых шесть лет потом потеряла все написанное зелененькие тетрадки и теперь снова нашла Все происходило не три года а развернулось мгновенно Автор анонимок Геккерн при участии Долгорукова а быть может и Гагарина Пушкин был у царя и представил ему доказательства вины Геккерна Если бы он представил не доказательства а лишь предположения его сослали бы в Нерчинск А какие же? По-видимому Долгоруков продал Геккерна Пушкину Геккерн и Дантес карьеристы и мерзавцы Дантес вовсе не любил Наталью Николаевну изображал высокую страсть чтобы не выгнали из кавалергардов за отказ от дуэли Екатерина Гончарова была от него беременна и он женился на ней весьма охотно потому что ему при его подмоченной репутации трудно было сделать лучшую партию Во всех своих расчетах мести Пушкин ошибался совершенно Наталья Николаевна не только глупа это хищная жадная злая стерва Дантеса обожала его любили все и молодежь у Карамзиных и Вяземские Пушкин к моменту дуэли одинок из опубликованных писем оказывается так же что Софья Николаевна Карамзина была пустейшая дура На этом месте нашу беседу шумно прервали хозяева вернувшиеся домой с закусками и водкой Я поторопилась на метро 16 января 56-го Вчера пришла я к Анне Андреевне а у нее говорят врач хирург Я уселась ждать на кухне потому что в столовой кричал телевизор Вдруг слышу из комнаты Анны Андреевны мужской голос читает стихи Я вошла Это читал хирург Стихи плохие Но меня к счастью и саму собой разумеется никто не спрашивал Анна же Андреевна вяло и вежливо хвалила Профессор записал на бумажке 10 своих телефонов объявил что колбасы и ветчины нельзя но грубую пищу можно и уехал От операции он рекомендовал воздержаться Анна Андреевна по-видимому очень довольна что с медициной на некоторое время покончено она засунула телефонно диетный листок в сумку сказав это для Ниночки и велела мне прочитать вслух стихотворения Асеева напечатанной в огоньке отвратные стихи когда я прочитала их она сказала Асеев принадлежит к тому поколению поэтов которое выступило как молодое молодость была главным признаком школы и они были уверены что молодость будет принадлежать им всю жизнь а теперь когда они уже несомненно старые они никак не могут с этим освоиться сноска наблюдение Анны Андреевны в общем вполне справедливое нисколько не подтверждается однако теми тремя стихотворениями Асеева которые были опубликованы 15 января 1956 солнце ворот небо в сильный ветер и зрелость конец сноски из ванной пришла к нам Эмма Григорьевна специально приехавшая сюда купаться в чьем-то чужом халате с мокрыми распущенными волосами она устроилась на постели сушить их речь зашла о молодых выступавших по телевизору Анна Андреевна потешалась над одной девицей которая подробно рассказывала как ее принимала акушерка меня называли старухой уже в 30 лет сказала Анна Андреевна и даже не старухой а стариком как это в один голос вскрикнули мы с Эммой да-да в рецензии на один альманах говорилось тут же напечатаны и старики Ахматова и Мандельштам пересказ Ахматовой не вполне точен в 1939 году когда ей не 30 а под 50 Фадеев рекомендовал снять из московского альманаха издательства советский писатель произведение троих стариков Асеева Зоченко и Ахматовой мотивировка была такая альманах по существу должен быть альманахом молодежи Эмма Григорьевна покатилась со смеху она даже как-то всхлипывала от смеха Анна Андреевна ткнула в ее сторону пальцем узнаю голос друга и торжественно вышла из комнаты распорядиться насчет чая 24 января 56 Анна Андреевна бывает иногда удивительно несправедлива в своих суждениях балерина никакая говорит она об Улановой в жезеле в том месте где смотрит сквозь кусты лицо у нее страшное а шея безобразная и тоненькая она гениальная мемистка и больше ничего мемистки такой действительно в мире не было когда умирает подбородок делается восковым почему же мемистка Уланова гениальная актриса о том балерина ли судить не берусь это все на днях вечером в столовой Натальи Иосифовна и пикирующиеся с ней Ардов у них такая игра он называет ее ходя китайская морда она в долгу не остается в первом часу из театра вернулась сверхустала Нина Антонна и все взялись за рюмочки Анна Андреевна поговаривает о поездке в Ленинград очень интересуются справедливы ли слухи будто сурков на плену и молодых сказал в заключительном слове о выступлении Шолохова это было поясничество никто из нас ничего про это не знал литературная газета от 12 января 1956 года публикуя речь Шолохова дает некоторое представление о поясничестве этого классика но о реплике суркова не звука 28 января 56 вечером сегодня у Анны Андреевны утром в переделкине я видела Бориса Леонидовича и потому разговоры вечерние по большей части о нем я попробовала было описать нашу встречу в общем нет о Борисе так нельзя сказала Анна Андреевна Борис это Борис извольте как следует она сегодня одушевленная живая нарядная сверкают перстни на пальцах и промытое гладкое серебро седины иду на поезд в одной руке чемоданчик в другой муфта которую я прикрываю от ветра лицо метель пастернаковская и там с левой стороны дороги береза наряжена тоже в пастернаковский иней мило-мило по всей земле во все пределы а мой платок поверх шубы и шапки упорно наползал на лоб и хуже встречного снега мешал мне глядеть и вдруг я вижу навстречу человек большой широкий в валенках хозяин здешних мест и метелей пастернак я бросила в снег чемоданчик и муфту он рукавицей обнял меня и поцеловал прямо в губы потом поднял мне все мое подал я немного провожу вас и пошел рядом я смотрел на него сбоку искоса платок и снег мешали видеть ясно кажется он похудел лицо заострилось он сразу заговорил о романе шестьсот страниц уже это главное а может единственное что я сделал я пришлю рукопись Корнею Ивановичу а потом вам сноска по приглашению Бориса Леонидовича я дважды слушала начальные главы романа 6 февраля 1947 года в доме его близкого друга пианистки Марии Вениаминной Юдиной 1899 1970 годы жизни тогда Борис Леонидович сам заехал за мною и вторично 5 апреля 1947 года в доме у случайного знакомого Ивинской Кузько 1884 1969 годы жизни кроме того некоторые главы Борис Леонидович давал мне читать в рукописи говорил слушатели романа для меня особое племя отрывки из моего дневника о чтении романа у Юдиной напечатаны в 1990 году во втором номере литературного обозрения на собрании у Кузько Борис Леонидович прежде чем читать главы из романа произнес небольшую вступительную речь В юности я окончила курсы стенографии работала одно время стенографисткой профессионально и в 1947 году способна была записать выступление Пастернака от слова до слова В 1990 году моя стенограмма была опубликована во втором номере литературного обозрения Там же в воспоминаниях Гернштейн на странице 99-101 напечатан ее рассказ об этом чтении и мемуары Гернштейн и мои записи теперь в 1993 напечатаны также в сборнике Воспоминания П Конец сноски Я спросила про театр Малый поставил Макбета Мне с ними легко потому что они мне менее родственны чем МХАТ Они просто хорошие люди хорошие актеры Царев Гоголева А в отношениях А в отношениях Он появился и потер рукавицы лоб. Снег полетел между нами. Зинаида Ивановна, повторил он, жива? Да, сказала я. Она, говорят, сейчас работает медицинской сестрой в каком-то ванном заведении в Крыму. Мне казалось, он все не понимает. Та самая, Борис Леонидович. Однако, как свежо, очаков дан у Данта. Сноска. Сноска. Сборник лейтенант Шмидт. Сноска. 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 — Вы похудели, и потому стали похожи на Женю, — сказала я, не зная, что сказать. Ответ прозвучал неожиданно. — Разве Женя красивый? Я не нашлась. Тут никто не найдется, — прервала меня Анна Андреевна. Он поставил мой чемоданчик в снег, повернулся и побежал с горы вниз. И уже из далекой сплошной белой мути я услышала басистое, низкое, мычащее. До свидания. — Да, — сказала Анна Андреевна, — вот это Борис. Мело-мело по всей земле, во все пределы. Конечно, русская метель теперь навеки пастернаковская. Но о ней писали и Пушкин, и Блок. А вот так ответить насчет Жени это может один только Борис Леонидович. Это самое что ни на есть пастернаковский пастернак. — Вы стали похожи на Женю. А разве Женя красивый? Я расскажу это Ниночке. И до станции вас не проводил с чемоданом. Я признала, что мне очень хотелось, чтобы Борис Леонидович прочитал мою повесть. Софью Петровну. Анна Андреевна замахала на меня руками. Нет-нет, ничто чужое его не интересует. Это не Осип, который носился по городу с каждой чужой строкой, как собака с костью. Этот ничего чужого не может услышать. В сороковом году я послала ему свои из шести книг, и он прислал мне письмо, помните, из которого я поняла, что он читает меня впервые. Словам ее противоречит один весьма существенный факт. Стихи пастернака Ахматовой, написанные в 1928 году. Там о ее ранних книгах сказано очень точно. Где крепли прозы пристальной крупицы. Как же это? Не читал, а определение дано меткое. Ну, это по причине собственной гениальности, сказала Анна Андреевна. Никогда ничего не читал моего, кроме Лотовой жены, напечатанной в русском современнике, где он печатался сам. Анна Андреевна отвлеклась от пастернака и мельком снова ругнула Ираклия. Он забраковал какую-то режиссерскую работу Нины Антонны. Ее ученица читала кусок из «Идиота». «Ираклий нынешний Канитфернштанд», сказала Анна Андреевна. «Везде Ираклий главный. И дурно делают Федин и Корний Иванович, что поддерживают его». Но это было так. Между прочим, Федин и Корний Иванович оба были горячими поклонниками актерских импровизаций Андроникова. Рассказав у себя в дневнике записи от 4 июля 1956 года, как Корний Иванович и другие гости слушали у него на даче выступления Андроникова, Константин Александрович пишет далее. «Пластические и в передаче масок блестящие. По умению схватить зерно пародируемого образа и исчерпать характер в меткой устной новелле. Непревзойденно мастерски. С тех пор, как знаю Чуковского, то из-за добрых 35 лет, он впервые задержался у меня до полночи, нарушив обычай свой, в 10 часов быть в постели. Это мог сделать один Андроников». Важное! Анна Андреевна прочитала мне свои стихи. Не то 45-го, не то 46-го года, которые, она говорит, были забыты ею, недавно к ней вернулись и записаны из чужих слов. «Вкусили смерть свидетели Христовы». Прочитав медленно и очень печально эти стихи, она протянула мне листок и позволила переписать. «Какая безумная ахматовская энергия и дерзость! Вдруг точно с обрыва летишь, сказать о мертвых. Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой». «Мертвых вдохнули с пылью, выпили в вине. А о слове, в последнем четверостишее, сказано с такой мощью, с какой только и имеет право поэт говорить о слове. «Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор. К смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово». Само это четверостишее, прочнейшее сооружение на века. И движется стих царственной поступью. Анна Андреевна прочитала мне такие строки. «Вкусили смерть свидетели Христовы. И сплетницы старухи, и солдаты, и прокуратор Рима все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где в гору шел согнувшись водонос, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и запахом блаженных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор. К смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово». В седьмой книге, по соображениям цензурным, Анна Андреевна опубликовала лишь конец этого стихотворения, открыв им вереницу четверостишей. Жермунский впоследствии обнаружил стихотворение целиком, но не в том виде, в котором оно было прочитано мне Анной Андреевной, а в еще более полном. Четыре добавочные строки в начале, а во втором четверостишей — перемены. Либо Анна Андреевна заново переработала эти стихи, либо нашла свой прежний вариант уже после разговора со мной. В Большой библиотеке поэта стихотворение опубликовано полностью, но не там, где ему следует быть, а в отделе другие редакции и варианты. И с ошибкой или опиской. Я настаиваю, что эпитет к розам блаженны, а не бессмертны. Стихотворение утверждает бренность, смертность, тленность всего на свете, кроме печали и слова. Розы блаженны, но не бессмертны. Эпитет «Бессмертные» залетел сюда временно, и можно предположить откуда. Эпитет «Блаженные» оттуда же. Слышу легкий театральный шорох и девическое ах, и бессмертных роз огромных ворох у киприда на руках. У костра мы греемся от скуки, может быть, века пройдут, и блаженных жен родные руки легкий пепел соберут. Веленкин любезно сообщил мне, что, к слову, роз в рукописи Ахматовой в качестве одного из вариантов существовал еще один предполагаемый эпитет священных. Кого когда-то называли люди царем в насмешку, богом в самом деле, кто был убит, и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди. Вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы старухи, и солдаты, и прокуратор Рима все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и запахом блаженных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово. Разглядывая листок, я теперь ясно поняла. Почерков у нее два. Один беспомощный, кругловатый, детский, в кось, и не очень особенный, на все в сущности похожий, это один. А другой, тот, которым она делает надписи, затейливый, твердый, ни с чем не спутаешь. Слова точно и расчетливо распределены на странице, будто это не надпись, а рисунок. Этот у меня в руке, на листочке, был детский, незащищенный. Мы снова вернулись к Пастернаку и к Шмидту. В настоящую минуту я шмидтовед. И Анна Андреевна расспрашивала меня подробно о нем, о Зинаиде Иване, о матросах, о сестре Шмидта, которую я видела, и еще о том, насколько Пастернак точно шел по документам. Очень точно. Я призналась ей в странном своем ощущении. Хотя я родилась в 907-м, но мне всегда кажется, будто я помню 905-й, будто я сама его пережила. И это благодаря 905-му году Пастернака и Виктору Вавичу Житкова. 905-й год. Книга Бориса Пастернака, опубликованная в 1927 году. В книгу в качестве одной из ее частей входила поэма «Лейтенант Шмидт». Виктор Вавич, роман Житкова о 905-м годе, печатавшийся частями в начале 30-х годов, а полностью не опубликованный до сих пор. В 1941 году, когда издательство «Советский писатель» напечатало роман целиком, все экземпляры десятитысячного тиража по указанию свыше пошли под нож. От уничтожений спаслись всего-навсего какие-нибудь 10-20 экземпляров. Рабочие вынесли их из типографии тайком. Долгие годы даже упоминать в печати о существовании романа было запрещено, хотя другие книги Бориса Житкова неоднократно пересдавались. Причиной запрета оказался отзыв Фадеева. Он нашел изображение охранки, полицейщины и предательства неполезным для наших дней. И, отдавая должное таланту автора, уличил его в большей симпатии к эсерам, чем к социал-демократам. Борис Степанович Житков 1882-1938 годы жизни. Моряк, штурман дальнего плавания, инженер-кораблестроитель, один из крупнейших русских прозаиков советского времени. Я читала и слушала роман Житкова главу за главой еще тогда, когда автор работал над ним в конце 20-х. После смерти Бориса Степановича я не раз предпринимала попытки написать о Викторе Вавиче для печати, но натыкалась на категорический запрет. Запрет снят, но роман остается неопубликованным до сих пор. 1994 год. Ту же фразу, что и Аня Андреевна, я помню 905-й год благодаря 905-му году Пастернака и Виктору Вавичу Житкова, я сказала однажды Борису Леонидовичу, прослушав впервые главы романа «Доктор Живаго», где изображен 905-й. Мои слова удивили Бориса Леонидовича. «Житков это что, детский писатель?» переспросил он с неудовольствием. «Нет, это не детский и не не детский, а просто замечательный русский писатель», ответила я. Через несколько лет Борис Леонидович внезапно позвонил мне по телефону. Он прочел Вавиче. «Это лучшее, что написано когда-либо о 905-м годе», сказал он. «Какой стыд, что никто не знает эту книгу». Я разыскал вдову Житкова и поцеловал ее руку. Когда я упомянула о Севастополе, Анна Андреевна сказала, что она жила на той же улице, где Шмидт, на Соборной, в доме Семенова, и добавила, «Главная черта моей биографии — все дома, где я жила, стерты с лица земли. Севастополь, Царская». Один мой усердный почитатель, Заика, поехал в Царское поглядеть на мой дом. Я ему объяснила, второй от вокзала. Вернулся, спрашиваю, как. Там работает трактор. Оказывается, на том месте прокладывают бульвар. 10 февраля 56-го. На днях я у Анны Андреевны. Разговор о Толстом. Обожаю, когда старик начинает выбрыкивать. Крейцерова соната — самая гениальная глупость, какую я когда-либо читала. За всю его долгую жизнь ему ни разу и в голову не пришло, что женщина не только жертва, но и участница на 50%. У ног Анны Андреевны маленькая электрическая печка. В доме почему-то не топят. Из соседней комнаты голоса и шум. Там играют в карты. 29 февраля 56-го. Слухи, слухи, ничего толком не разберешь. Неужели мы дожили до слова? Слухи о разоблачении Сталина на 20-м съезде. Свою знаменитую разоблачительную антисталинскую речь Хрущев произнес в отсутствии иностранных делегаций на особым закрытом заседании съезда 25 февраля 1956 года. Вечером на днях за мной заехала Наталья Иосифовна. Я обещала взглянуть на ее новое жилье. Внизу в такси ждала Анна Андреевна. Я сразу почувствовала, что она напряженная, тревожная, недобрая. Я спросила о здоровье. Сердце как утюг. Вчера целый день лежала. Сегодня утром под гнетом утюга переводила Черенца. Перевела 44 строки. Мы приехали. Наконец-то у Наташи сносное жилье. Всякая хозяйская пошлость на комодах и стенах, но зато тепло. На окнах уютные ставни, чисто и, главное, тихо. Довольно она мыкалась по патефонно-телевизорным углам. Анна Андреевна, тяжело дыша, опустилась в кресло. Я спросила, и сейчас утюг? Нет, ответила она с раздражением и принялась ожесточенно бронить литературную Москву. Совсем дикие люди. Казакевич поместил 400 страниц собственного романа. Редактор не должен так делать, это против добрых нравов литературы. О стихах Асеева. Не стихи, а рифмованное заявление в Моссовет. О рассказе Шкловского. Совершенное ничто. Недоразумение какое-то, полный ноль. Однажды Мерхольд сказал мне про любовь Дмитриевну Блок. Я никогда не видел женщины, менее приспособленной для игры на сцене. Тоже я могу сказать о Шкловском. Я никогда не видела человека, менее приспособленного для литературной деятельности. О главе Твардовского из поэмы очень сурово «Новая ложь». Большей гнусности я в жизни не читала. Это повторила Анна Андреевна несколько раз, сердясь, что я молчу. А я просто еще не успела прочесть. И потом Твардовский «Так ли это?» Я его люблю. И все вокруг находят эту главу очень смелой. Это глава из поэмы Твардовского «За далью даль». Она называлась «Друг детства». Речь в ней идет о случайной встрече автора с другом юности, проведшим 17 лет в лагерях и ныне возвращающимся домой. Встреча происходит в Сибири на станции Тайшет. Когда Наталья Иосифовна убежала за покупками, Анна Андреевна объяснила мне, почему вчера утюг. Опять Левина дело не с места. Кроме того, ее страстно тревожит то же, что и нас всех. Съезд разговоры о Сталине. Разоблачить Сталина это ведь значит вернуть домой миллионы людей и произнести правду о замученных и убиенных. Наталья Иосифовна принесла закуски и бутылочку. Мне налили скучный чай. Они вдвоем потягивали веселое вино. Я, как всегда, томилась завистью. Анна Андреевна, как всегда, от вина помолодела и порозовела. Рассказала нам, что на ней хотел жениться пельняк. Он был вполне человеком двадцать два года и только, сказала она. Я не совсем понимаю это определение. Корзины цветов, когда ехал на север и на возвратном пути, меня удивляла такая настойчивость. Мы даже дружны особенно не были. Затем мы сверялись с ней по памяти впечатления от стихов московского альмонаха. В большинстве случаев мнение ее и мои совпадали, но не во всех. Обеим нам нравятся журавли Заболоцкого, но мне еще очень и некрасивая девочка, а ей нет. Обеим нам понравилась осень алигер и обеим нет Мартынов. Сноска Леонид Николаевич Мартынов 1905-1980 годы жизни. Поэт, очеркист, журналист, переводчик. Печататься в журналах он начал в 1921 году. Затем потерял возможность публиковать свои стихи, потому что в 1932 был арестован по делу группы шестерых писателей «Сибиряки» и отправлен в ссылку сначала в Вологду, а потом по состоянию здоровья в Ташкент. Первый сборник стихов Мартынова после долгого перерыва появился в его родном городе Омске в 1939 В 40-е и 50-е в Москве вышли сборники «Лукоморье» 45-й год, стихи 55-й год, лирика 58-й год. Стихи принесли ему славу и в 1974 году государственную премию. Леонид Мартынов много переводил главным образом с венгерского, чешского, польского. Подробные сведения о творческом и жизненном пути Леонида Мартынова читатель найдет в его автобиографической заметке «Мой путь». В обстоятельном очерке Валерия Дементьева, которым открывается однотомник стихотворений и поэм, вышедший в Большой серии библиотеки поэта, а также в сборнике воспоминаний о Леониде Мартынове, изданном в Москве в 1989 конец сноски Я Мартынова вообще не воспринимаю. У него много поклонников, а меня отталкивает рассудочность, рационализм, бессердечие, риторика и навязчивая многозначительность в придачу. Аня Андреевна, насколько я поняла, стихи его в альманахе тоже не пришлись по душе, но с общей моей характеристикой Мартынова она не согласилась. Я не отношусь к нему с такой безнадежностью, сказала она. Потом Наташа прочитала нам свою великолепную пародию на приключенцев. Я покатывалась с осмеху. Анна Андреевна радовалась каждому удачному повороту. Сноска Речь идет о фельетоне «Следы на насыпи», высмеивающем шпионом Аню. Напечатать следы оказалось нелегко. В литературной газете их отверг Кочетов, в крокодиле Заславский. Спустя год этот фельетон опубликовал новый и тогда еще совсем иной ориентацией, чем теперь журнал «Молодая гвардия». Конец сноски. Но когда я провожала ее домой в такси, она снова была уже печальная и серьезная. Сказала, понизив голос, что дурную роль в судьбе пельника сыграл счастливец. Счастливец, то есть автор романа «Счастье» Павленко 1899-1951 годы жизни. Писатель, сделавший прославление Сталина своей основной специальностью четырежды в 1941-1947-1948 и 1950 годах, получивший Сталинскую премию. Сыграл ли он какую-либо роль в аресте и гибели Бориса Пельника, мне неизвестно. Но сейчас уже известно, какую роль он сыграл в обоих арестах и гибели Мандельштама. И опять о поэме Твардовского Анна Андреевна сказала ворчливо. Как это вы могли до сих пор не прочесть? Что же вы читаете? Это новая ложь взамен старой. Читайте немедля. 4 марта 56-го Анна Андреевна стояла слегка опираясь рукой о стол. Она говорила тихим голосом, но как будто не для меня одной, а с трибуны. Мы стояли друг против друга в маленькой комнате в ясном свете окна между столом и тахтой. Сталин, говорила Анна Андреевна, самый великий палач, какого знала история. Чингисхан, Гитлер, мальчишки перед ним. Мы и раньше насчет него не имели иллюзий, не правда ли? А теперь получили документальное подтверждение наших догадок. В печати часто встречалось выражение «Лично товарищ Сталин». Теперь выяснилось, что «Лично товарищ Сталин указывал, кого бить и как бить». На профессора Виноградова «Лично товарищ Сталин» распорядился надеть кандалы. Оглашены распоряжения товарища Сталина. Эти резолюции оберпалача на воплях, на стонах, испыточных камер. О врачах он сказал министру «Если вы не добьетесь, чтобы они признались, полетит ваша голова». Прекрасно звучит в этом контексте выражение «не добьетесь». Я надеюсь, эти слова будут запечатлены в учебниках и школьники будут их учить наизусть. Доклад Хрущева читался в течение десяти дней или двух недель во многих учреждениях Москвы и Ленинграда. Опубликован же доклад Хрущева впервые полностью лишь в 1989 году в журнале «Известия ЦК КПСС» Номер третий. Привожу отрывок. Следует также напомнить о деле врачей-вредителей. Собственно, никакого дела не было, кроме заявления врача Тимошук, который может быть под влиянием кого-нибудь или по указанию, ведь она была негласным сотрудником органов безопасности, написала Сталину письмо, в котором заявляла, что врачи якобы применяют неправильные методы лечения. Достаточно было такого письма к Сталину, как он сразу сделал выводы, что в Советском Союзе имеются врачи-вредители, и дал указание арестовать группу крупных специалистов советской медицины. Он сам давал указание, как вести следствие, как допрашивать арестованных. Он сказал на академика Виноградова надеть кандалы, такого-то бить. Здесь присутствует делегат съезда, бывший министр госбезопасности товарищ Игнатьев. Сталин ему прямо заявил, если не добьетесь признания врачей, то с вас будет снята голова. Сталин сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал методы следствия, а методы были единственные бить, бить и бить. Вчера впервые мелькнула мне в облике Анны Андреевны репинская царевна Софья. Неистовство в расширенных зрачках, в развернутых плечах, в голосе, тихом, но страстном, гневная одышка, сила запертая, скованная, рвущаяся из тисков. Звонили друзья, просились в гости. Наталья Иосифовна еще кто-то, но Анна Андреевна не приняла никого. Нет, сказала она мне, вернувшись очередной раз от телефона, я и подходить больше не стану, и этот праздник мы будем праздновать с вами вдвоем. Праздновали мы так. Анна Андреевна велела смочить полотенце холодной водой, легла и положила его себе на лоб. Я села возле. Фадеев послал письмо о Леве. Это письмо опубликовано было в 12-м номере Нового мира за 1961 год. Радость, но даже и эта радость тонет в лучах хрущевской речи. Того, что пережили мы, говорила с подушки Анна Андреевна, да-да, мы все, потому что за стенок грозил каждому. не запечатлела ни одна литература. Шекспировские драмы, все эти эффектные злодейства, страсти, дуэли, мелочь, детские игры по сравнению с жизнью каждого из нас. О том, что пережили казненные или лагерники, я говорить не смею. Это неназываемо словом. Но и каждая наша благополучная жизнь, шекспировская драма в тысячекратном размере, немые разлуки, немые черные кровавые вести в каждой семье, невидимый траур на матерях и женах. Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза, та, что сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха. Мы с вами до нее дожили. Я сказала, что многие, в особенности из молодых, смущены и ушиблены разоблачением Сталина. Как же так, гений, корифей наук, а оказался заплечных дел мастером? Пустяки это, спокойно ответила Анна Андреевна. Наркоз отходит, как говорят врачи. Да и не верю я, что кто-нибудь чего-нибудь не понимал раньше, кроме грудных младенцев. Я с ней не согласилась. На своем пути мне довелось встречать людей чистых, искренних, бескорыстных, которые и мысли не допускали, что их обманывают. «Неправда!» закричала Анна Андреевна с такой энергией гнева, что я испугалась за ее сердце. Она приподнялась на локте. Камни вопиют, тростник обретает речь, а человек по-вашему не видит и не слышит? Ложь. Они притворялись. Им выгодно было притворяться перед другими и самими собой. Вы еще тогда понимали все до конца. Не давайте же обманывать себя теперь. Ну, конечно, они, как и мы с вами, не имели возможности выучить наизусть бессмертные распоряжения в оригинале. Но что насчет врагов народа все ложь, клевета, кровавый смрад, это понимали все. Не хотели понимать, это другое дело. Такие и теперь водятся. Вот, например, Твардовский. Вы прочли наконец? Я прочла. Читать мне было тяжело. Я вообще люблю Твардовского. И в теперешней неприятной сенсационной главе встречаются строки, берущие за душу. Уже его мы оба ждали, когда донесся этот звук. Нам разрешали наши дали друг друга выпустить из рук. Ждали его, то есть свистка паровоза. Тем ужаснее, что у Твардовского не хватило мужества мысли, да и самого простого мужества написать правду. Альманах лежал на столе. Я открыла главу о друге. Почему одной судьбы особой повесть? Что сердцу стало на пути? Чем же это такая особая судьба? судьба миллионов. И что это за вопросы без ответа? Кто виноват? спрашивает автор. И отвечает вопросом на вопрос. Страна? При чем же тут страна? Народ? При чем же тут народ? А кто же при чем? Сами арестованные, что ли, себя за решетку загоняли? Вот и ищи кто. Это и есть твоя работа писательская. Понимать. И каким все это произнесено мягким, задушевным, эллигически скорбным голосом, непристойно в этом случае безгневным. речь-то ведь идет о массовых убийствах, не о разлуке с возлюбленной. И какой убогий, лживый, рабий конец. Совесть проснулась с превеликим опозданием. Да и то не сама оказывается, а по команде. Мне правда партии велела. И что это за вознесение ужасной реальности в какую-то надмирную сферу? Мы, дескать, в высшем смысле, всегда были с ним, заключенным. Он, в высшем смысле, с нами. Мы с ним вместе томились в лагере. Он с нами вместе поднимался по лестнице в Кремль. Что за кощунственный вздор? И сколько комплиментов вынужден наворотить автор необъятной братской могиле, именуемой Сибирь, чтобы иметь право выговорить наконец свою четверть правдочку. Все так, медленно сказала Анна Андреевна, выслушав меня. Но самой главной мерзости вы не приметили. Там возвращающийся из заключения лучший друг не может ответить на вопрос, жива ли его мать. Это естественно. Он провел семнадцать лет в заключении без писем. Но друг-то этого лучшего друга, сам автор, тот, кто говорит о себе я, он-то почему не знает, жива ли старуха. Он-то существовал на свободе. Анна Андреевна сняла с лба полотенца и спустила ноги на пол, тяжело поднялась. Мы знали, живы ли матери и дети наших погибших друзей. Не правда ли, Лидия Корнеевна? О том, что лагерная тема давалась Твардовскому в работе над поем из-за даль-ю-даль весьма тяжело, свидетельствуют записи у него в дневнике. Привожу отрывок 1955 года. Но я сейчас не вижу, как это сделать, чтоб не было бы в конце концов итога. Вот и хорошо, ты сидел я молчал, а теперь ты на воле, мы еще не стары, будем жить работать. Словом, я не в силах вытянуть это дело сейчас, и может быть с другого конца нужно зайти. Тема страшная, взявшись бросить нельзя, все равно, что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо, и больше не убивать членов семьи. Твардовский из рабочих тетрадей. 12 марта 56-го. Третьего дня у Анны Андреевны. Она наколена ожиданием. Во вторник обечен ответ насчет Левой. Пойдет Эмма Григорьевна. Привожу письмо Ахматовой к Фадееву, посланное ею накануне ожидаемого в ближайшее время решения Левиного дела. 10 марта 1956-го. Дорогой Александр Александрович, сейчас я узнала, что дело моего сына рассматривается в понедельник 12 марта. Трудно представить себе, какое это для меня потрясение. Вы были так добры, так отзывчивы, как никто в эти страшные годы. Я умоляю вас, если еще можно чем-нибудь помочь, сделайте это, позвонить, написать. Мне кажется, что я семь лет стою над открытой могилой, где корчится мой еще живой сын. Простите меня, Ахматова. Цитирую по статье Нины Дикушиной об Александре Фадееве. Снова бронила Твардовского. На этот раз литературной точки. Он воображает, будто можно написать поэму обыкновенными кубиками. Да ими шестнадцать строк напишешь, не больше. Все это от невежества. Греки писали емким гегзаметром, дант, торцинами, где были внутренние рифмы, где все переливалось, как кожа змеи. Пушкин, пускаясь в Онегинский путь, создал особую строфу. Все играет внутри, на смену каламбуру приходит афоризм и так далее. А тут отмахать целую поэму тысячи километров кубиками, какая чепуха. Про обезьянку Мариака сказала, полный смрад. Многие в восторге, потому что не знают образцов, не читали Сартра, Хемингуэя, Стейнбега, например, Стейнбег, о мышах и людях. Каждому слову веришь и страшно, а этот бежит сзади и кричит и я, и я, а сам не умеет ровно ничего. Единственный вывод, если мужчина импотент, ему не следует жениться. Все. Сказала, что уже много месяцев перечитывает Шекспира, хроники. А переводит теперь Галкина и восхищена. Самуил Залманович Галкин 1897-1960 годы жизни Еврейский поэт, драматург, а также переводчик на идиш Пушкина, Шекспира, Блока. В 1949 году в разгар антисемитской кампании Галкин был арестован и пробыл в заключении до 1955 года. С Ахматовой, когда он вернулся, его познакомила Петровых. По свидетельству Марии Сергеевны, Анна Андреевна высоко ценила философскую лирику Галкина, в особенности позднюю, а также и его самого. Галкин один из тех редких людей, которые умеют говорить о стихах. Я думаю, сближала Ахматову с Галкином и общая их любовь к Анакенсию Анинскому. Анатолий Ванеев, автор воспоминаний о лагерной жизни, рассказывает, как, когда его перевели в 1950 году в коме АССР в Абись. Он подружился с Галкиным, Карсавиным и Пуниным и многое почерпнул из общения с ними. Галкин читал ему стихи и, в частности, прочел однажды стихотворение «Дер Стерн» «Звезда». Прочел сначала на идиш, а потом пересказал по-русски, объяснив при этом, что навеяно оно знаменитым стихотворением Анинского «Среди миров». Среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю имя. В обоих сборниках Галкина, вышедших под редакцией Петровых, стихи баллады, драмы «Москва» 1958 год и стихи последних лет «Москва» 1962 год, Ахматова принимала участие. Для сборника 1958 года ею переведены четыре стихотворения из разных циклов, а для посмертного одно из цикла «Книга любви». Анна Андреевна рассказала про одно из Наташ. «Я отменяю титул «Плохая». Не знаю, надолго ли, но сейчас так. Была у меня веселая, хорошенькая, попросила зажечь свет, чтобы я взглянула на ее туфельки. В самом деле туфельки, как розы. Но не в этом, конечно, перемена, а вот в чем. Никаких сплетен, никакого злословия, никого не ругала. Только иногда под текстом вспыхивали синие гоньки. Канья Андреевна от имени редакции литературного наследства приходили просить воспоминания о Маяковском. Я отказалась. У меня было когда-то написано страниц 8, но я их потеряла, и бог с ними. Я, в сущности, очень мало знала его, и только издали. Терпеть не могу этих воспоминаний дальних лиц. Да и зачем мне бежать за его колесницей? У меня своя есть. Кроме того, ведь публично он меня всегда поносил, и мне не к лицу восхвалять его. 20 марта 56-го. Мне хочется спросить у Анны Андреевны, почему так тяжело на душе? Сквозь счастье? Уж если она не объяснит, больше некому. У нас теперь много радости, но каждая чем-то отравлена, даже величайшая из всех возможных возвращение друзей. Разве я не рада? Тогда я просто деревяшка, пень, оледенелая глыба. Можно брать их к себе на житье, одевать, лечить, хлопотать о скорейшей реабилитации, о комнате для них, о восстановлении в союзе. Я это делаю сама и помогаю делать другим. И все удается. Это ли не радость? И изгнанники в доме моем. А на душе вместе с радостью какая-то ядовитая муть? Стыд перед ними, что их судьба миновала меня? Стыд за молчание свое и наше общее, когда они подвергались мучениям? Но ведь заговорить тогда это значило вырыть себе своими руками могилу и лечь в нее живьем, и рядом с собой положить своих близких, погибнуть и не принести ни малейшего облегчения мученика. Логически это может служить оправданием, но почему-то не служит. Стыд хоть и не дым, а ест глаза. Это вот одна отравленная радость. Но есть и другая, огромная и тоже отравленная. Мы дожили до светлого часа. Слово «Сталин» стоит наконец рядом со словом за стенок. Пусть по-ихнему культ и массовое нарушение социалистической законности. Пусть, хоть и на ихнем жаргоне, а все равно счастье. Но и это счастье испорчено, замутнено для нас, и тут я догадываюсь, чем. Опять по команде «Поворот все вдруг». По команде славили, теперь по команде будем хаять. Фридочку вызвал в редакцию Камир и попросил срочно убрать из повести о Зое и Шуре тот абзац, где Зоя полумолитвенно размышляет о Сталине. «Не трудно вам будет?» спросил он. «Почему же мне может быть трудно?» ответила Фрида. «Ведь это вы сами, Борис Исакович, вписали в мою рукопись абзац о Сталине. С текстом он мне сросся, убрать его оттуда теперь. Легче легкого». Борис Исакович Камир год рождения 1908 работник Дед Гиза в то время главный редактор или заместитель главного редактора и кажется секретарь партийной организации. Абзац о Сталине Камир потребовал убрать из повести о Зое и Шуре. Книга эта космодемьянская литературная запись Викдоровой впервые вышла в Дед Гизе в 1950 году. С этим абзацом повесть неоднократно переиздавалась. Изъять же Сталина Камир потребовал после 20-го съезда партии. Позвонил Камир и мне по поводу Челдонки. «Моя Челдонка» повесть Хавкина, которую я редактировала по приглашению Дед Гиза. Книга вышла в том же в 1956 году. Там десятилетний школьник Володя во время войны пишет Сталину письмо об изобретенной им пушке. Построить такую и наша армия сразу победит немцев. Ничего Халуйского в письме нет. Обыкновеннейшая детская техническая фантастика. Я подобных писем Сталину от школьников видела десятки. Так вот Камир на днях позвонил мне. Советую вам подумать вместе с автором. Думать нам не о чем. Мы с удовольствием убрали проклятое имя и переадресовали Володина письмо Ворошилову. Но у нас обоих такое чувство будто мы снова измазались в какой-то гадости. От этого начальственного приказа вычеркнуть одно и вставить другое имя повеяло на меня очередной компанией которой если она компания грош цена. Повеяло запахом времени которое как нас хотят уверить навсегда прошло. Вправду ли прошло? Если бы вправду то и Камир а он по-прежнему начальствует по-прежнему распоряжается и при этом совершенно на прежний манер. Даже слово подумайте оно тогдашнее из прежнего времени. Следователь выпроваживает своего упорствующего собеседника в коридор и дружески предлагает посидеть и подумать. Между коридором того заведения и издательством такая ли уж большая разница но мы в этом случае не упорствовали. Анна Андреевна просила меня когда документ будут читать в Союзе непременно прослушать. Читают всюду кругом даже школьникам старших классов. Просила если окажется возможно сделать конспект. Мне и самой конечно хотелось своими ушами услышать благую весть. Но если бы не Фрида я вряд ли удостоилась бы. Случилось так. Сначала мне позвонил Могилевский Октябрьский и сообщил что в среду в 6 часов будут читать важный партийный документ и мое присутствие весьма желательно. Борис Львович Могилевский Октябрьский 1908-1987 годы жизни. Член партбюро детской секции Союза я как автор критических работ о литературе для детей состояла в детской секции Союза. Я чуть было не спросила давно ли меня приняли в партию. Накануне назначенного часа позвонила секретарша. Чтение в детской секции отменено. Я встревожилась где я теперь услышу и тут выручила Фридачка на днях совершенно внезапно вызвала меня в Союз. Я сразу смекнула в чем дело и помчалась. Мы пошли в партком к Сытину просить, чтобы нас допустили, если где-то читают. А Сытина нет. Виктор Александрович Сытин год рождения 1907 секретарь партийной организации Московского отделения Союза писателей. И вдруг мы увидели все, тихонько ожидавшие в коридоре, потекли в конференц-зал. Фридачка молча меня подтолкнула и мы пошли со всеми. Какая это была секция, я так и не поняла. Судя по Левику и Станевич, по-видимому, переводческая. Всего человек тридцать. Мы сели за длинный стул. Молодая миловидная дама в зеленом костюме заперла дверь на ключ и села во главе стола. Читала она очень отчетливо, с интеллигентными интонациями. Чтение длилось два с половиной часа. Доклад составлен почти без казенных фраз. Очень неприятно, что трагедия понята только как трагедия коммунистов, а беспартийных будто и не губили миллионами. Но, в общем, толково. Мы с Фридочкой, как и все, слушали молча, сидели неподвижно, не переписываясь и не перешептываясь. И не конспектировала я ничего, ведь это панихида, суетится грех. Письмо эйхи, письмо эйхи, концентрат сгусток. Когда читались письма казненных, женщины плакали. Все плакали, кроме нас с Фридой. Меня не тянуло расплакаться, напротив, я испытывала к плачущему злобу, уж слезы ронять они могли бы и раньше. Другим эти судьбы, быть может, в новинку, а мною давно оплаканы и даже отчасти описаны. Не из доклада Хрущева узнала я, в каких руках были наши близкие. А они из доклада. Примером гнусной провокации, злостной фальсификации преступных нарушений революционной законности, говорил в своем докладе Хрущев, является дело бывшего кандидата в члены Политбюро ЦК, одного из видных деятелей партии и советского государства, товарища Эйхи, члена партии с 1905 года. Товарищ Эйхи был арестован 29 апреля 1938 года. Эйхи под пытками понуждали подписывать заранее составленные исследователями протоколы допросов, в которых возводились обвинения в антисоветской деятельности против него самого и ряда видных партийных и советских работников. 1 октября 1939 года Эйхи обратился с заявлением на имя Сталина, в котором категорически отрицал свою виновность и просил разобраться с его делом. Сохранилось второе заявление Эйхи, посланное им Сталину 27 октября 1939 года. Эйхи писал в своем заявлении «25 октября сего года мне объявили об окончании следствия по моему делу. Если бы я был виноват хотя бы в сотой доле, одного из предъявленных мне преступлений, я не посмел бы к вам обратиться с этим предсмертным заявлением, но я не совершил ни одного из инкраминируемых мне преступлений. Я вам никогда в жизни не говорил ни полслова неправды, и теперь, находясь обеими ногами в могиле, я вам тоже не вру, все мое дело это образец провокации клеветы. Теперь о моих признаниях в контрреволюционной деятельности. Не выдержав истязаний, которые применили ко мне Ушаков и Николаев, особенно первый, который ловко пользовался тем, что у меня после перелома еще плохо заросли позвоночники и причинял мне невыносимую боль, заставили меня оклеветать себя и других людей. Большинство моих показаний подсказаны или продиктованы Ушаковым. Если в творимой Ушаковым и мной подписанной легенде что-нибудь не клеилось, то меня заставляли подписывать другой вариант. Казалось бы, такое важное заявление должно было быть обязательно обсуждено в ЦК, но этого не произошло. 2 февраля 1940 года Эйхи был предан суду. В суде Эйхи заявил следующее. Во всех якобы моих показаниях нет ни одной названной мною буквы, за исключением подписи внизу протоколов, которые подписаны вынужденно. Показания даны под давлением следователей, которые с самого начала моего ареста начали меня избивать. Я умру так же с верой в правильность политики партии, как верил в нее на протяжении всей своей работы. 4 февраля Эйхи был расстрелян. Фриточка пошла меня провожать. И когда мы шли бульваром, я у нее спросила, как она думает, почему женщины плакали, о ком и о чем, о замученных, о своем преступном молчании. «Думаю», ответила Фрида, «они оплакивали свою утраченную веру, всю жизнь веровали свято в товарища Сталина, повинуясь этой вере, совершали всякие подлые поступки, одни чаще, другие реже, а вера сегодня рухнула, сегодня им сказали в лицо, что они обманутая стада, как же им не плакать». Измученная бурными чувствами и смутными мыслями, сбитая с толку и слабая, явилась я к Анне Андреевне, придя, поняла, что не надо бы мне сегодня вываливать ей на голову все мои недоумения и тревоги. Сегодня она светла и радостна, Левина дело, судя по обращению прокуратуры с Эмой Григорьевной, будет вот-вот решено, но я не могла удержаться, да она и сама сразу же стала расспрашивать меня о письме Хрущева. Она слушала и не перебивала. Когда я сказала, что женщины плакали, у нее гневно дрогнули ноздри, но ни слова. Потом, прежде чем я, кончив, задала ей свои вопросы, она сама предложила мне один. Вот прослушали вы письмо от начала и до конца. Скажите, нашлось ли для вас в нем что-нибудь новое, какие-нибудь факты или обстоятельства, проливающие новый свет? Я нарочно спрашиваю об этом именно вас, потому что вы и раньше не обольщались. Я подумала, узнала ли я что-нибудь новое. Существует магия открытого слова. Знать про себя среди молчания всеобщего и своего и вдруг услышать громко высказанно то, о чем молчишь, это ошеломляет уже само по себе. Я думаю, от выговоренных впервые или услышанных впервые долгожданных слов у людей меняется состав крови. Но Анна Андреевна спросила проще, узнала ли я из этого доклада что-нибудь принципиально и фактически новое, до сих пор неизвестное мне? Да, узнала. Новостью и весьма существенной оказалась для меня одна сталинская телеграмма. Я помню, лет 18-19 назад в Ленинграде в узком кругу мы задавали друг другу вопрос, каким способом Сталин показывает своим соратникам, что наследствие можно и должно пытать арестованных. Усом помаргивает, не мог же он так прямо и говорить, поджарьте рыкова на сковороде, а бухарина сварите живьем. Как же они вообще на эти темы объяснялись между собой, знаками, усмешками, щелканьем пальцев, бровями? Мы, конечно, понимали, что все эти обывательские разговоры Сталин не знает, безобразие творятся его именем без его ведома, чепуха, вздор, малоумье. Царь-батюшка не ведает, министр виноватый. Понимали, что он автор пыточной системы, но мы думали скрытый, лицемерный, не мог же он так прямо и брякать, ведь советская власть не мстит, ведь советский строй самый гуманный в мире, ведь гестапо бранное слово. Оказалось, отлично мог, так и говорил, не подмигиванием, а словами, попросту и без затей. И вот эта откровенность и оказалась новизной для меня. Какой-то наивный провинциальный обком в 38-м кажется, году запросил Сталина, допустимо ли в советских следственных органах применение физических методов воздействия? Сталин ответил, что да, допустимо, безусловно, и мы были бы плохие марксисты, если бы избегали их. Сталин, ссылаясь на будто бы существующий опыт зарубежных разведок, ответил, ЦК ВКПБ считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь в виде исключения в отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод. Сохранились письменные резолюции Сталина на мольбах, иногда доходивших до него из тюрем от истязаемых. После 22-го съезда, состоявшегося в 1961 году, некоторые из таких автографов стали известны. Вот пример. К Сталину обратился арестованный и пытаемый Якир. Он утверждал свою неповинность. Сталин в деле не стал разбираться. Вероятно, оно и создано было по его указанию. И на заявление Якира своей рукой написал «Подлец и проститутка». Ворошилов добавил «Совершенно точное определение». Молотов под этими двумя высказываниями подписался. Каганович присовокупил «Предателю сволочи одна кара смертная казнь». Правда 27 октября 1961 года. Доклад Шелепина «Для вас это ново?» «Что он был прям?» «Для меня нисколько», сказала Анна Андреевна. «Кого же ему было стесняться?» «Мне даже кажется, я эту телеграмму собственными глазами читала». «Вот именно». «Подлинная наука требует». «Быть может, читала во сне». «Жаль, в те годы мы не записывали своих снов. Это был бы богатейший материал для истории. Я подумала, что мы и явь-то писали едва-едва одну миллионную, какой-то краешек яви, и действительность корчится без языка, ей нечем кричать и разговаривать. И тоже надо признаться, материал богатейший». Я попыталась задать Анне от древней неотвязный вопрос, отчего все теперешние радости пропитаны для меня отравой? Даю честное слово, не от того, что другие вернутся, а Митя нет, честное слово. Отчего? Анна Андреевна серьезно поглядела мне в лицо. Поймули. От того, что бессознательно, того не ведая сами, вы хотите, чтобы этих лет будто и не было, а они были, их нельзя стереть, время не стоит, оно движется. арестованных можно из лагерей воротить домой, но ни вас, ни их, нельзя воротить в тот день, когда вас разлучили. Этот день для них и для вас был ужасен, но он был днем вашей жизни, и вы хотите, чтобы не только люди, но и день вернулся, и чтобы жизнь, насильно прерванная, благополучно началась с того самого места, где ее прервали, склеилась там, где ее разрубили топором, но так не бывает. Нет такого клея. Категория времени вообще гораздо сложнее, чем категория пространства. Справедливость, которая торжествует через 17 лет, это уже не та справедливость, которую ваше сердце жаждало тогда, да и сердце ваше не то. А про Камира и про систему, что она прежняя, конечно прежняя. Откуда же взяться другой? Она древно опять серьезная, даже как-то с укором посмотрела на меня. Давайте я вам лучше стихи почитаю. С сорокового года. Марине и Ванне. В них целые четверостишие посерединке я написала заново. Скорбно подняв брови, скорбным глубоким голосом, она прочитала мне стихотворение, обращенное к Цветаевой. Невидимка, двойник, пересмешник. Я запомнила только четыре строки. То кричишь из Маринкиной башни, я сегодня вернулась домой, полюбуйтесь, родимые башни, что за это случилось со мной. Дальше дивный переход к самой концовке. Поздний ответ. Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то мелькнешь на погибших крестах, то кричишь из Маринкиной башни, я сегодня вернулась домой, полюбуйтесь, родимые башни, что за это случилось со мной. Поглотила любимых пучина и разграблен родительский дом. Мы с тобою сегодня, Марина, по столице полночный дем. А за нами таких миллионы и безмолвнее шествия нет. А вокруг погребальные звоны, да московские дикие стоны, в юге наш заметающий след. 1940-й 1961-й годы. Пользуясь случаем исправить ошибки и опечатки в стихотворении поздний ответ, в обоих изданиях первого тома сочинений Ахматовой опечатка в пятой строке вместо «То кричишь из Маринкиной башни» значится «из Мариинской». Опечатка лишает строку всякого смысла. Мариинским назывался театр в Петербурге. Маринкиной же и до сих пор именуется одна из башен Коломенского Кремля, где, по преданию, была заточена и скончалась Марина Мнишек. Для Ахматовой Маринкина башня, как, быть может, и для Цветаевой, совершенная реальность. В июле 1936 года гостя в Старках Анна Андреевна вместе с Шервинским и Горнунгом посетила Коломенский Кремль и повидала Маринкину башню не только снаружи, но и внутри. Один из музейных работников принес ключи, и все трое поднялись по узкой кирпичной лестнице до самого верха. Поздний ответ и впоследствии публиковался с ошибками в обоих двухтомниках, а также в сборниках «Я голос ваш и узнают», вместо «Разграблен», напечатано «Разрушен». Публиковалось это стихотворение с опечатками и в огоньке 1987 год номер 18. «Где снова Мариинская башня вместо Маринкиной и, кроме того, в обессмысленном порядке даны строки 13 и 14. «Ей я не решилась прочесть», сказала Анна Андреевна. «А теперь жалею, она столько стихов посвятила мне. Это был бы ответ хоть и через десятилетие, но я не решилась из-за страшной строки о любимых». Поглотила любимых Пучино. Сестра Марины Ивановны Анастасия Ася была уже не впервые арестована в 1937 году. Дочь Ариадна Аля в 1939 муж Сергей Яковлевич Эфрон тоже в 1939 в 1941 расстрелян. Нас позвали ужинать. В столовании Нина Антонна оканчивала беседу с молодым человеком, по-видимому, актером и ее учеником, а Миша хозяйничал. Анна Андреевна села на свое обычное место, на диван, и усадила рядом меня, погрозив пальцем лапе, которая ворчала из-под дивана. Миша подал Анне Андреевне какую-то особую еду, но вино она пила вместе со всеми, часто наклонялась к моему уху, и тихонько шептала что-нибудь посреди общего разговора. Один раз так. Правда ведь за 800 рублей можно купить хороший мужской костюм. Это она уже готовится к Левиному возвращению. Речью Хрущева он спасен, как и другие, от тысячи тысяч смертей. А я еще смею рассуждать, копаться в себе, быть печальной. 29 марта 56 В день своего рождения вечером я была с Люшенькой в кино на деле Румянцева. Оба главные герои, следователь и арестованный, играют превосходно. Арестованный Алеша Баталов. На другой день я видела Баталова уже не на экране, а за чайным столом. У Анны Андреевны, или точнее у Ардовых. Он был с женой. Мы долго все вместе сидели в столовой. Он, видимо, актер замечательный, и я вглядывалась в него с интересом. Лицо рано уставшего мальчика. Сейчас много таких лиц. Держится он с подчеркнутой скромностью, но, я думаю, сосредоточен на себе, художник. Фильм не сходит с экрана, и люди узнают Алешу на улице. По просьбе Анны Андреевны, он рассказал мне, как на днях был опознан одной девушкой, служащей при бензоколонке, то есть, вернее, узнан, но не опознан. Заправляя машину, она сказала, «Ты, парень, такое кино видал?» Проследователя Чурбана, «Ты на Румянцева там похож, вылитый, Румянцев и Румянцев». «Тебе, верно, уже говорили?» «Случалось». «Копия». Но не признался, что это он самый и есть. Анна Андреевна тут же за столом спросила, понравился ли мне фильм. Я сказала, что, несмотря на замечательную игру актеров, картина произвела на меня впечатление двойственное. Она неправдиво отвечает на тот вопрос, который сейчас у всех на устах. В сущности, это ложь, хотя и под соусом правды. Правда в деталях, ложь в основе. Великолепно сыгранный и неповинный Румянцев, и кретин следователь. Отечественные холмсы и впрямь не блистают умом. Но не тут ведь причина перенесенного нами бедствия. Фильм «Дело Румянцева» это лишь заменитель истины суррогат Эрзац. Все преподнесено как единичный случайный факт. Ведь в действительности таких дел были миллионы. И исследователи не потому становились орудиями гибели неповинных, что по тупости своей принимали их за виноватых. Уж кому-кому, а им неповинность их жертв была известна досконально. Ведь они сами заранее сочиняли протоколы допросов. После чая она древно увела меня к себе. По-видимому, она была рада услышать, что мне очень понравились ее румынские переводы. В журнале «Иностранная литература» 1956 год, номер 3, напечатано в переводе Ахматовой несколько стихотворений румынского поэта Александру Тома 1875-1954 годы жизни. В оглавлении имени Ахматовой нет. Оно упомянуто только в предисловии Далматовского. Заметили? Они, кажется, в самом деле удались. Их из меня Шервинский выбил. Удивительно, сам он переводчик не очень хороший, а редактор отличнейший. Вышла, оказывается, книжка одной норвежской поэтессы, где несколько стихотворений переведены Анной Андреевной. Я и не знала. И потешное происшествие. Один Ахматовский перевод приписан Железнову. Ингер Хагеруп стихотворение. Железнову приписан перевод стихотворения, который, как на смех, начинается строкой. Мы женщинами родились. Во многих последующих изданиях повторена та же ошибка в имени переводчика. Это прелестно. Редакция извинилась перед Анной Андреевной и хотела уволить сотрудника, повинного в путанице, но Анна Андреевна за него вступилась. Я не позволила из-за себя никого выгонять. Этот крест мне не по плечам. Обещали. Однако о переводах мы говорили недолго. Сталин, пережитая нами эпоха, вот о чем, опять и опять. Я передала Анне Андреевне слухи о недавнем собрании в правде. Туда были приглашены писатели, в том числе и Всеволод Иванов. Все ожидали, что разговор пойдет о разоблачении Сталина. Ничуть не бывало. Сатюков произнес казенную канцелярски-хозяйственную пустую речь. Павел Алексеевич Сатюков 1911-1976 годы жизни, главный редактор газеты «Правда», назначенный на этот пост в 1956 году. Писатели в ответ тоже заговорили всего лишь о хозяйстве, хотя и резко вымирает рыба, гибнут леса. Тогда встал Всеволод Вячеславович и сказал, что есть и пострашнее, чем рыба и лес, что в нашей стране погибли миллионы людей, об этом говорилось на съезде. Но по секрету, и доклад Хрущева не дошел не только до народа, но и до него, писателя Иванова. Сатюков в бешенстве его оборвал. Всеволод Вячеславович вышел из кабинета по некоторым версиям, громко хлопнув дверью. У этого эпизода был занятный эпилог, сообщает сын писателя Всеволода Иванова Вячеслав Всеволодович. На следующий день отцу с курьером прислали из Союза писателей напечатанный типографским способом доклад Хрущева. Текст был снабжен грифом «Совершенно секретно не подлежит распространению». Вернуть просили через два или три часа. За это время отец и вся наша семья прочли текст. Из письма «Ко мне» от 24 апреля 69 года. Анна Андреевна сказала «По видимому граница дозволенного очерчена на новой идеологической карте с большой точностью. Охраняется зорко». Но мы ее еще не изучили. Всеволод Вячеславович вольно или невольно ее приступил. А на карте возле черной черты крупным шрифтом напечатано «Что можно Хрущеву, того нельзя Иванову». Если каждый начнет делать выводы из хрущевского доклада и главное пополнять его собственными соображениями и опытом – беда. Домой меня доставил Баталов на своей бибишке. 7 апреля 56 Гололедица «На днях со мной случилась дурацкая история. По дороге к Анне Андреевне это было кажется четвертого вечером. Я купила торт. Под аркой у двери вместо вечной лужи теперь вечная мерзлота. Я поскользнулась. Мне бы бросить торт и освободить руки, а я как великую драгоценность прижимала груди коробку и потому грохнулась во весь рост со всего размаху на лед. Коробка осталась цела. Я я ушибла голову и правую руку в локте. Я полежала немного на льду ожидая не поможет ли кто но никого. Встала сама. Кружится голова мутит. Лучше бы домой. Из дома позвонить Анне Андреевне. Но одна пуститься в дальний обратный путь я не рискнула. Вскарабкалась держась за перила на второй этаж и дернула звонок. К счастью мне открыла домашняя все смотрят в столовой телевизор. Работница помогла мне стянуть себя пальто ботинки. Я юркнула в комнату Анны Андреевны и там легла. Меня никто не видал. Минут через десять вызванная потихоньку из столовой вошла ко мне Нина Антонна. Дала каких-то капель и чашку кофе. Вы синебелая сказала она. Когда я сделалась больше похожа на человека Нина Антонна позвала Анну Андреевну. В сущности у меня уже все прошло, только сильно болела рука, но Анна Андреевна настаивала, чтобы я непременно перешла в столовую на диван, потому что там больше воздуха. А там по телевизору гремел отелло, которого слушали другие. Для меня же громкий звук гораздо труднее, чем духота. Я умоляла Анну Андреевну не беспокоиться и посидеть со мной. Она села, но была очень тревожна. Не верила, что у меня уже все прошло. Чувство ее волнения Нина Антонна каждую минуту являлась из столовой с докладом. Скоро конец, уже платок, дело идет быстро. Ура, он уже ревнует, скоро задушит ее. Нина Антонна наповал Бронила Юткевича, актеров и весь спектакль. Анна Андреевна сказала, Шекспир требует рамы и только. Его нельзя ставить на фоне пейзажа. От неба, моря, деревьев сразу гибнет все. Пейзаж ему противопоказан. В действительности ведь он пишет о Лондоне. Его настоящий пейзаж Лондон. О Венеции ли идет речь или о Вероне? И слуги у него это лондонский сброд, а не венецианский. Шекспира надо ставить так, как ставят англичане. Сцена, две ступеньки, принц в плаще, на него направлен свет и он произносит гениальные слова. Отел окончился. Для спокойствия Анны Андреевны я немного полежала в столовой, пили чай со злосчастным тортом, потом Боря привел такси, натянул на меня пальто и боты и отвез домой. 11 апреля 56-го. Сегодня была у Наташи Ильиной в ее новом жилье на Арбате и там встретилась с Анной Андреевной. Дурно выглядит желтое и почему-то собирается в Ленинград, а почему не объяснила. Разговоры все те же. На днях статья в правде о каких-то новоявленных клеветниках, которые, процитировала нам на память Анна Андреевна, под видом осуждения культа личности пытаются поставить под сомнение правильность политики партии. Это 5 апреля 56-го года в правде была помещена статья «Коммунистическая партия побеждала и победит верностью ленинизму». В ней содержится цитируемая строка. Статья направлена против тех, кто пытался сделать выводы из доклада Хрущева, наполнить фразу «последствия культа личности» конкретным содержанием. «Партия, принимавшая самое деятельное участие во всех только что разоблаченных злодействах, несмотря на разоблачение, оказывалась всегда и во всем права». «И китайцы, к сожалению, пишут не только стихи», добавила Анна Андреевна. «Вы читали?» У нее дрогнули ноздри и дрогнул голос. «Палачество Сталина, длившееся 30 лет, они посмели назвать ошибками всего лишь. Если это ошибки, то что же такое массовые убийства?» 7 апреля 1956 года в «Правде» была перепечатана статья из «Женьминь-Жибао», посвященная заслугам Сталина. Говорилось также, что диктатура пролетариата обладает бесконечной способностью исправления ошибок. «Осчастье было так возможно, так близко», сказала я. «Вы заблуждаетесь», ответила Анна Андреевна. «Ничто коренное вовсе не было возможно». «Да, конечно, она права. мне бы следовало помнить 1857-й, 1861-й, 1862-й, разоблачение злодеев и сопротивление злодеев и праздник злодеев 1863-й». 14 апреля 1956 года Анна Андреевна уехала в Ленинград. Мы проводили ее Нина Антонна, Наталья Иосифовна, «Миша, я». Она подарила мне корейцев. Корейская классическая поэзия, перевод Анны Ахматовой, «Москва», Гослит издат, 1956-й год, надпись «Милой Лидии Корнеев-Ничуковской» от ее друга Ахматовой, 13 апреля 1956-го года, Москва. Папирон ушла с мученическим выражением лица, хотя и пыталась шутить. 24 апреля 1956-го. Сейчас мне позвонила Наташа Ильина. Она разговаривала с Анной Андреевной по телефону. Умер Владимир Георгиевич. И так и его она пережила. В 1940-м году, хворая, Анна Андреевна думала, что переживет ее он. В стихотворении «Соседка из жалости два квартала» к Гаршину обращены строки «А тот, чью руку я держала, до самой ямы со мной пойдет». В эвакуации в Ташкенте Анна Андреевна постоянно ждала писем из осажденного Ленинграда от Владимира Георгиевича и иногда получала их. Я тоже получала от него открытки с расспросами об Анне Андреевне. Ничто не предвещало разрыва. В 1942-м году Ахматова писала «Между нами, друг мой, три фронта, наш и вражий, и снова наш». Стихотворение это «Глаз не свожу с горизонта». Стихотворение, в котором осталась незавершена работа над второй строкой, обращено к Гаршину, и кончается оно строчками. «Я молилась, чтоб смертной муки удостоились вместе мы». В эвакуации там же в Ташкенте написано еще два стихотворения, обращенные к Гаршину. «С грозных ли площадей Ленинграда» и «Справа раскинулись пустыри». В черновике первого из них за шестистишеем следовало «Я твоей добротой несравненной». В больнице в Тифу Анна Андреевна поручила мне осторожно написать Владимиру Георгиевичу в Ленинград о ее болезни, чтобы подготовить его. В рукописном экземпляре поэма «Без героя», подаренном мне Анной Андреевной в Ташкенте 15 октября 1942 года, над Решкой стояло посвящение В. Г. Гаршину, а эпилог был посвящен городу и другу. К Гаршину в поэме обращены были такие строки «Ты мой грозный и мой последний, светлый слушатель темных бредней, упованье, прощенье, честь, предо мной ты горишь как пламя, надо мной ты стоишь как знамя и целуешь меня как лесть». «Положи мне руку на теме». Разрыв Ахматовой с Гаршином произошел в июне 1944 года, когда Анна Андреевна вернулась из эвакуации в Ленинград. После разрыва Анна Андреевна сняла с Решки посвящение, поставила над эпилогом просто «моему городу», а приведенные выше строки переменила так «ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней. Мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, этой нашей разлуки весть. Не клади мне руку на теме». В 1945 году без указания адресата Ахматова обратила к Гаршину стихи, начинающиеся такими строками «А человек, который для меня теперь и никто, а был моей заботой и утешением самых горьких лет». Далее Ахматова говорит о Гаршине как о душевнобольном, тяжелой, одурманенной безумьем, со скалом волчьем. Об отношениях между Ахматовой и Гаршиным смотрите записки том первый «Будыка. История одного посвящения». Русская литература 1984 год номер первый. Зоя Томашевская «Я, как петербургская тумба». Октябрь 1989 года номер шестой. Ольга Рыбакова «Грустная правда», звезда 1989 номер шестой. Владимир Адмони «Знакомство и дружба». Воспоминания 15 мая 56 «Страчу статью для нового мира». И потому на долю дневника остается всего лишь конспект. Рабочий разговор. Статья была принята в новом мире, но мало-помалу ее начали там смягчать. И я ее оттуда взяла. В конце концов, после долгих мытарств в других журналах, она была напечатана Казакевичем во втором сборнике литературной Москвы 1956 год. Статья «Рабочий разговор», направленная против казенной литературы для юношества и главным образом против чиновничьих искажений русского языка, явилась зародышем моей книги в лаборатории редактора. Вернулся Лева. Застрелился Фадеев. Это концы и начало. Это завершение эпохи. Один начинает новую жизнь, другой оканчивает свою во искуплении старой. Мне хочется написать большими буквами. Вернулся Лева. Анна Андреевна приехала четырнадцатого, а пятнадцатого, ничего не зная о ней, зашел к Кардовым по дороге в Ленинград освобожденный Лева. Люба видеть ее помолодевшее, расправившееся лицо. слышать ее новый голос. Мы вошли в маленькую комнату, там клубы папиросного дыма. Накурил Левка, сказала Анна Андреевна, рукой разгоняя дым. Сказала таким домашним, миловаршивым материнским голосом, что я почувствовала себя счастливой. А у Левы в лагере был приступ гнойного аппендицита. После операции он пять дней лежал без сознания. Только бы не Катина судьба. Екатерина Алексеевна Баронина, 1908-1955 годы жизни. Ленинградская писательница, скончавшаяся в Ленинграде от инфаркта через несколько месяцев после возвращения из лагеря. Проездом в Ленинград она некоторое время жила в Москве у меня. Рассказывала, в лагере в Потьме ее больную Базедовой болезнью заставляли набирать из колодца и таскать воду ведрами. По-видимому, последний инфаркт был не первым. Впрочем, Нина Антонна уверяет, что выглядит Лева не худо. Сама я его еще не видела. Сверается куда-то в Великие Луки к товарищу. В Комарова не хочет, сказала Анна Андреевна. Я не поняла, грустно это ей. У меня там уже никого не осталось, кроме мертвых. 1 июня 56-го. Писала изо всех сил статью и потому забросила дневник чуть не на две недели. В переделкине была всего раз. Теперь статья окончена, пересаживаюсь бегом за дневник. Итак, жила я с выключенным телефоном, писала, лил дождь, внезапный стук в дверь, это Наталья Ильина, командированная за мною Анной Андреевной. Я отправилась. На столике на постели разбросаны тетради, блокноты, листки. Чемоданчик открыт. К празднику сорокалетия советской власти Слуцкий и Винокуров берут у Ахматовой стихи для какой-то антологии. 400 строк. Чемоданчик в действии. Анна Андреевна перевирает, обдумывает, выбирает. Возбужденная и веселая. Когда я вошла, набросила тетради и листки обратно в чемодан, хлопнула крышкой и, усадив меня за столик, начала диктовать. «С вами удобно», пояснила она. «Можно по первым строчкам или по последним. Можете даже по седьмым», сказал я, возгордившись. Мы составили список приблизительно из сорока стихотворений. Не спорили или, если спорили, то только о проходимости. Впрочем, вообразить невообразимое все равно нельзя. Оно непостижимо для ума, даже для ума и воображения Анны Ахматовой. Отбор совершался под лозунгом «Граница охраняема, но неизвестна». Ане Андреевне очень хотелось дать станции. Мне, разумеется, тоже. Сначала голос хоть и трагический, но величавый и спокойный, а потом вдруг при переходе во второе четверостишее «Удар неистовой силы». Вру, не при переходе, а без всякого перехода, как удар хлыстом. В Кремле не надо жить. А в последних двух строках полный и точный портрет Сталина. Бориса дикий страх и всех Иванов злобы и самозванца спесь взамен народных прав. Эти стихи я привожу не в том варианте, в котором они напечатаны впервые в сборнике памяти Анны Ахматовой, а в том, который Ахматова намеревалась включить в бег времени. Станции. Стрелецкая луна, замоскворечье, ночь, как крестный ход идут часы страстной недели. Мне снится страшный сон, неужто в самом деле никто, никто, никто не может мне помочь. В Кремле не надо жить, преображенец прав, здесь зверства древнего еще кишат микробы, Бориса дикий страх и всех Иванов злобы и самозванца спесь взамен народных прав. 1940 год. Как вы думаете, все догадываются, что это его портрет? Или вы одна догадались? спросила Анна Андреевна. Думаю, все. Тогда не дадим, решила Анна Андреевна. Охаивать Сталина позволительно только Хрущеву. Работу мы кончили. Я переписала список набела, и тут наступила минута, когда я рассказала Анне Андреевне о преступлении Ольги. Я бы и раньше, да это впервые после моего печального открытия, мы видели с ней наедине и толком. Ольге Всеволодовне Ивинской год рождения 1912-й посвящен один из самых пленительных любовных циклов в поэзии Бориса Пастернака. Многие исследователи доктора Живаго полагают так же, как и она сама, что прототипом для героини романа, роковой и прекрасной Лары, послужила Ивинская. Правда, в последнее время в печати появляются и другие суждения. Отдавая себе полный отчет в той общеизвестной истине, что поэзия непобеждаема, я тем не менее беру на себя смелость объяснить, что я подразумевала, рассказывая Анне Андреевне о преступлении Ивинской. Почему рассказывала? Потому что привыкла рассказывать ей о пережитых душевных потрясениях. На ту минуту их было два. Меня потрясла степень человеческой низости и собственная своя, не по возрасту, доверчивость. К тому времени, как я доверила Ивинской деньги, вещи, книги и тем самым в некоторой степени и чужую судьбу, я уже имела полную возможность изучить суть и основные черты этой женщины. Мы работали вместе в отделе поэзии в редакции Симоновского «Нового мира». Началось с дружбы, кончилось еще до ее ареста полным отдалением с моей стороны. Ивинской, как я убедилась, не лишена доброты, но распущенность, совершенная безответственность, непривычка ни к какому труду и алчность, рождавшая ложь, постепенно отвратили меня от нее. Ивинской была арестована в 1949 году, а вернулась из потьмы из лагеря в 1953 там в лагере она познакомилась и подружилась с моим большим другом, писательницей Надеждой Августиновной Надеждиной 1905-1992 годы жизни. Воротившись, Ивинская ежемесячно в течение двух с половиной лет брала у меня деньги на посылки Надежде Августиновне, иногда и продукты, и белье, и книги, собираемые общими друзьями. Рассказывала я Анне Андреевне о том, как сделалось мне ясно, что Надеждина не получила от меня за два с половиной года ни единой посылки. Все присваивала из месяца в месяц Ольга Ивинская. В ответ на мои расспросы о посылках она каждый раз подробно докладывала, какой и где раздобыла ящичек для вещей и продуктов, какую послала колбасу, какие чулки, длинной ли была очередь в почтовом отделении и так далее. Мои расспросы были конкретны, ее ответы тоже. Через некоторое время я заподозрила неладное. Лагерникам переписка с родными и даже не только с родными тогда уже была дозволена. Посылки издавна разрешены. А в письмах к матери и тетушке Надежда Августиновна ни разу не упомянула ни о чулках, ни о колбасе, ни о теплом белье. Между тем, когда одна наша общая приятельница послала ей в лагерь ящичек с яблоками, она не замедлила написать матери «Поблагодари того неизвестного друга, который...» Я сказала Ивинской, что буду отправлять посылки сама. Она это заявление отвергла, жалея мое больное сердце и настаивала на собственных заботах. Тогда я спросила, хранит ли она почтовые квитанции. «Конечно», ответила она, «в специальной вазочке». Но от того, чтобы вынув их из вазочки, вместе со мною пойти на почту или в прокуратуру и предъявить их, изо дня в день под разными предлогами уклонялась. Вазочка существовала, квитанции нет, потому что и отправлений не было. Надежда навернулась в Москву в апреле 1956 года. Лишенное жилья лето она провела у меня. Мои подозрения подтвердились. Ни единый из наших посылок она не получила. Надежда Августиновна сообщила мне, в лагере Ивенская снискала среди заключенных особой симпатии, показывая товаркам фотографии своих детей, сына и дочери, которые были уже довольно большие к началу знакомства ее с Борисом Леонидовичем. И уверяя, будто это дети Пастернака. Правда, симпатии к ней разделяли далеко не все. Так Гагенторн 1900-1986 годы жизни и Баранина 1908-1955 годы жизни, вернувшиеся из той же потьмы, отзывались об Ивенской в разговорах со мной с недоумением по их словам начальство явно благоволило к ней и оказывало ей всякие поблажки. Свой первый арест и пребывание в лагере Ивенская объясняла тем, что она жена гонимого поэта. Для меня эта версия звучала в новинку. Накануне ареста 1949 года она рассказывала мне, что ее чуть не ежедневно тягают на допросы в милицию по делу заместителя главного редактора журнала Огонек, некоего Осипова, с которым она была близка многие годы. Осипов, объясняла мне тогда Ольга, присвоил казенные деньги, попал под суд и во время следствия выяснилось, что в махинациях с фальшивыми доверенностями принимала участие и она. За истинность ее объяснений я, разумеется, не отвечаю, но рассказывала она так. После ареста сначала в лагере, а потом и на воле она сочла более эффектным и выгодным объяснять причины своего несчастья иначе, близостью с великим поэтом. Муза поэта в заточении. За подобную версию, очень смахивающую на правду, я, впрочем, тоже не отвечаю. Мало того, что вернувшись в Москву, Ивенская регулярно присваивала деньги, предназначавшиеся друзьями, для поддержки Надеждиной. Когда в 1953 году освобожденной она уезжала в Москву, она взяла у Надежды Августиновны на несколько дней плащ и другие насильные вещи, обещая срочно выслать их обратно, чуть только доберется до дому. Приехав домой, однако, она не вернула ни единой нитки. В 80-е годы я, благодаря Майе Александровне Улановской, получила возможность ознакомиться с неопубликованными записями ее матери, Надежды Марковны, 1903-1986 годы жизни. В Иерусалиме в 1982 году вышла книга Н.И.М. Улановских под заглавием «История одной семьи». История издана не полностью. Отрывок, посвященный Ивинской, в печати отсутствует, но Майя Александровна сначала ознакомила меня с рассказом матери, а потом подарила следующий документ. «Когда Ивинская, освободившись по мартовской амнистии 1953 года, уезжала в Москву, пишет Майя Улановская, моя мать вручила ей для передачи своей дочери, моей сестре, Улановской Ирине Александровне, связанные ею шерстяные свитера и разные поделки, полученные ею в подарок за годы заключения от разных лагерных подруг. Месяцами моя мать и другие бывшие салагерницы Ивинской, поручения которых она взялась выполнить, ждали известий, подтверждений. Месяцы, годы шли, никаких известий не поступало ни для кого. Когда моя мать освободилась и вернулась в Москву, выяснилось, что ее посланница присвоила переданные через нее вещи. Будучи спрошена по телефону, призналась в этом, сославшись на потерянный адрес, просила прощения, откупилась деньгами. Таким образом, она крала у лагерниц не только то, что им посылали из Москвы, но и то, что они через нее посылали в Москву. Улановской она объяснила свой поступок потерей адреса, а Надежде Августиновне созналась, рдая, что отправлять мои посылки перепоручила будто бы одной своей подруге, а та злодейка не отправляла их. Пастернак отправлял деньги и вещи своим друзьям в лагерь, Ивинская же относительно своих лагерных друзей поступала иначе. Бессердечие Ольги Всеволодовны, которая умела прикидываться сердечной, явно сказалась и в книге собственных ее воспоминаний «В плену времени». Книга вышла в 1978 году в Париже, в 1991 в Литве и в 1992 в Москве. Письмо одной из читательниц, неизвестной мне Садыги, ознакомившейся с воспоминаниями Ивинской в 1978 году, приводится в журнале литературное обозрение, 1992 год, номер первый. Садыги возмущена тем издевательским тоном, в каком Ивинская пишет о своих невольных подругах. Не обойду молчанием отзыв об Ивинской и Шаламова. Смотрите публикацию Сиротинской, переписка Варлама Шаламова и Надежды Мандельштам. Встретившись с Ольгой Всеволодовной в 1956 году в Москве, выслушав ее рыдание и ее вранье, Надежда великодушно простила ей и мои присвоенные Ольгой деньги, и непосланные ею посылки. Больше того, в своих воспоминаниях о лагерной жизни она говорит об Ивинской симпатии, даже приводит свои стихи, посвященные ей. Что ж, великодушие, способность прощать причиненное зло, высокое и благородное чувство. Я тоже, быть может, извинила бы Ивинской рубли и тряпки, но систематическое хищное лганье простить не умею. Анна Андреевна слушала меня молча, не перебивая, не переспрашивая, опустив веки, ее лицо с опущенными веками камень. Перед этим каменным немым лицом я как-то заново поняла, что рассказываю о настоящем злодействе. Заговорила она не сразу и поначалу голосом спокойным и медленным, словно занялась какой-то методической классификацией людей и поступков. «Такие», сказала она, «такие они всегда прирабатывали воровством во все времена, профессия обязывает. Но обворовывать человека в лагере она подняла глаза, камень ожил, самой находясь при этом на воле и на щедром содержании у Бориса Леонидовича, и не у него одного, надо думать, обворовывать подругу, заключенную, которая умирает с голоду, подобного я в жизни не слыхивала, подобный даже у блатных не в обычае, между своими. «Я надеюсь, вы уже объяснили Борису Леонидовичу, кого это он поет, о ком брецает на своей звучной лире, образ женщины в шлеме», закончила она с отвращением цитаты из стихотворения Пастернака. Я ответила «Нет, не стану». И тут вся ярость Анна Андреевна, уже не сдерживаемая, громкая, обрушилась с Ольги на меня. Она не давала объяснить, почему я не желаю рассказывать Борису Леонидовичу об Ольгиной низости. Она кричала, что с моей стороны это ханжество, прекраснодушие, бог знает что. Она схватила со стола карандаш, оторвала краешек листка, а только что у составленного нами списка и с помощью таблицы умножения вычислила, на сколько сот рублей обворовала меня Ольга. Когда мне удалось вставить «Не в этом же дело!» Она закричала «И в этом! И в этом! Работа профессиональной бандитки!» Она умолкла, и я решила заговорить. Я объяснила, что не скажу Борису Леонидовичу ни слова в разоблачении Ольги по двум причинам. Первая. Мне его жаль. Не ее, а его. Если бы не моя любовь к Борису Леонидовичу, я не постеснялась бы вывести Ольгу на чистую воду перед большим кругом людей. Но я слишком люблю его, чтобы причинять ему боль. Вторая. Он мне все равно не поверит, ведь Ольгу он обожает, а Надежде Августиновне имеет представление смутное. Ведь это мне известно, что человек она благородный и чистый и лгать не станет, а он? А он свято поверит тому, что наврет ему Ольга. Расписок и квитанции никаких у меня нет, свидетелей я не назову. Для него мое сообщение было бы просто еще одним горем, нет, еще одним комом грязи. Так и никак иначе воспримет он мои слова. Что же касается доутраченных мною денег, то это мне наказание, штраф, за собственную мою вину. Ведь я-то, Ольгу, знаю не первый день, неряшливая, лживая, невежественная. Мне еще в редакции так надоели ее вечное вранье, мелкие интриги, хвостливые росказни о своих любовных победах, что я уже задолго до ее ареста перестала общаться с ней, хотя она, по неведомым мне причинам, окружала меня заботами и бесстыдной лестью. Какой же я имела право, зная ее издавна, доверить ей посылки, то есть в сущности, надено спасение, здоровье, судьбу. Вздор с раздражением перебила меня Анна Андреевна. Ханжество, вас обворовали, и вы в ответ чувствуете себя виноватой. Я вижу, вы настоящий клад для бандитов. Вчера Анна Андреевна была у меня. Об Ольге мы не продолжали. Речь шла о самоубийстве Фадеева, о неприличии официального сообщения, о том, узнаем ли мы когда-нибудь, какова была истинная причина самоубийства, об оставленном им письме, получим ли его когда-нибудь мы, современники, адресаты. В официальном сообщении от имени ЦК КПСС, появившемся 15 мая 1956 года в «Правде», самоубийство Фадеева объяснялось просто-напросто запоями. В последние годы А.А. Фадеев страдал тяжелым, прогрессирующим недугом, алкоголизмом. Что же касается допрессмертного письма, адресованного Фадеевым в ЦК и объяснявшего истинные причины самоубийства, то самое его существование в течение 34 лет властями замалчивалось или даже отрицалось. Впервые оно опубликовано 20 сентября 1990 года в газете «Гласность», тогда же в газете «Известия», затем в октябре в «Учительской газете», номер 40, 10 октября 1990 года. В литературной газете. И, наконец, фоксимильно в октябрьском номере того же года в журнале «Известия» ЦК КПСС. Публикация в журнале сопровождается докладными записками из КГБ и выдержками из протокола специального заседания ЦК КПСС. Таким образом, ясно, что никогда не употреблявшееся и неприличное в любом некрологии сообщение об алкоголизме исходило из самых высоких инстанций. В действительности же и к болезни и к самоубийству привела Фадеева та роль, которую по требованию ЦК он вынужден был исполнять. «Не вижу возможности», писал Фадеев в своем предсмертном письме, «дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы в числе, которая даже не снилась царским сатрапом, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих. Лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте». И далее «Литература — это святая святых, отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа». Судьба Фадеева вызвала множество воспоминаний, толкований, изображений и соображений. Назову некоторые. Валентин Берестов, литературная газета, за октябрь 1990 года. Владимир Дудинцев, там же. Сын Фадеева, тогда 11-летний Миша, там же. Евгений Евтушенко, там же. Иван Жуков, учительская газета, 1990 год, номер 40-й. Лидия Лебединская, зеленая лампа, Москва, 1966 год. Александр Бек, новое назначение. Здесь Фадеев изображен под вымышленным именем. Знамя 1988 года, номера 11 и 12. И Владимир Тендриков, охота, знамя, 1988 год, номер 9. Фадеевская легенда растет, сказала Анна Андреевна. А тут нужна не легенда. Срочный опрос свидетелей, подлинные документы, протоколы, настоящее следствие по свежим следам. Знаем мы, как потом наврут в мемуарах. Я доложила ей переделкинские слухи. Большинство оказались известны ей. Секретарша Валерия Осиповна говорит, что это был приступ тоски перед запоем. Реплика Анны Андреевны. Это не она говорит. Это ей сказали. Валерия Осиповна Зарахани, год рождения 1908, сестра жены Фадеева, актриса МХАТа Ангелины Осиповны Степановой, год рождения 1905, Валерия Осиповна долгие годы работала у Александра Александровича в качестве секретаря. Одни думают, убил он себя в порыве отчаяния внезапно, иначе зачем бы в этот день он взял с собой на дачу сына. Другие, что он давно решил и подготовил самоубийство. Шофер рассказывает, садясь в машину после визита к маршаку, Александр Александрович сказал, вот и в этом доме я был в последний раз. Шофер понял так, поссорились. Говорят, будто предсмертное письмо, адресованное Фадеевым в ЦК, страшное, в нем будто бы написано, я убиваю себя потому, что оказался невольным участником преступлений, сломавших хребет русской литературе. Другие, со слов Канепович, которая жила на Фадеевской даче и была там в момент катастрофы, утверждают, что он вообще никакого письма не оставил. Предсмертное письмо Фадеева, лежавшее на столе перед тем, как оно было изъято, видели своими глазами Всеволод Вячеславович Иванов и Константин Александрович Федин, одними из первых вошедших в кабинет после выстрела. Анна Андреевна, если письма нет, значит, она сама и сожгла его. Это настоящая леди Магбет, способна своими руками не только уничтожить предсмертное письмо, но и отравить и зарезать человека. О том, способны или нет Канепович отравить и зарезать человека, я судить не берусь, но о том, как ей удалось зарезать очередной сборник стихотворений Анны Ахматовой. Смотрите мои записки, том третий. Евгения Федоровна Канепович 1898-1988 годы жизни. Как сообщает кратко литературная энциклопедия, авторы работ о Генрихе Гейне, Генрихе Манне, Томасе Манне, Фихт Вангере, Форш, Тихонове, Фадееве, Леонове, Ермилове, Кожевникове. Охват огромен от Генриха Гейны до Вадима Кожевникова. Однако воздействие Канепович на развитие советской литературы определяется не этими ее статьями и книгами. Эти напечатаны, эти обозримы. Сотни же работ Канепович остаются до сих пор скрытыми от глаз. Основная ее деятельность повседневный труд рецензента референта невидимки. В разные годы Канепович была первая членом комиссии по критике союза писателей, вторая референтом прозы в комитете по государственным и ленинским премиям, третья членом редсовета при издательстве советский писатель. На заказанные ей и поставляемые ею рефераты и рецензии опирались власть имущие генеральный секретарь союза советских писателей Фадеев, председатель комитета по государственным и ленинским премиям Тихонов и директор издательства советский писатель Лисючевский. Рассказывают еще, будто Сафронов и прочие собирались свалить на Фадеева весь позор космополитской, то есть антисемитской компании. Найдена будто бы его резолюция. Пора разъевреять союз. Я Фадеева не имею права судить, сказала Анна Андреевна. Он пытался помочь мне освободить Леву. Я сказала, что лет через пятьдесят будет, наверное, написана трагедия Александр Фадеев в пяти актах. На моих глазах вступался он не за одного только Леву, за Оксмана, за Заболотского, а во время блокады его усилиями по просьбе Маршака были вывезены из Ленинграда погибавшие там наши друзья Пантелеев, Габе, Любарская. Пантелеев, 1908-1987 годы жизни, писатель. В отличие от Сафронова, Бубенова, Сурова, которые всегда были нелюдь, Фадеев был когда-то человек и даже писатель. Выстрелом своим искупил ли он свои преступления? Смывается ли кровью пролитая кровь? Надо быть Господом Богом, чтобы ответить на этот вопрос. Наше время даст изобилие заголовков для будущих трагедий, сказала Анна Андреевна. Я так и вижу одно женское имя оршинными буквами на афише. И она пальцем крупно вывела в воздухе. Тимоша Тимоша домашнее прозвище невестки Горького, жены его сына Надежды Алексеевны Пешковой 1901-1970 год. Роль и судьба этой женщины, как и всех людей, близко связанных с Горьким, с его домом, с его жизнью и смертью, строго засекречена и требует особого изучения. Анна Андреевна и Надежда Алексеевна встречались в эвакуации в Ташкенте. Разговор переменился. Затея с четырехстами моими строчками оказалась блефом, сказала Анна Андреевна. Напрасно я теребила вас в дождь. По-видимому, все это лишь предлог, чтобы заполучить мои стихи в личное пользование. Скверные мальчишки. Анна Андреевна ошиблась. Стихи, взятые у нее Винокуровым и Слуцким, вышли в следующем году. 20 стихотворений и отрывок из поема «Без героя». Смотрите антологии русской советской поэзии 1917-1957 годы. Том 1. Москва, Гослитый издат, 1957 год. Теперь у нее берут стихи в октябрь. Не 400 строк, скромнее. Она дала последние слезы. Черную и прочную разлуку. И время прочь, и пространство прочь, и еще что-то. В октябре стихи были приняты, набраны, но не напечатаны. Последние слезы это вторая годовщина. Седьмая книга. Другие две тоже. Седьмая книга из цикла «Шиповник цветет». На прощание я подарила ей маленькую фотографию Бориса Леонидовича, ту, Вовину. Вова Володя Смирнов, сын Ивана Игнатья Халтурина и Веры Васильевны Смирновой, занимавших квартиру в Лаврушевском переулке и в писательском доме в том же подъезде, что и Пастернак. Смирнова 1898-1977 годы жизни писательница, критик Халтурин 1902-1969 годы жизни редактор детских журналов и составитель книг для детей. Борис Леонидович бывал в этой семье и в одно из его посещений 5 или 6 июня Володя сфотографировал Пастернака, только что полученным им в дар аппаратом. Эту фотографию я и подарила Анне Андреевне 31 мая 1956 года. Володи Смирнова в ту пору на свете уже не было. Он погиб летом 1955 года. Утонул в реке Лея-Лупа в 10 километрах от дома творчества писателей в Дублтах, где в это время жила его мать. Анна Андреевна была очень довольна, надела очки и долго держала карточку у себя на ладони и вглядывалась в нее. «Что-то рембрантовское», сказала она напоследок, «какая тьма сглубилась и какой силы и света лицо из тьмы». 5 июня 56-го. В субботу в 8 часов я должна была читать рабочий разговор УК. Среди приглашенных Наталья Иосифовна, за которую я должна была заехать в 7. Заехала. У нее в комнате в белом пышном шуршащем платье царствовала Анна Андреевна. Она попросила нас завести ее к Игнатовым. С тем, чтобы часа через 3 Наташа снова заехала за ней. Одна она боится не только ходить по улицам, но даже в машине ездить. Сердце. По дороге Анна Андреевна объявила мне, что тоже хотела бы послушать мою статью. Мы условились на завтрашний вечер у Натальи Иосифовны. 7 июня 56-го. Вчера читала у Наташи. Кроме Анны Андреевны были друзья Наташины и мои. Анна Андреевна надела очки, положила перед собой карандаш и бумагу и превратилась в воплощение деловитой учености. Может быть, в статую Минервы. Страшновато было, в особенности, когда она бралась за карандаш. Я кончила. «Если будет напечатано, станет событием», сказала Анна Андреевна. Замечания у нее такие. Первое. Слишком много горького. Второе. Не надо имени Пришвина среди писателей первого ряда. Третье. Стасов фигура вредная. Четвертое. Пушкин черпал не только из русского народного языка, но и из иностранных. Насчет Стасова я совершенно не согласна. Он стал вреден, когда не понял Врубеля. Никто не властен перешагнуть через себя и через свое время. Но искусство своего времени он понимал и миссию свою выполнил блистательно. 14 июня 56-го. Вчера у Анны Андреевны Ардов в отъезде и она живет теперь у него в комнате более просторной и менее жаркой. Она позвонила и потребовала, чтобы я пришла немедля. Несет сейчас при ней бессменную вахту Наталья Иосифовна. Дом, видимо, пуст. Когда я пришла, Анна Андреевна вручила мне подстрочники семи стихотворений Квитко. Из них она перевела только три, а остальные переводить не хочет, ссылаясь на усталость и головные боли. Просила меня все отнести Берты Самойловне и перед ней извиниться. Я огорчилась, зная, как будет огорчена Берта Самойловна. Кроме того, ко моей большой досаде из семи стихотворений Льва Моисеевича Анна Андреевна перевела не самые сильные. Берта Самойловна вдова расстрелянного еврейского поэта Льва Моисеевича Квитко 1890-1952 годы жизни. Корней Иванович и я мы издавна дружили с этой семьей. Однако вызвала Анна Андреевна меня столь поспешно не из-за этих стихов, вручив мне подстрочники и переводы, она начала рыться в сумочке, которая всегда наравне с чемоданом служит ей службу несуществующего ящика, несуществующего письменного стола. В чемодане собственные рукописи, в сумочке все на свете. Оттуда полетели письма, газетные вырезки, деньги, очки, карандаши, анализы, квитанции, нитроглицерин, пудра. Анна Андреевна хотела показать мне письмо от Суркова, но оно не попадалось. «Пора произвести чистку», сказала она утомленным голосом. «В суме Плюшкина». Вот оно. Письмо нашлось. Это было довольно длинное, хотя и беглое послание, написанное карандашом, поспешным почерком, на закрытии армянской декады, где побывала Анна Андреевна. Там совершался обряд подведения итогов. Письмо возвещает, что назрело время, эти два слова подчеркнуты жирной чертой, переиздать стихотворение Ахматовой. Какой прогресс и агрикультура, как писал когда-то Зощенко, снова переиздадут стероглазого короля. Но это я зря. По словам Анны Андреевны, Сурков произнес очень смелую речь. Он заявил, что в докладе Жданова были, оказывается, ошибки. Напрасно, например, Ахайны, Серапионы, Лунц. Литература 30-х годов не отразила, к сожалению, ежовщину. Почему бы это интересно? Институт мировой литературы не создал историю литературы. Советская энциклопедия никуда не годится и так далее. А теперь я покажу вам фокус, сказала Анна Андреевна, окончив излагать речь Суркова. Из той же сумки она достала газету и протянула мне. Раз, два, три. Читайте. Вот тут на сгибе. Я прочла. С большой речью выступил товарищ Сурков. Литературная газета 14 июня 1956 Итоги декады армянского искусства и литературы. Совершенная правда, сказала Анна Андреевна, пресса не лжет. Я свидетель. В самом деле выступил, в самом деле Сурков и в самом деле с большой. Точка. Все. 8 июля 56 Анна Андреевна в Ленинграде, но скоро приедет для свидания с Сурковым. Вчера после большого перерыва я виделась Натальей Иосифовной. Она была в Ленинграде, навестила Анну Андреевну и на даче, и в городе. Очень бронит Иру. Анна Андреевна одиноко, заброшена, не устроена. 18 июля 56 Приехала Ахматова, звонила, вечером я буду у нее. Вернулась от Анны Андреевны. Она посвежела, похудела, Комарова служит свою службу. Новое серое платье очень идет к седине. За чаем шуточки Ардова, мадам Цигельперчик. Затем мы у нее в комнате, одни. Она сидит в углу постели, сложив руки на коленях, скорбно подняв брови, печальная, доверчивая, торжественная, говорит. Жизнь ко мне очень жестока, и вот сейчас одна из наибольших жестокостей. Это книга, составленная Сурковым. Я его не виню, иначе, наверное, нельзя. Перед моим отъездом он просил, чтобы я в Ленинграде посмотрела выбранные им стихи, подумала над отбором. Я даже в руки их не взяла. Меня эта книга не выражает совсем, нисколько. Она вынулась чемоданчик и положила передо мной папку. Я открыла. Но не успела я перевернуть две страницы, Анна Андреевна захлопнула ее и с искаженным лицом снова засунула в чемодан. 23 июля 56-го. Вчера у Анны Андреевны ардовых старших нет, в столовой мальчики и девочки пьют и танцуют на просторе. Анна Андреевна вялая, грустная. Ждет звонка Суркова, а Сурков не звонит. Сказала мне, вот если бы вы составили мою книгу. Она ошибается. Ничего хорошего из этого не вышло бы. Я составила бы, издательство зачеркнуло бы. Никакого толку. 25 июля 56-го. Вечером меня позвала Анна Андреевна. У нее Юлиан Григорьевич. Я застала препирательство об одной записи в дневнике Пушкина. Впрочем, довольно вялая. Юлиан Григорьевич отяжелевший, померкший. Видно, непрекаянная жизнь под Москвой ему уже не по силам. Оксман Юлиан Григорьевич долгие годы ввел непрекаянную жизнь от того, что в 1936 году был арестован, а в 1946 хоть и освобожден из заключения, но не реабилитирован. Добиться же в Москве прописки, жилья и постоянной работы человеку не реабилитированному было невозможно. Усилиями друзей Оксман получил профессорскую кафедру в Саратовском университете, где несколько лет преподавал, находясь под неусыпным надзором начальства. Юлиан Григорьевич Оксман 1895 1970 годы жизни историк литературы и знаток истории русского революционного движения 19 века. Каждый, кто изучает историю России, неизбежно обращается к тем или иным трудам Оксмана. В 1925 году им были опубликованы архивные материалы по делу декабристов. Декабристы неизданные материалы и статьи. В 1958 летопись жизни и творчество Белинского обе книги, без которых изучение русской общественной мысли прошлого века невозможно. В качестве крупнейшего специалиста Оксман в разное время принимал участие в создании многих томов литературного наследства, в редактировании краткой литературной энциклопедии. Кроме того, ему принадлежат комментарии к сочинениям Рылеева-Пушкина, Лермонтова-Герцена, Тургенева-Гаршина. До своего ареста Оксман был заместителем директора Пушкинского дома в Ленинграде и членом Пушкинской комиссии Академии наук СССР. Так же, как с другими видными пушкинистами Томашевским, Тыняновым, Бонди, Казанским, Цевловским, Цевловской, Анна Андреевна постоянно делилась с Оксманом своими мыслями о Пушкине. Познакомились они у Щеголева в 1924 году. Впоследствии Оксман был исключен из союза писателей. Начались новые обыски и допросы, которые загнали его в диабет, слепоту и в гроб. Юлиан Григорьевич у Анны Андреевны. Я застала препирательство об одной записи в дневнике Пушкина. Впрочем, довольно вялое. Юлиан Григорьевич, отец жалевший, померкший, оживился он ненадолго, рассказывая про новую книгу Шкловского о Достоевском. Рукпись была у него с собой, и он прочел нам вслух начало статьи. Я слушала недумевая. Картонная, из папье-маше, красивенькая, совершенно анти-Достоевская описание Петербурга. Анне Андреевне не понравилось тоже, а она это высказала. Юлиан Григорьевич смутился. Что же, значит, я неверно вижу. Я пристрастен? Голос друга, глубоким и тоже дружески участливым голосом, произнесла Анна Андреевна. Я попросила ее прочитать Ленинградскую элегию. Есть три эпохи у воспоминаний. Она прочла сначала трещотку прокаженного, нелируя влюбленного. Потом кто чего боится. Читая трещотку, очень искусно взяла в кавычки слово «смелых». Я научу шарахаться вас смелых от меня. Только в заключении и после долгой паузы прочитала элегию. Я думала, слушая, если память умерла, то отсюда уже недалеко до физической смерти. Нелирую влюбленного иду принять народ. Трещотка прокаженного в моей руке поет. Успеете наахаться и воя и кленя. Я научу шарахаться вас, смелых, от меня. Я не скала прибыли и славы не ждала. Я под крылом у гибели все тридцать лет. жила. Пользуясь случаем указать на опечатку в парижском издании второго тома записок «Следует в моей руке вместо в моей душе». Кроме того, допущена ошибка в сборнике «Я голос ваш» и в двухтомнике 1990 года. В обоих печатается «Не слирую влюбленного» вместо «Не лирую». Без ошибки это стихотворение впервые опубликовал в СССР Тименчик в 1987 году. Продолжение следует... «Стихотворение следует...»